Йохим Вердин Авторские права этой книги ничем не ограничены. Вы можете использовать ее так, как вам захочется. Можно копировать, распространять ее в любой форме, не ставя меня в известность. Знание, которое я обрел и руководствуясь, которым я написал эту книгу, существовало всегда. Любой может найти подобную информацию, прочесть и записать ее. Я написал эту книгу для тех, кто ищет информацию в материальном виде. Потенциально каждый может жить без еды. Но потенциал не означает наличие необходимого навыка. Навык может быть наработан. Это лишь информация. Эта книга содержит лишь информацию. Любая информация может быть частичной или полностью правдивой или нет, вне зависимости от того, откуда она подчеркнута. Великий духовный наставник, просветленный гуру, телевидение, книга, интернет и т.д. Все это источники информации. Ни они, ни что другое или кто-то не дадут вам настоящего знания. Знание – это то, что вы обретаете сами, базируясь на опыте и используя информацию, получаемую из разных источников. Информация сама по себе не есть знание. Проверив информацию на собственном опыте, вы можете сказать «Я знаю». До этого вы лишь верили, а не обладали знанием. Вера нерешимо связана с сомнением. Это две стороны одной медали. Пока вы верите во что-то, вы, возможно, в глубине души в этом и сомневаетесь. Верите, сомневаясь, сомневаетесь, веруя. Веруя, вы можете задавать вопросы, искать знания, стремиться к нему. Но когда вы знаете, у вас уже никаких вопросов не возникает. Вы просто знаете. Поэтому не верьте слепо тому, что написано в этой книге. Лучше познать все на собственном опыте. Используйте на пользу себе информацию, изложенную здесь. Проверьте ее на себе. Создайте собственное знание. Если вы будете лишь верить тому, что здесь написано, это не принесет вам ничего хорошего. Если вы думаете, что информация, получаемая извне, заменяет вам знания, вы становитесь рабом информационного источника. Людьми, верящими в так называемые авторитеты, можно с легкостью манипулировать. Это одна из главных причин, почему и как различные религии, партии, культуры и всевозможные измы контролируют людей и их образ жизни, мысли и на этом процветают. Иными словами, я предлагаю вам думать самим. Используйте информацию, считая любых духовных учителей и признанных авторитетов, СМИ и прочее, лишь источниками. Затем работайте сами с информацией, полученной от них, не позволяя никому манипулировать вами. Проверяйте на себе, получайте опыт, ибо если вы не сделаете этого, то ваша информация никогда не преобразуется в знание, и вам останется только верить. Позвольте спросить, вы верите в Бога? Да? Нет? Почему? И что из этого? Определение. В английском языке существуют слова «бритарианец» и «бритарианизм». Оба они образованы от слова «брит» – «дыхание». Эти слова не совсем точно отражают суть дела, и значение их следует пояснить. Слыша слово «бритарианец», можно в первую очередь подумать о чем-то, что связано лишь с дыханием, но никак не с отказом от еды. Многие думают, что бритарианцы – это люди, питающиеся воздухом. Разные люди, интересующиеся темой отказа от еды, дают разные определения одному и тому же явлению. Чтобы сделать эту книгу более понятной, следует разобраться в определениях. Отказ от еды – неедение. Это состояние человека, который не принимает никакой пищи, но при этом не постится и не занимается так называемым лечебным голоданием. Отказавшийся от еды – неедящий, человек, который не ест, но при этом не истощается и не голодает. У меня есть ощущение, что выше приведенные определения несовершенны, но они направляют читателя на правильный путь понимания предмета и неплохо отражают суть того, о чем эта книга. Конечно, эти слова звучат несколько непривычно и неблагозвучно. К тому же они могут пробуждать в подсознании читателя что-то неприятное. Я продолжаю искать лучший вариант. Мне на ум приходят два выражения. Свободный от еды – для человека, который не обязан есть. Свобода от еды – как характеристика человека, который не зависит от еды и пребывает в этом состоянии. Может, у вас есть другие идеи? Бретарианизм отражает возможность человека, и не только, жить без пищи и воды, но с необходимостью дышать воздухом. Бретарианец – человек, которому для жизни нужен только воздух. Ни еды, ни пищи не требуется для совершенной работы тела. Жизнь на энергии света. Жизнь на свету, жизнь в свете. Отражает возможность человека, и не только, жить без какого бы то ни было источника питания, кроме света, с большой буквы. Позже я дам точное определение, что такое свет. Жизнь на пране. Отражает возможность человека жить без каких бы то ни было потребностей, кроме праны. Высокоэнергетический продукт конденсации света. Прежде чем мы начнем. Увлечение. В начале 2001 года я заметил в Польше некоторые увлечения, позже угасшие, темы бритарианизма. Пранического питания, переходя на жизнь в свете. Я уверен, что большую часть этой волны создали СМИ. Мне представляется, что в разных странах время от времени происходят такие всплески. Скорее всего, мои польские наблюдения можно экстраполировать на весь мир. Все было бы хорошо, если бы люди не вели себя как стадо неразумных овец, вслепую, идущих за нерадивым пастухом. Этот поход вслепую привел некоторых к смерти и наделал больше вреда, чем пользы. Не только тем, кто пострадал, но и всему явлению в целом. А все вышло так из-за недопонимания предмета и недостаточного знания. Несмотря на то, что вещают СМИ и говорят люди, сам факт непринятия физической пищи есть лишь одна из стадий большого пути развития сферы сознания, осознанности, в которой живет человек. Иными словами, пути к совершенству, пути к осознанному духовному саморазвитию. Принимая отказ от еды за главную цель и пытаясь научить жить тело без физической пищи, не проводя при этом необходимой духовной работы, можно обречь себя на ужасные страдания. Одна из причин, по которым я написал эту книгу, донести правильную и практически применимую информацию по следующим вопросам. В чем суть предмета? Как сделать это наилучшим образом? Что не следует игнорировать? На что обратить внимание? Необходимо помнить, что отказ от еды напрямую связан с духовным саморазвитием, хотя теоретически, даже полностью не сведущий в теме человек, может достичь возможности жить без необходимости поглощать продукты. Предупреждение Главная цель моих усилий состоит в том, чтобы довести до сознания интересующихся информацию о методах адаптации тела для правильного функционирования без нужды в еде. Детальное рассмотрение процессов адаптации Детальное рассмотрение состояния тела, не нуждающегося в еде. Тем не менее, не считайте эту книгу инструкцией, которая провела бы вас по процессу адаптации к жизни без еды. Моя задача – лишь донести до вас информацию. Адаптация к жизни без еды – комплексный процесс, который, скорее всего, заставит вас расширить границы вашего сознания. Ищите более опытных в этом вопросе людей, спрашивайте совета, находите информацию. Тем не менее, помните, что каждый человек индивидуален и по-своему будет проходить через процесс адаптации. Каждому нужен индивидуальный подход, персональная чуткая работа. Каждый из тех, кто прошел такой процесс адаптации, прошел его по-своему, индивидуально, не похоже на других. Спросите себя. Я предлагаю вам хорошенько поразмыслить над этими вопросами и дать самим себе ответ. Первое. Почему почти все, что человек ест, позже выделяется из него фекалием, уриной, слизью, кожным салом, кровью, газами и прочим? Значит ли это, что совершенное человеческое тело – это машина для переработки съеденного в отходы? Почему нет болезней, причиной которых стало бы голодание или неедение? Отчего существует столько болезней, причина которых в еде? Почему так много болезней, часто мучающих человека годами, полностью исчезает после достаточно долгого голодания? Почему лечебное голодание статистически считается самым эффективным методом излечения болезней из доступных на Земле? Когда человек лечится от наркотической зависимости, алкоголь, никотин, кофеин, сахар тоже можно отнести к наркотикам, тело выдает часто неприятные реакции, обострения, клинические симптомы. Когда человек прекращает есть, тело реагирует таким же образом. Отчего симптомы так похожи? Когда человек возвращается к своим наркотикам, тело ведет себя так же, как во время возврата к еде после голодания. Отчего эти явления схожи? Исследования показывают, что некоторые люди могут жить без еды месяцы и годы. В то же время были такие, кто умирал от голода через две недели. Почему? Почему у двух людей одинаковой конституции и веса, но с разными пищевыми привычками? Один есть много, другой мало, один вегетарианец, другой мясоед и так далее. Одинаковые показатели здоровья. Почему те, кто старается есть здоровую пищу, все равно болеют? В то время, как существуют люди, которые питаются мусорной едой и не жалуются на здоровье. Люди и животные во время болезни зачастую теряют аппетит. Во время отказа от еды животное выздоравливает. Человек тоже избавляется от болезни, занимаясь лечебным голоданием. Причем гораздо быстрее, чем если бы лечился, продолжая есть. Почему тело так реагирует на голод? Может быть у вас тоже есть вопросы на эту тему? Сознание. Представьте себе нечто, что не имеет ни пространственного, ни временного, никакого бы то ни было иного ограничения. Вообще-то интеллекту не под силу полноценно представить себе, что такое сознание. Ибо любая попытка сразу же наталкивается на то или иное ограничение. Тем не менее, вообразите, что существует что-то, не ограниченное ничем. Сознание всемогущее, всезнающее, всеобъемлющее. Оно причина всех следствий. Оно творец всей материи, духа, всех процессов, жизненных, мыслительных и прочих. Оно творец жизни как таковой. Сознание есть в корне любого явления. Сознание – это все, что вы можете и не можете себе представить. Иными словами, сознание – это Бог, Абсолют, Провидение, Всемогущество, Причина Причин, Принцип, Вселенский Разум. Каждый может дополнить список этих могущественных имен и руководствовать своими представлениями о мироздании. Если представить сознание в виде графика, то можно поставить точку, обозначив ее как минус бесконечность. От этой точки исходят лучи в трех измерениях, в плюс бесконечность. Разумеется, это всего лишь попытка изобразить то, что нельзя изобразить. Но давайте договоримся, что этот график дает представление о бесконечности во всех измерениях. Такая попытка объяснить суть сознания мне видится более-менее успешной. Я. Что такое Я? Я, представляемое интеллектом, есть иллюзорная часть неделимого на самом деле сознания. Я – это единое целое с сознанием, и Я существует в нем так же, как капля существует в море. Я и сознание одно и то же, но наш интеллект их воспринимает по отдельности. Я – воображаемая часть сознания. Я не может существовать вне сознания и без него. И наоборот, капля в море состоит из морской воды, а море состоит из капель. В то же время Я – источник, первопричина, корень каждого существа. Я в каждом из нас, или вокруг каждого из нас, это не имеет значения. Я всемерно и ничем не ограничено. Сферы сознания. Сознание не имеет границ и нигде не заканчивается. Тем не менее, давайте представим, что в сознании есть некие разделы, назовем их сферами сознания, и наделим различными, но взаимозависимыми функциями. Таким образом, станет ясно, о чем я говорю, когда упоминаю, что человек живет в сфере сознания. Сфер сознания может быть неисчислимо много. Существование, эволюция, инстинкт, интеллект, интуиция. Визуально эти сферы можно представить так. Сознание не имеет границ, а следовательно, существо, живущее в сознании, так же ничем не ограничено. Оно существует самым гармоничным образом. Оно всемогущее, всезнающее и так далее. Ограничение сознания сферами делает сущность, живущую в этих сферах, загнанной в рамки, несовершенной, ограниченной. Возможности жизни в большей сфере превосходят возможности в меньшей. Например, минерал, представитель сферы существования, имеет меньше возможностей, нежели растение, представитель сферы эволюция. Далее, животное из сферы инстинкт, может и знает больше, чем растение, но меньше, чем человек, сфера интеллект. Можно предположить, что те, кто обитает в более высоких сферах, могущественнее, совершеннее, гармоничнее, чем люди. Так же эта схема дает представление об эволюции. Так же эта схема дает представление об эволюции. Эволюция означает расширение сферы сознания существа. Растение более развитое, чем кристалл. Животное более развитое, чем растение. Человек пошел дальше животных и так далее. В этом процессе существо развивается и эволюционирует в течение всей жизни, как сфера сознания, в которой оно живет, расширяется. Чем шире эта сфера, тем больше вещей существо способно понять, представить и совершить. В качестве примера можно рассмотреть интеллектуальное развитие человека, частично оцениваемое с помощью коэффициента интеллекта – IQ. Глядя на историю развития человека, можно заключить, что способности людей к пониманию, объяснению, воображению, творчеству и решению задач развивались на протяжении всего времени существования человека. Таким образом можно сказать, что интеллект, как сфера сознания, среднего жителя на Земле расширяется. С другой стороны, средний житель Земли действовал все это время в основном лишь в сфере интеллекта, поэтому не приобрел способности к действиям, выходящим за рамки этой сферы. Любая сфера есть ограничение. Если человек продолжает оставаться в сфере интеллекта, не развиваясь дальше, то есть не выходя на сферу интуиции, он не способен постигнуть реалии, существующие за границами интеллекта. Существа создаются и получают подходящие тела и определенные условия жизни в одной из сфер сознания. В сравнении с животным, человек имеет гораздо более чувствительное тело и более сложную организацию. Также тело человека содержит меньше минералов и больше воды, его энергетическая структура более развита. Животное имеет более сложное тело с меньшим количеством минералов по сравнению с растением. У камня самое твердое тело из всех трех, так как оно состоит почти только из одних минералов. Существа, живущие в сфере интуиции, обладают гораздо более тонкими телами, чем люди. В настоящее время для большинства людей эти тела невидимы, поэтому их считают нематериальными. Судя по всему, между сферами сознания не существует четкой границы. Возможным сферам нет числа, их количество ничем не ограничено, а это означает, что эволюция, расширение сферы сознания, происходит плавно, без скачков. В случае людей эволюция означает процесс расширения сферы человеческого сознания в интуицию. Такова эволюция, ни плоха, ни хороша. Каждое существо своей сутью, истоком или основой имеет сознание. Каждое существо – опыт несовершенства в отдельно взятой сфере сознания. Собственно говоря, само сознание и является тем, кто ставит, переживает эти опыты. Следовательно, эволюция – это игра, в которую играет сознание. Теперь вы лучше понимаете квинтэссенцию этой книги. Я есть сознание, а все остальное – мое творение. Инстинкт – это часть ума, состоящая из данных и программы. Программа – самостоятельно функционирующий организм, работающий в точности так, как он был создан. Программа не думает, она лишена эмоций и не делает вещей, для которых она не предназначена. Инстинкт – это обширная коллекция программ и данных. Инстинкт не думает, не рассуждает, не анализирует, не судит и не создает. Инстинкт запускает программы и бездумно собирает данные. Эти данные – все, собранное чувствами, зная об этом или нет, и сохраненное в памяти, большая часть этого забыта. Все обстоятельства, такие как а. Ситуации, например, поведение других существ, б. Факторы, температура, цвет, уровень звука, пространство, ц. Результат, созданный программой. В интеллекте находится огромное количество программ. Работа человеческого организма была бы без них невозможна. Честно говоря, без этих программ не было бы и самого тела, так как оно – прямой результат работы программ. Несколько примеров работы программ. Человек способен воспринимать с помощью органов и чувств и интерпретировать эти ощущения, таким образом может ощущать голод, жажду и сытость. Чистота сердцебиения, величина зрачка, количество пота контролируются автоматически. И реакции, основанные на рефлексах. Эмоциональная реакция человека – реакция программы на определенные данные. К примеру, когда вы что-нибудь видите или слышите, вы можете внезапно ощутить счастье, грусть, сожаление, симпатию или беспокойство. Все это – результаты влияния внешних факторов, то есть данных того, что вы видели или услышали, на программу, обслуживающую определенное поле личности. Другой пример. Вы одни дома, в нейтральном настроении, неожиданный стук в дверь. Открыв ее, вы видите любимого человека, который целует вас и нежно с вами говорит. Какие эмоции у вас это вызывает? Еще один пример. В нейтральном настроении вы входите в комнату, где кто-то немедленно начинает кричать на вас и всячески оскорблять. Какие эмоции возникают у вас на этот раз? Эмоции, возникающие в первом случае, отличны от эмоций, возникающих во втором, если только человек не контролирует их. Проще говоря, в каждом случае определенные данные вызывают определенный ответ рабочей программы. Способность контролировать эмоции и управлять ими своей волей – один из этапов на пути духовного роста. Когда ты контролируешь свои эмоции, ты можешь чувствовать себя счастливым в любое время, и ты можешь оставаться в этом состоянии сколько угодно, до тех пор, пока не решишь вызвать что-нибудь еще, например, грусть. Если вы пока что не можете делать этого, значит самые разные факторы, как, например, поведение окружающих, могут в любой момент зашвырнуть вас в океан эмоций, как ветер швыряет листок, куда угодно, что дальше. Интеллект. Интеллект – часть ума, которая творит. Интеллект работает следующим образом. Сначала он задает вопрос, затем считает, анализирует, пытается и так, и эдак, прикидывает, решает в разном порядке, до тех пор, пока в конце концов он не создаст ответ, решение. Этот ответ может содержать в себе следующий вопрос. То, что проходит с момента постановки вопроса и до нахождения ответа, называется временем. Время существует только в интеллекте. Интеллект не может находиться вне пределов времени. Интеллект сотворил время, поэтому оно существует и действует. За пределами интеллекта времени нет, следовательно, можно сказать, что время – это иллюзия интеллекта. Приблизительно так же дело обстоит и с пространством. Интеллект воспринимает и выстраивает мир биполярным. Это мир, в котором все имеет две противоположные стороны, в котором одновременно существует что-то и существует полная противоположность этому. Вопрос и ответ – хорошо и плохо, свет и тьма, холод и жара, простое, сложное, надежда, сомнение, совершенное, примитивное, любовь, ненависть. Кроме прочего, интеллект занимается поиском ответов на поставленные вопросы, построением воображения чего-то, чего еще не было ранее, изменением и комбинацией вещей, взятых из памяти, то есть из базы данных инстинкта или из чувств. Интеллект, противоположность инстинкту, не накапливает данные, потому что не способен помнить. Он только думает, перегруппирует и таким образом создает данные. Интуиция – это часть ума, которая знает все. Не задавая вопросов, не думая, не создавая и не ища. У интуиции нет вопросов. Если в какой-то момент появляется вопрос, в ту же самую секунду возникает и ответ на него. По правде говоря, самого понятия «момент» тоже не существует, так как время вместе с другими иллюзиями в интуиции отсутствует. Время, пространство и биполярный мир в интуиции не существует, так как является порождением меньше, чем интуиция сферы сознания и интеллекта. Интеллект не способен понять интуицию, так как интуиция является более широкой сферой сознания. Следовательно, интеллект не может понять, как работает интуиция. Интуиция включает в себя интеллект, как меньшую сферу. Таким образом, она способна понять его. Точно так же интеллект, содержа в себе инстинкт, понимает его, но не наоборот. Это объясняет, почему человек, представитель интеллекта на Земле, способен понять и объяснить, например, как работает организм или поведение животных, и почему животные не способны понять человека, если, например, попросить их решить математическую задачу или объяснить абстрактное понятие. Животное не может этого сделать, потому что сфера инстинкта уже, чем интеллекта. Теперь вы понимаете, почему человек, живущий в основном интеллектом, не способен понять ангелов или других существ, более развитых духовно, которые живут в основном интуицией. Действительно, люди не понимают их, но они понимают и любят людей настолько же, насколько люди понимают и любят животных. Поэтому, когда один человек пытается объяснить другому что-то, пришедшее интуитивным путем, так называемые духовные понятия, он может только философствовать. Несовершенство этой коммуникативной ситуации похоже на то, как если бы одна корова пыталась объяснить другое устройство человеческого интеллекта. Для большей ясности я дам еще три определения. Первое. Сверхсознание. Суперсознание. Все действия интуиции и их результат. Второе. Сознание. Все действия интеллекта и их результат. Третье. Подсознание. Все действия инстинкта и их результат. В большинстве случаев, в контексте вы по умолчанию можете заменять суперсознание интуицией, подсознание инстинктом, без дополнительных пояснений. Говоря о людях, я также использую понятие интуиции, интеллекта и инстинкта, как название составных частей ума. Таким образом, интеллект – это одна из сфер сознания, и в то же время часть ума, действующая описанным высшим образом. Каждое существо, включая человека, в сути своей есть сознание, которое ограничивает себя определенной сферой. Сказка о рыбке. Сначала я расскажу сказку, правдивую историю, которая станет прологом к последующему описанию человека. Как-то раз у меня была рыбка. Я решил испытать, что значит быть рыбкой. Как это? Что делает рыба? И почему? Что чувствует рыба? Может ли она жить без еды? Какие эмоции есть у рыбы? Мне хотелось найти ответы на эти вопросы. Я решил исследовать эту сферу. Я был любопытен и хотел поиграть. Сначала, в течение нескольких месяцев, я ежедневно проводил с рыбой несколько часов. Я наблюдал ее в разных ситуациях. Я многое узнал и понял о рыбе. Я мог уже написать книгу и стать авторитетом в области жизни рыб. Я видел все, что только можно, связанное с рыбами и их жизнью. Это был мой опыт, о котором в прошлом рассказывали мне люди. Так или иначе, только теперь, когда я увидел все это воочию, я мог сказать «Я знаю». Я больше ничему не мог научиться, наблюдая рыбу. Само по себе наблюдение не может ответить на множество вопросов, таких как, например, как рыба видит мир. Как она ощущает воду кожей. Как органы тела рыбы реагируют на изменение температуры воды. Как рыба ощущает трение воды в зависимости от скорости движения. Одно только наблюдение не могло дать ответов. Другие рассказывали мне, как это. Но для меня это была лишь информация об их опыте, пережитом на их собственном теле. Если я не сделаю этого сам, я никогда не узнаю, так как путь познания лежит через опыт. Я решил попробовать на себе жизнь рыбы. И для этого проник в тело рыбы. Я чувствовал, как на своей шкуре, все те вещи, что люди пытались объяснить мне. Наконец-то я знаю, как это, быть рыбой. На самом деле тогда я не мог сказать, что действительно знаю, что значит быть рыбой. Я был в теле рыбы, это правда. Но я знал, что я не рыба. Я испытал все, что можно испытать, наблюдая за рыбой. И находясь в рыбьем теле. Но я не постиг эмоций рыбы. Точно, эмоции, вот суть жизни рыбы. Интересно, что чувствует рыба, когда щука собирается ее съесть. Или когда другая рыба пожирает ее мальков. Как я мог испытать весь спектр эмоций и мыслей рыбы? Пребывания в теле рыбы недостаточно, потому что я знал, что я не был рыбой. Это была лишь игра. Когда я играю, я понимаю, что это всего лишь игра. Люди рассказывали мне о ментальной и эмоциональной жизни рыбы. Но для меня это по-прежнему было лишь информацией. Я решил войти не только в тело, но и в ум рыбы. И забыть, что я не рыба, что я только играю. Я сделал это и прожил целую рыбью жизнь, не зная, что я не рыба. Только после этого мой опыт жизни рыбы стал полным. Все, результаты наблюдений, ощущения от жизни в рыбьем теле, пережитые эмоции, составило мой опыт. Только завершив все стадии эксперимента, я мог сказать, что я знаю жизнь рыбы. Потому что я ее прожил. Теперь я мог объяснить это другим людям, точно так же, как они пытались раньше объяснить мне. Так или иначе, я знал, что люди, не имеющие такого опыта, как мой, не поймут меня. Более того, найдутся люди, отрицающие все, что я говорю и требующие доказательств. Каким образом я собираюсь им доказать все, что я пережил? У них нет этого опыта. Они не открылись ему, потому что решили просто послушать мою информацию. Я знаю, они не способны понять меня. Поэтому я не собираюсь убеждать их или что-то доказывать. Я могу только дать информацию, которую они могут проверить сами, если захотят. Понимаете ли вы, что я только что описал человека? Что он есть и что он делает? Знаете ли вы, что вы точно такая же рыба, герой игры, созданный я? Будучи человеком в этот раз, вы до определенной степени уже знаете, что делает и что ощущает человек. Человеческий опыт в выбранной форме человеческого тела и в обстоятельствах расположения, пространстве, образе жизни. Человек знает, что он не рыба, что он просто использует рыбий ум и тело для постижения жизни. Другими словами, чтобы поиграть. Рыба ли я или кто-то еще? Что такое человек? Я – центр, корень, первопричина, суть и так далее. И одновременно творец всех остальных составляющих человека. Я представляется нам как бы отдельной и независимой частью сознания. В то же время я содержит в себе все составляющие человека, так как все элементы существуют только в уме я. Поскольку я – часть сознания, я обладает всеми свойствами сознания, к примеру, всемогуществом и всевидением. Поэтому вы можете задаться вопросом, что может хотеть я, будучи совершенным, способным сделать все, что угодно, имея и зная абсолютно все. Конечно же, интеллект, ограниченная сфера сознания, не способен понять этого. Но может только философствовать о материи, примерно как я сейчас. Чего желает я? Ответ прост. Я играет в игру, которую саму же и придумала. Поскольку я знает, имеет и способна сделать все, что угодно, ему не нужно ничего. И оно может выбрать, например, игру. Эта игра называется «Опыт». И для того, чтобы быть максимально успешной, должна выглядеть как очень реальная вещь. Чем меньше вещей и ситуаций выглядят неискусственными, тем лучше игра. Я может творить обстоятельства, ограничивая определенную сферу сознания, которая максимально подходит к условиям данной игры. В случае, если выбранная игра называется «Опыт жизни на земле человеческого существа», я, помимо прочего, создает следующие инструменты, необходимые в данной игре. Первое. Ум, состоящий из интуиции, интеллекта и инстинкта. Второе. Довольно сложную структуру, называемую телом, которая состоит из материального тела и множества других элементов, также называемых телами. Третье. Обстоятельства и условия опыта. Например, жизнь в маленьком городке на земле. Создав все необходимые компоненты, я переживаю то, что называется эволюция от несовершенства к совершенству. Или духовное развитие. Это весьма интересная игра, когда существо, совершенное по своей сути, не знает этого, думая, что оно несовершенно и изо всех сил стремится к совершенству. Я, сознание, все остальное – мое творение. Сейчас вы знаете, откуда взялась главная идея этой книги. Свет. С большой буквы «С». Знаете ли вы, откуда взялись и что означает выражение «жить светом», «жить на свете», «питаться светом»? И что вообще такое этот свет? Из моих предыдущих объяснений вы уже знаете, что такое сознание. Теперь вообразите нечто, где сознание полностью отсутствует. Нечто вроде прямой противоположности сознанию. Давайте назовем это тотальным отсутствием сознания – ТОС. Разумеется, невозможно представить ТОС так же, как невозможно представить сознание. Сама попытка уже ограничивает то, что безгранично и невообразимо. Это как нарисовать бесконечность. Когда я объясняю тотальное отсутствие сознания с помощью интеллекта, я обычно представляю себе полную кромешную тьму. Когда в этой тьме появляется сознание, это выглядит как вспышка света. Это и есть свет. Другими словами, процесс возникновения сознания в ТОС внешний наблюдатель мог бы описать как возникновение вспышки света. Итак, свет – это проявление сознания. Каждое живое существо – это проявление ограниченной сферы сознания. Чем шире сфера, тем больше света проявляет существо. Сознание – это корень, суть, начало всего сущего. Сознание проявляет себя настолько, насколько ум существа позволяет это. Таким образом, чем шире сфера сознания, в которой обитает существо, тем ярче свет, излучаемый им в темноте. Как вы уже поняли, каждый человек, так же, как и любое другое существо, живет светом. Свет порождает и поддерживает жизнь. Когда вы это ощущаете, вы обычно говорите, что чувствуете любовь. Свет и любовь – проявление сознания. Разница не в материи, но в способе, которым существо способно воспринимать их. Свет – то, что существо видит. Любовь – то, что существо чувствует. В общем, вы уже живете светом, и более того, жили им всегда. Если вы хотите жить светом, просто позвольте себе чувствовать, что вы живете им. Недостаточно понимать это интеллектом, но однажды почувствовав, вы уже знаете это, и это становится вашей реальностью. И вы узнаете о том, что именно вы творец своей жизни. Сейчас закройте глаза, полностью расслабьтесь. В течение какого-то времени вы видите и ощущаете полную темноту. Затем позвольте себе увидеть свет. Увидев его, обратитесь к своим ощущениям. Что вы чувствуете? Любовь? Скажите себе и по-настоящему почувствуйте это. Я – сознание. Источник света, любви и жизни. Влияние социума. Однажды, в самом начале моего эксперимента с неедением, моя жена сказала мне, «То, что ты делаешь, противоестественно». Прежде чем ответить, я внезапно осознал, что в ее утверждении довольно много правды. Почему? Прежде чем я отвечу, пожалуйста, подумайте о трех случаях, приведенных ниже. Первое. Ребенок, рожденный в социуме людей, которые едят, просит есть с момента рождения. Ребенок должен питаться, иначе его тело не будет получать питательных веществ и прекратить работать, умрет. Не давать еды ребенку было бы актом противоестественным. Второе. Ребенок, рожденный в обществе людей, которые едят, и родители которого не едящие, но не люди, принуждающие себя жить без еды, будет меньше просить еды, чем в первом случае. Третье. Ребенок, рожденный в обществе неедящих, не будет есть с самого начала. Следовательно, он не должен получать никакой еды. Кормление ребенка было бы поступком противоестественным. Понимаете, в чем различие? Можно предположить, что это что-то, связанное с инстинктом ребенка, с программами, ответственными за отношения между человеком и материей, называемые пищей. С момента зачатия каждый человек находится под влиянием социума. Самое большое влияние на инстинкт ребенка, пока он находится в утробе, оказывает мать, затем отец, другие члены семьи и люди, с которыми мать проводит большую часть своего времени. Если все они люди, которые питаются нормально, не стоит ожидать, что инстинкты, которые сформировались у ребенка в утробе, будут отличны от доминирующих в обществе. Поэтому биологическая природа рожденного ребенка будет такой же, так как является результатом влияния, оказываемого на личность в течение всего периода беременности. Привычки человека, связанные с едой, формируются еще в утробе и могут быть изменены позднее. Похожие процессы происходят в течение всей жизни после рождения. До тех пор, пока ребенок не повзрослеет, его диета зависит от общества, в котором он живет. Новорожденный обладает инстинктом, запрограммированным таким образом, который позволяет его уму и телу работать правильно. Набор этих программ составляет его природу. Действия, противные этой природе, влекут за собой нарушения и в экстремальных случаях смерть. Вывод прост. В следующий раз, когда вы решите родиться на земле и быть неедящим, выбирайте подходящих родителей и окружение. Социальное программирование не ограничивается лишь родителями и другими людьми, с которыми контактирует человек. Своё влияние оказывает образование, среда окружения, цвета, звуки, климат, потребляемая пища, игры и так далее. Всё это непрерывно программирует инстинкт человека. Вы, наверное, догадываетесь, насколько успешно может быть использован манипуляторами инструмент социального программирования. Понимая механизмы реакции запрограммированных ответов на конкретные стимуляторы, данные, легко манипулировать людьми, в первую очередь их эмоциями, таким образом, чтобы они думали, говорили и действовали в соответствии с желанием манипулятора. Желание, страх, желание любви, зависть, сострадание, стремление к власти, желание наказывать и другие факторы, влекущие за собой эмоциональные реакции, могут быть использованы заранее, спланированным образом. И тогда люди, в соответствии с собственной волей, делают ровно то, что нужно манипулятору. Инстинкт – это набор программ, а манипулятор – программист, который знает, как незаметно воздействует на человека, чтобы тот выполнил ожидания манипулятора и ещё остался благодарен. Люди, голосующие на выборах, являются ярким примером результата манипуляций. Обратите также внимание на рекламу, упаковку товаров, внутренние устройства супермаркетов и офисов, заявления политиков и журналистов и так далее и тому подобное. Слушайтесь и почувствуйте эмоции, которые всё это в вас вызывает. Думаете совпадение? Чем больше вы думаете своей головой, тем более осознанно вы делаете, что бы то ни было. И чем больше внимания уделяете социальному внушению, тем более ясна вам подноготная и тем больше вы понимаете, насколько сильно влияние оказываемо на мысли и разговоры и поступки людей. И теперь вы действуете самостоятельно, не повинуясь шаблонам, заложенным в инстинкте. Всё более и более независимо. Эмоциональные состояния, возникающие в вас, всё более подчинены вам. Вы сами решаете, какой из них хотите ощутить сейчас. Они уже не являются результатом программ, заложенных в инстинкте. Имейте в виду, что человек, который не понимает или не контролирует свои инстинкты, отвечающие за программы, управляющие отношением к пище, не может стать неедящим, не может быть неедящим. Такой человек всё ещё раб своих инстинктивных программ. Перепрограммирование. Инстинкт – часть ума, которая создаёт, помимо прочего, материю, в том числе человеческое тело. Функции тела зависят, также инстинкт отвечает за взаимоотношение тела с внешней материей, частью которой является еда. Инстинкт человека, который нормально питается, располагает набором программ, активизирующих все процессы, связанные с едой и питанием. Мне кажется, нет нужды объяснять, как всё это работает в случае с обычным человеком. Довольно много зная об инстинкте, мы уже можем прийти к заключению, что для того, чтобы стать неедящим бритерианцем, прежде всего надо изменить программы, связанные с пищей. Для среднего землянина результат работы этих программ выглядит примерно так. Если определённая субстанция, называемая едой, поступает в организм через пищеварительную систему, в определённом количестве заданное время тело работает. Если же изменить что-то в системе, к примеру, сильно уменьшить количество или изменить время принятия пищи, организм станет работать с нарушениями, в крайних случаях возможно прекращение всех жизненных функций. Поэтому, чтобы сделать тело независимым ни от еды, ни от времени, ни от количества, нужно изменить программы так, чтобы они работали следующим образом. Независимо от поступления или не поступления субстанций, независимо ни от времени, ни от количества, тело работает правильно. Инстинкт постоянно поддерживает организм в рабочем состоянии, и теперь человек, по сути, является неедящим. Человек, предпочитающий начать с изменения диеты и ещё не решивший стать неедящим, может изменить программу следующим образом. Тело получает только растительную пищу, работая при этом нормально. В этом случае человек является веганом. Также можно изменить программу таким образом, чтобы организм успешно работал только на овощных и фруктовых соках, такой человек, питающийся жидкостями. Как изменить направление работы программ? Как удалить ставшую ненужной программу? Как создать новую? Методы, используемые для исполнения подобного рода решений – визуализация, гипноз и внушение. Откуда в организме энергия? Коротко и доступно. Принимая во внимание механические, энергетические и химические аспекты жизнедеятельности организма, можно сказать, что он управляется как минимум четырьмя системами – пищеварительной, дыхательной, кожной и системой желёз. Если бы я рисовал таблицу процентного соотношения того, какие системы в какой степени контролируют организм среднестатистического жителя Земли, если это вообще поддаётся определению, она выглядела бы примерно так. Около 20% – пищеварительная система, 45% – дыхательная система, 35% – кожная, около 1% – иммунная. В сумме это даёт 101%, поскольку даны приблизительные значения. Также зависит от конкретного человека, пропорции могут довольно сильно различаться. Можете считать, что это оценочное графическое представление соотношений между системой внутричеловеческого организма. Не считайте это точными научными данными. Кроме того, пропорции варьируются. Это зависит от образа жизни человека. К примеру, пищеварительная система неедущего и к тому же не пьющего человека работает на 0%, а иммунная – в промежутке от 1 до 100%. В случае очень мало едящего человека, который регулярно упражняет дыхание и подставляет своё тело солнечным лучам, эти пропорции будут отличны. Кожа – около 45%, дыхание – 50%, пища – 1%. Остальное же является прямой трансформацией света, праны, в материю. Вы, возможно, испытали это на себе, когда вы посвящаете больше времени духовным упражнениям, меньше хочется есть. То же самое происходит, когда вы занимаетесь хатха-йогой, делаете энергетические упражнения или проводите много времени на солнечном пляже. Солнечным летом человек обычно испытывает меньше чувства голода, чем пасмурно зимой. Поэтому мы легко можем заключить, что когда иммунная система организма развита достаточно хорошо, тогда мы теряем необходимость не только в еде и питье, уменьшается даже потребность в дыхании, в солнечном свете, снижается и реакция на изменение окружающей температуры. Сейчас я кратко опишу контрольные системы человеческого организма. Пищеварительная система Это одна из наиболее знакомых нам систем, которые трансформируют твердые жидкие субстанции, называемые едой, пищей, питанием. Они удовлетворяют человека своим видом, запахом и вкусом, и главным образом ощущением наполненности желудка. Кроме того, после еды пропадают ощущения голода и жажды. Это явление типично для любой зависимости. Общепринятое научное понимание и объяснение того, как потребленные субстанции сообщают энергию тела, таково. Съеденная еда расщепляется пищеварительным соком и энзимами на более простые субстанции, в основном состоящие из химических элементов, таких как глюкоза и аминокислоты. Затем из этих веществ организм синтезирует, создает то, что ему необходимо для выделения жизненной энергии, той, что используется, например, для движения мыслительного процесса обогрева тела. Далее просто и очевидно. Потребленные субстанции сообщают телу энергию и строят материю. Таким образом, в том, что касается энергии, тело можно сравнить с автомобилем или локомотивом, в котором сгорающее топливо выделяет энергию, которая движет всю машину. Некоторые люди задаются вопросом, действительно ли съеденный хлеб или выпитый фруктовый сок строят тело человека и сгорают, как уголь или дрова, отдавая энергию. И почему разные люди, несмотря на разное по составу и количеству питания, весьма похожи размерами и весом. Это происходит, если их образ жизни, окружение, занятие, физическая активность схожи. Другой пример из жизни. Если человек, съедающий в день только пару кусочков хлеба и выпивающий пару чашек кофе, не теряет ни грамма, его ровесник же съедает в день 6 кусков хлеба, 2 балки колбасы, пол-литра молока, 3 стакана чая, пирожные, фрукты и еще что-нибудь, и остается при этом худым. Они одного роста и в равной мере физически активны. Возможно, вы приведете много схожих примеров. Если нет, просто оглянитесь вокруг и сравните людей таким образом, как это только что сделал я. Эти примеры наглядно свидетельствуют, что связь между количеством потребленной пищи, ее составом и видом тела, а также количеством жизненной энергии не абсолютно. Почему это так? Если большее количество еды дает больше жизненной энергии, то люди, которые едят больше, должны чувствовать себя более энергичными. Существует даже так называемая энергетическая ценность пищи, эффективный инструмент манипуляции людьми. Такое-то количество жира содержит столько-то калорий, такое же количество молока меньше, сахарозы больше и так далее. Но почему, съев большое количество сахара с жиром, человек чувствует себя значительно хуже, чем если бы он выпил столько же фруктового сока или воды? Почему после обильного сытного обеда человек вместо того, чтобы лучиться энергии, ленив и слаб? С детства мы слышим «Больше ешь, чтобы быть сильнее». Очень жаль, что дети с самого раннего возраста обмануты этим утверждением, что позже оборачивается для них огромными страданиями, болезнями, старением и ранней смертью тела. Кроме того, принуждая ребенка есть, вы причиняете ему огромный вред. Забота о том, чтобы он съел с тарелки все до последней крошки, вредит организму человека, которого вы любите. Это также является причиной почти необратимых изменений в психических и физических структурах ребенка. Эти изменения влияют на психическое и физическое здоровье человека на протяжении всей его жизни, которое в таком случае укорачивается. Короче говоря, принуждая ребенка есть больше, чем он хочет, вы травмируете его организм. Позвольте ребенку решать самому. Не волнуйтесь, он не умрет с голоду, ровно как и не будет переедать, если только такая программа не была встроена заранее. Вы должны лишь оберегать его от ядов, вроде сладостей, чипсов и всего жареного, копченой и приготовленной на гриле еды, а также молока животных, включая все его производные. Возвращаясь к вопросам выше, ответ прост и для многих людей поразительный. Поглощение еды не дает телу энергии. Наоборот, вся съеденная пища требует от организма энергии для ее разложения, нейтрализации и вывода. То есть организм использует собственную энергию для трансформации и выделения всего того, что человек отправил в пищеварительный тракт. Другой ответ также довольно удивителен. Съеденная еда не создает клетки человеческого тела. Она влияет на то, как они построены и как работают, но не строит их. Организм не строит клетки непосредственно из потребленной пищи. Что же делает организм со съеденной едой? Если он работает как следует, он просто целиком выводит еду. Он выводит бесполезные ядовитые вещества с испражнениями мочой, потом, слюной, жиром, кровью, дыханием, волосами, ногтями, эпидермисом. Но если с организмом что-то не в порядке, для нынешней цивилизации это нормально, сейчас почти нет здоровых людей, то он поступает иначе с некоторым количеством поглощенной еды. Часть ее консервируется, например, жир, гликоген. Другая часть откладывается в сторону для последующего удаления субстанции, которым необходимо больше энергии для вывода, например, тяжелые металлы. Похоже, человеческий организм – машина, производящая и выделяющая отходы, которые загрязняют окружающую среду. Это соответствует закону изменений в природе. Чем больше человек ест, тем меньше у него жизненная энергия, тем быстрее стареет и изнашивается организм. Любая машина со временем выходит из строя, и организм человека не исключение. Продолжая и о том, что происходит со съеденной материей. Она разлагается на разнообразные химические компоненты, которые попадают в кровь и циркулируют по всему телу, вместе с кровью поступая к клеткам. Каждый из этих компонентов содержит информацию, которая влияет на работу клеток. Клетки находятся под влиянием информации, содержащейся в съеденной материи. Информация – это программа. Клетка, находясь под влиянием программы, может производить то, что ей нужно для жизни. Протеины, минералы, воду и так далее. Так, химические компоненты, произведенные из того, что человек ест и пьет, поступают в клетки, играя роль катализатора, производящего определенную реакцию. Поэтому поведение и внешний вид человека зависит от того, что он ест. Субстанции, поступающие клеткам, катализируют реакции, которые являются либо полезными, либо вредными для организма человека. Чем больше неполезной информации поступает, тем раньше клетка умирает. Чтобы нормально работать, человеческому организму в день нужно несколько тысяч химических компонентов и элементов, каждый в правильное время и в правильном количестве. Если они не поступают, функции организма нарушаются, это называется болезнью. Из-за них тело быстрее изнашивается и умирает. Вы думаете, что с едой можете поставить в организм все необходимые вещества в нужное время и в нужных пропорциях? Это практически невозможно, не так ли? К счастью, организм может синтезировать их напрямую из света или чего-нибудь еще при условии невмешательства человека. Дыхательная система Это, конечно, легкие, которые снабжают организм воздухом и удаляют газообразные субстанции. В основном диоксид углерода, которые являются продуктом трансформации материи. Легкие, выполняя также другую важную задачу, обеспечивают организм праной. Прана – базовый строительный элемент, создающий материю, который необходим для материализации жизни даже самой крошечной частицы атома. В соответствии с изначальным определением, прана – то же самое, что и свет. Но после более детального анализа можно сказать, что прана – продукт света. Это первая материя, произведенная самоконденсацией света. Прана находится везде и поступает в легкие вместе с воздухом. Таким образом тело живет. Без праны человек не мог бы жить, если бы не… Но это уже совсем другая история. Существуют дыхательные упражнения, широко известные в йоге – пранаямы, в которых правильное дыхание заряжает организм большим количеством жизненной энергии. Эти упражнения, правильно выполняемые, могут вылечить психику и тело. Некоторые из них особенно полезны во время голодания и неедения. Кожа. Кожа – самый большой орган человеческого тела. Кожа, как и легкие, несет дыхательную функцию – газообмен и поглощение праны. К тому же кожа поглощает солнечное излучение, а значит в ней происходят процессы фотосинтеза. Кожа синтезирует и поставляет в тело ряд элементов, к примеру, витамин D. Также кожа выполняет функции детектора, различая температуру, влажность, плотность, состав и прочие качества предметов и сред, с которыми контактируют. Через кожу в тело могут попадать газообразные вещества. Это функция ухожая, сходна с подобной функцией кишечника. Благодаря коже тело может избавляться от различных сверхлетучих веществ, то есть кожа еще и орган выделения. Газы, пот, кожное сало, слизь, все то, что заставляет кожу специфически пахнуть, это вещества, с которыми выводятся токсины. Из вышесказанного можно заключить, что наносимая на кожу косметика, кремы, шампунь, губная помада, пудра, поглощаются кожей, а следовательно и телом. Эти чужеродные продукты попадают в кровь и отравляют организм, заставляя иммунную систему работать над их удалением. Часто бывает так, что косметические продукты оседают накопления могут стать причиной болезней. Так что прежде чем нанести на кожу что-то, подумайте, к примеру, готовы вы выпить шампунь, который собираетесь нанести на кожу головы. Не причинит ли это вам неприятности? Если нет, то для кожи и для матья волос он подойдет. Тоже с кремами и прочей косметикой. Если она несъедобна, то и коже она не подходит. Система прямого восприятия. Шишковидная железа. Шишковидная железа это орган внутренней секреции, располагающийся примерно в центре головы. Эта железа полностью активная с рождения, с возрастом постепенно атрофируется, уменьшаясь до размеров горошины. Считается, что шишковидная железа играет незначительную роль в общей эндокринной системе организма. Однако вот вам любопытный факт. Шишковидная железа это единственный орган человеческого тела, который никогда не болеет. Нормальный размер развитой не атрофированной шишковидной железы с мячик для пинг-понга. В таком состоянии она полностью включена в работу и позволяет человеку обладать такими качествами, о которых обычно фантазируют. Телепатия, ясновидение, расширение области восприятия мира, жизнь без еды, питья, дыхание, без зависимости от температуры окружающей среды, перемещение между измерениями, умение изменить вид, размеры и плотность физического тела. Так называемые духовные или психологические упражнения могут сделать шишковидную железу более активной и увеличить ее. Исследования, проведенные с помощью компьютерной томографии, показали, что у некоторых неедущих размер этой железы примерно вдвое превышает стандартные показатели среднего жителя Земли. Питание тела через систему прямого восприятия это естественнейший путь питания. Тело сотканное из света и наилучшим образом для него было бы светом же и праной и питаться. Чем активнее работает шишковидная железа, тем меньше телу требуется энергия из других источников. Шишковидная железа напрямую показывает насколько расширена сфера сознания, в которой живет человек. Такое явление, как экстрасенсорное восприятие, зависит от работы этой железы. Если она развита должным образом, человеку больше не требуются физические ощущения, ибо канал прямого восприятия дает куда больше информации. Человек может быть физически слеп и глух, но с помощью шишковидной железы он может видеть и слышать гораздо больше, чем здоровые люди. Следует знать, что стимулировать физический рост одной лишь шишковидной железы нельзя. Ее рост должен идти вместе с ростом гипофиза. Обе эти железы дополняют друг друга функционально, так что лучше, чтобы они развивались совместно. В идеальном случае эти железы срастаются в одну, напоминающую по форме знак бесконечности. Подводя итог, можно сказать, что проявление активности шишковидной железы прямо показывает, насколько человек может питать свое тело и строить его из света. Очищение тела В человеческом теле существует сложная система очистки. Удаление отработанных и отравляющих элементов происходит при помощи фекалий, мочи, дыхания, потоотделения, выделения слизи, кожного сала, а также идет через лимфу, кровь, слезы, волосы, ногти и эпидермис, отшелушивающиеся частички. Человеческое тело подобно машине, которую производят отходы, вырабатываемые из того, что человек потребляет. Функционирование машины, называемой человеческим телом, зависит от эффективности системы очистки. Тело работает правильно. Но если тело, а так чаще всего и бывает, не в состоянии переработать и удалить вещества, попавшие в него извне, в слишком больших количествах, ему приходится аккумулировать их. Тело аккумулирует их в подкожном жире, печени, гликогене, в мышечных волокнах, в кистах разного происхождения, в опухолях, в костях, в костном мозге и в головном мозге. Тело человека, потребляющего много еды, в особенности наполненное токсинами, дышащего нечистым воздухом, пьющего грязную воду, серьезно отравлено. Его очистительная система не в состоянии справиться с загрязнениями. Она работает постоянно и не успевает очищать тело, оно загрязняется быстрее. Нужно давать телу отдыхать, к примеру, дышать чистым воздухом, чтобы у системы очистки была возможность удалить грязь. Накопленные вещества, проще говоря, токсины, самая частая причина заболеваний. Вот почему голодание, в особенности сухое, самый эффективный метод оздоровления известен на земле. Правильное голодание творит чудеса. Оно избавляет человека от неизлечимых заболеваний. Эта информация так проста, что ее способны понять даже младшие школьники. Отчего же образованные доктора ничего об этом не знают? Если они не знают, как вылечить человека от болезни, они объявляют эту болезнь неизлечимой. Но неизлечимых болезней не существует. Существуют люди, составляющие большинство, которые не умеют лечить болезни. И это большинство создает общественное мнение, миф о неизлечимости. Однако не нужно быть доктором наук, чтобы понять, что отравленное тело нуждается прежде всего в отдыхе от еды, от продолжающегося отравления. Ему нужно дать время, чтобы оно могло справиться с отходами, которые уже накопились. Введение в организм химических веществ, называемых лекарствами, одна из распространеннейших ошибок человечества. И это лишь от незнания. Большинство этой химии вредит еще больше. Как работает система очистки среднестатистического жителя западного мира, где люди не мучаются от голода, а напротив имеют избыток еды? Давайте сравним ее с двигателем автомобиля. Если обороты двигателя не превышают 2-3 тысячи оборотов в минуту, то такой мотор будет служить долгие годы без проблем. Но если заставить двигатель среднего жителя запада можно сравнить с мотором, крутящимся на максимальных оборотах. На самом деле это чудо, насколько сильна человеческая система очистки. Человеку не под силу построить самому такую же выносливую машину, как он сам. Система очистки состоит в основном из печени, почек, кожи, легких и толстого кишечника. Переедание перегружает все органы. Это причина рака кишечника, рака печени, кожных опухолей, самых распространенных заболеваний сегодня. Перегруженный орган рано или поздно откажет. Нагрузка, которую дают люди своим органам превышает возможные 100%, а для эффективной работы она должна быть не больше 70%. Но лучше всего не нагружать органы очистки более чем на 50%. Исследования доказывают, чем больше человек ест, тем хуже его здоровье, тем чаще он болеет, быстрее стареет и раньше умирает. Система утверждает, что снижение потребления пищи наполовину дает увеличение продолжительности жизни как минимум на 20%. Если средне-западный житель сократит потребление еды в четверо, а некоторым бы не повредило и в 10 раз, то продолжительность жизни в 120 лет стала бы статистической нормой. Польская поговорка «Все, чего много, то нездорово». Это факт. Но факт также, если чего-то слишком мало, то это наносит ущерб. Для каждого есть свое разумное количество еды. В связи с этим вам лучше бы не так серьезно относиться ко всем этим таблицам, показывающим отношение веса, тела и калорийности еды. Гораздо лучше использовать метод осознанного потребления пищи, чтобы определить для себя три фактора что, сколько и когда тело должно потреблять, чтобы работать правильно. Обобщение в данном случае приносит больше вреда, чем пользы. Неедение и жизнь без еды. Я надеюсь, что вы не станете насиловать свое тело, лишая его пищи, если только речь не идет о лечебном голодании. Пожалуйста, хорошенько обдумайте ниже следующие факты. Они не являются широко известными, и их полезно будет узнать тем, кто собирается стать неедящим. Еда как таковая и процесс еды само по себе нехорошо и неплохо. Это лишь один из материальных аспектов жизни на Земле и иных планетах. Это часть жизни как явления, и она присутствует в иных измерениях, где тоже живут люди. Это лишь функция, помогающая живым существам получить определенный жизненный опыт. Если опыт получен, те или иные условия становятся ненужными, и они занимают все меньшее и меньшее места в жизни человека, пока не будут отброшены естественным путем. Попытки избавиться от этих условий насильно создают дисгармонию и не позволяют в полной мере насладиться жизнью. Жизнь без еды это не борьба с собственным телом. Истинное состояние неедения приходит само, как результат расширения той сферы сознания, где человек обитает. То есть мы говорим о духовном росте, о продвижении вперед. Прежде всего неедение дает вам выбор. Я могу выбирать, ем я или нет, в любом случае мое тело не нуждается в физической пище. Если я ем, я делаю это по какой-то причине, не связанной с получением питательных веществ или энергии и поддержания жизни в теле. Я ем за компанию, потому что хочу испытать вкус или почему-то еще. Однако если я полностью решил отказаться от еды, то желание поесть и не возникает, или я четко понимаю, что еда и питье причиняет моему телу дискомфорт. Несмотря на то, что неедение есть главный признак жизни без еды, тем не менее, это не главная задача, это атрибут, но не цель. Неедущий это не аскет, умертвляющий плоть отказом от пищи, которая ему все-таки нужна. Настоящему не едящему не требуется пища для поддержания тела в совершенной форме. Неедущий имеет преимущество выбора оставаться без еды совсем или поезд для удовольствия, но не от того, что еда для него необходима. Время или жизненные обстоятельства никак не влияют на отношение к еде. Это главная разница между едящим и неедущим. Возможность выбора. Неедущие время от времени пьют воду, чай, кофе и другие напитки. Некоторые раз в какое-то время, скажем раз в несколько недель, съедают кусочек шоколада, печенье, сыр, какой-нибудь овощ или что-то еще. И это не диета, а радость, которая доставляет жизнь без еды. Тем не менее, даже если вы не едящий, это не значит, что вы можете всю жизнь оставаться таковым без вреда для тела. Бывает и так, множество подобных случаев описано в житиях святых, что после нескольких лет воздержания от пищи, человек возвращался к обычному пищевому поведению. Также бывают и временные возвраты к еде на период нескольких дней или недель на фоне продолжительного неедения. Как обычный человек может поститься или голодать время от времени, так же и неедящий может время от времени возвращаться к еде. С точки зрения человека стремящегося к жизни без еды, основное преимущество неедения это свобода от самого мощного заземляющего привязывающего к материи фактора физической пищи. Отказ от еды очень похож на отказ от наркотика. Жизнь без еды лишь ступень, одна из многих на пути духовного роста, на пути повышения вибраций, на пути расширения сферы сознания. Употребление пищи как таковое не есть необходимый опыт для массы существ исследующих жизнь. Согласно определению, человек который регулярно питает свое тело жидкой пищей, такой как соки, бульоны, молоко, сладкий кофе и которому необходим тип еды не неедящий. Он жидкостник, человек находящийся на жидкой диете. Лечебное голодание, посты, ограничения в еде это пути достижения, к примеру похудение, оздоровление, отправление религиозных ритуалов. Это не путь к неедению. В эти периоды человек не потребляет пищу, но через время возвращается к своему обычному состоянию и ест как ел. Обычный человек в такие периоды чувствует голод, в состоянии неедения голода нет. Человек заставляющий себя воздержаться от пищи, к примеру для того, чтобы доказать себе и окружающим, что он проноед, тоже не неедящий. Так можно навредить своему телу, довести его до истощения и в конце концов умереть. Важно помнить, что путь к неедению лежит через духовный рост. Для людей, которые решили достичь этого состояния, есть несколько вспомогательных методов, ниже я опишу некоторые из них. Как это возможно? Ответ на этот вопрос мог бы занять целую книгу, философскую, религиозную, эзотерическую и даже остро научную. На самом деле, мне бы хотелось разобраться в феномене неедения с научной точкой зрения. Точное знание о том, как и почему человек может с легкостью обходиться без еды достойно Нобелевской премии. Надеюсь, когда-нибудь найдутся ученые, достаточно свободомыслящие, смелые и независимые, которые дадут человечеству подобающее обоснование предмета. Так как же человек живет без еды? Как насчет закона сохранения энергии? Из чего строятся новые клетки? Эти и другие вопросы задают люди, которые хотят разобраться и люди, которые хотят доказать, что жизнь без еды невозможна. Прежде всего, я не собираюсь ничего никому доказывать, ибо не вижу в этом необходимости. Я могу дать короткие объяснения, это для тех, кому обязательно нужно подвести интеллектуальную базу под обсуждаемую тему. Объяснение для свободомыслящих. Наука только потому и существует, что еще есть, что открывать, описывать и изучать. Есть многое на свете друг Горацио, что и существовали, существуют и будут существовать, вне зависимости от того, верим мы в них или нет. В прошлом люди верили, что земля плоская, что вокруг нее вращается солнце, что предметы тяжелее воздуха не могут летать и так далее. Люди, утверждающие обратное, признавались глупцами, а некоторые еще и пострадали от своих суждений. Тем не менее, самим явлением, о которых велись споры, было все равно, что там думают и говорят люди. Эти явления были созданы и существовали помянулись тех или иных феноменов. В наши дни происходит то же самое. Люди не верят в то, чего не знают, но стоит им узнать, что-то наверняка они меняют свою точку зрения. Такова человеческая природа. Важнее всего тот факт, что на земле издревле жили люди, которым не нужно было есть. Если какие-то люди могли и могут жить так, значит и остальные в принципе имеют такую способность. Нужно только понять, как настроить свой организм подобным образом. Объяснение для эзотериков. Всепроникающий свет, прана, энергия, чи, ки, аргон, эфир, квантовые поля, из которых создано все во вселенной, поддерживают жизнь в человеке, который отказался от пищи. Я есть источник этого света. Все, что нужно человеку, создается из света. Одно из условий нормального существования физического тела без физической подпитки – модификация некоторых программ на уровне инстинкта. Инстинкт контролирует метаболизм и формирует физическое тело человека. Ум и тело человека – суть набор программ, созданной частью сознания, называемой «я». Человек не контролирует сознательно большую часть этих программ, их контролирует его инстинкт. Согласно этим программам, человек, живущий на планете Земля, должен питаться нормально, чтобы нормально же существовать. Если недополучать еды, будет недостаток энергии и в конце концов голодная смерть. Если действовать по этим программам, то жизнь без еды и впрямь против естества, который само по себе представляет свой набор программ. В программы можно внести модификации, которые позволяют проявиться возможности жить, получая питание из иных источников, а не из пищеварительной системы. Объяснение для мыслящих научно. Что такого ест электрон, что у него так много энергии? Отчего он живет вечно, и ничто его не может уничтожить? Как насчет атомов, из которых построено человеческое тело? Человек, знакомый с физикой, знает, что материя и энергия происходят из общего источника, и что на них можно повлиять силой разума. Также известно, что результат эксперимента частенько зависит от ожидания экспериментатора, то есть энергия и материя зависят от разума, который также есть набор программ. Человеческое тело – это наиболее сложно устроенный саморегулирующийся энергетический, электронный, химический, механическая система из всех известных человеку. Наше тело остается непознанным объектом, несмотря на долгие годы изучения. Тем не менее, оно полностью контролируется нашим же разумом. Изучение физики, химии, электроники и прочих наук позволяет лучше понять природу человеческого тела и разума. Однако чем больше ученых вникает в предмет, тем сильнее он укореняется в сознании того, что я знаю, что ничего не знаю. Механизмы питания тела энергии, трансмутации элементов внутри него и прочие процессы по большей части останутся непонятными. Но вдумчивые исследователи шаг за шагом подходят к пониманию того, что система тела-разум представляет собой лишь большой набор сложных программ. Один из источников строительного материала тела элементы, производимые физико-химическими процессами, происходящими в пищеварительной дыхательной системе и коже. Но помимо этого атома тела создаются квантовым полем – свет, эфир, прана, трансформирующимся непосредственно в твердую материю. Мы наблюдаем явную трансформацию энергии в материю. Объяснение для верующих. Бог есть все. Он может все, он знает все. Ничто не может существовать без Бога. Все создано Богом. Нет ничего такого, что не было бы создано им. Бог везде. Он есть единственное возможное совершенство и Бога выбирать, кто сможет жить без потребления еды. Человеку не понять Божьего замысла. Бог может даровать возможность жизни без еды. Молите Бога об этом благословении, и Он вас услышит, ибо Он всегда награждает искренне молящих Его. Без мудрствований. Я давно уже собирался написать это, но как опишешь то, чего невозможно выразить словами, то, что интеллект отказывается А ведь мы хотели обетись без него. Тем не менее, как можно заметить, я все же решился описать это. Пусть этот текст станет вкладом во всеобщее понимание того, чем же на самом деле живет наше тело и разум. Когда меня спрашивают, чем я питаю свое тело во время неедения, самый мой честный ответ звучит так, ничем. Я знаю, я ясно понимаю и чувствую, что в период неедения я поддерживаю свое тело в совершенной форме, простое памятование о том, что я сотворил свою жизнь, может поддержать тело и разум в любом состоянии, которое мне потребуется. Я это чувствую. А когда я обращаю фокус своего сознания внутрь себя в духовный центр, я ощущаю, что я дает жизнь всему, создает ее и поддерживает. Пока вы не прочувствуете свое я, то, кем вы являетесь на самом деле, вы не поймете до конца моих объяснений, хотя я постарался написать это максимально просто. Я знаю, кто я, и я это чувствую. Я понимаю, как я творю жизнь, просто держа в уме знания о я. Однажды вы поймете, кто вы, почувствуете и увидите это. Я осознанно творю жизнь. И более вам никаких объяснений не потребуется. Ваша внутренняя духовная осознанность даст вам понять процесс творения жизни лучше, чем любая информация, советы или объяснения. Вопросов у вас более не будет. Тогда вы поймете, что значит я питаюсь праной, я живу в свете, Бог дает мне свое благословение. Так или иначе, зачем вам себя ограничивать, зачем вам быть зависимым от праны, света или Бога. Разумеется, вы можете питать себя всем этим, если захотите, но не лучше ли отбросить все это, отдавшись своей истинной природе, своему я. И тогда не только пища и вода, но и Бог, прана, свет вам не потребуется для жизни. Ограничений больше не будет, будет выбор. Вы сможете выбирать, питаться вам или нет, дышать или нет, жить на пране, свете или Божьей благодати, или без всего этого. То питает вас, что вы сами делаете своей зависимостью. Отбросьте зависимости, поймите, что для жизни нет ничего обязательного. Понимаете вы это или нет, вы живете в этом мире, который создали сами, руководствуясь своими принципами и верованиями, тоже созданными вами. Я есть творец жизни, света, любви, праны, дыхания, еды. Я творец своего тела и разума, который есть не что иное, как инструменты для получения опыта в этой жизни, или игры в нее. Я наслаждаюсь всем, что я создал, будь то еда, прана, свет, воздух, бог или любовь. Я могу от всего этого отказаться, как от ненужного для моей игры, а могу просто жить, осознавая, что я есть творец всего сущего. Теперь вы понимаете, как человек может жить без пищи. Вы понимаете, почему настоящие мастера покидают общество и никого ничему не учат. Как можно научить тому, что интеллект не в силах осознать? Чем четче вы понимаете свою природу, тем более вероятно для вас неедение и прочие невозможные явления, которые на самом деле естественны для каждого. И чем дальше вы пойдете, тем меньше вы будете что-то искать вне себя, потому что вы будете точно знать все, что вам нужно внутри вас. Вы источник всего. Зачем прекращать есть? Прежде всего, позвольте обратить ваше внимание на то, что я в этой главе не хочу никого поощрять бросать еду. Я лишь дам несколько объективных информационных зацепок. Вообще я далек от убеждения масс в преимуществах жизни без еды. Я лишь хочу обратить внимание читателя на то, как, возможно, неедящий будет соотноситься с обществом. Если жизнь без еды не интересует вас, если вы чувствуете, что еда приносит вам удовольствие и вы не собираетесь прекращать есть, значит, этот образ жизни не для вас и вы можете прекращать читать эту книгу прямо сейчас. Ваши ощущения самое главное. Если вы хотите продолжать жизнь в осознанности, то вы выберете путь духовного роста. Зачем прекращать есть? Ведь еда это удовольствие. Я часто слышу такое от окружающих. Что же, можно и не прекращать, никто ведь не заставляет вас бросать есть. Но если вам интересно, почему многие люди выбрали жизнь без еды, прочитайте, что они об этом говорят. Скорее всего, каждый неедащий формулирует для себя причину не есть строго индивидуально. Хотя часто бывает, эти причины совпадают у разных людей. Ниже я приведу несколько фактов и дам ответы на часто возникающие вопросы. Будут описаны личный опыт людей, которые перешли на неедение без усилий и этот образ жизни не принес им вреда. Отличное здоровье. Представьте, что ваше ни боли, ни вялости. Ваше тело здорово и чисто настолько же, насколько здоров и чисто ребенок в первые месяцы жизни. Читая эти строки, вы можете сказать, я и сейчас не болен и вообще на здоровье не жалуюсь. Но если у вас нет опыта неедения или долгих оздоровительных голоданий, то вы не представляете, насколько здоровы можете быть. А супер здоровье не рассказать и не описать словами. Это нужно не чувствует себя намного лучше, чем когда ели, и им казалось, что со здоровьем у них было все в порядке. Иммунная система неедущего функционирует так мощно, что если вы попадете в помещение, где все до одного больны гриппом, ОРВИ, ангины и другими заразными заболеваниями, где все чихают, сморкаются и кашляют, вашего здоровья это не коснется. Одна из причин такой иммунной защиты в том, что тело свободно от токсинов, которые накапливаются у нормального питающегося человека. Массово производимая фабричная пища изобилует токсинами и иными отравляющими элементами, которые добавляются на разных стадиях производства для лучшего роста, для улучшения внешнего вида, для долгого хранения и так далее. Скорость и частота попадания в организм этой травы значительно выше скорости, с которой тело от нее избавляется. Именно поэтому при переходе на жизнь без еды тело в первые несколько недель или даже месяцев активно чистит само себя, и это может выражаться в различных симптомах. Очистка и оздоровление дают невообразимый эффект легкости тела и ума. Свобода Наслаждение совершенным здоровьем без нужды в еде или питье означает свободу от всего, что связано с покупкой, приготовлением и хранением пищи. То есть голод и все, что с ним связано, боли не касаются человека, куда бы он не отправился. Неважно богат ты или беден, твое тело выглядит и работает совершенно. Проблема добычи пищи ушла. Неедящий может выбирать, не есть ему совсем или поесть за компанию или для познания нового вкуса. У неедящего есть выбор, которого нет у того, кто питается нормально. Жизнь без еды это шаг к полной свободе человека. Свобода от всего того, что в обществе считается необходимым для жизни. Ни посуды, ни холодильников, ни кухонь, ни туалетов, ни болезней, ни потери времени и денег на покупку и приготовление еды. Экономия Прикинем сколько времени, денег и энергии средний человек тратит на все то, что связано с едой. Первое. Для начала на еду нужно заработать. Второе. Сколько времени тратится на покупку еды за кровные денежки. Третье. Далее нужно еду готовить, резать, мельчить, варить, жарить и так далее. Четвертое. Съедаем это с аппетитом или без аппетита, свято веруя в то, что человек не может жить без пищи. Пятое. Поев моем посуду, все убираем, попутно прикидывая обстоятельства следующего приема пищи. Шестое. На полный желудок не хочется работать, потому что тело тратит много энергии на переваривание. Настроения совершать подвиги нет, хочется полежать, посмотреть телевизор, почитать или поспать. Седьмое. Несколько раз в день телу требуются условия для удаления всего, что в него было внедрено, иначе оно само себя отравит собственными отходами. Восьмое. Если тело перегружается быстрее, чем может очищаться, то оно заболевает, а это означает новые траты на врачей. Хотя лечебное голодание стопроцентно и эффективно бесплатно. Сколько раз в неделю, в год, за всю жизнь повторяется эта схема? Сколько денег потрачено, сколько времени? Если интересно, посчитайте. Неедущие экономят уйму денег и времени по сравнению с нормально питающимися. К тому же они наслаждаются отменным здоровьем. Факт, что неедущим требуется меньше времени на сон, а это солидная прибавка к активной жизни. В зависимости от личных пристрастий неедущие экономят от 1 до 6 часов на ночном сне. Есть и такие, кто не спит совсем, но и есть те, кто проводят во сне по 10 часов, все индивидуально. Подумаем о сэкономленных деньгах на кухонном оборудовании и моющих средствах. А сколько воды и электричества можно сэкономить? Вот вам личный пример. Когда я был неедущим в 2002 году, я суммировал все финансовые факторы и вышла экономия в 800 золотых в месяц. В то время средняя зарплата составляла 200 золотых. 1 доллар равен 2,7 золотых. Некоторые еще покупают поваренные книги, книги про диеты, ставят себя в общую зависимость от еды, про оздоровление, про похудение. Неедущих эти траты уже не касаются. Говоря об экономии времени и денег, нетрудно понять, насколько человек зависим от пищевой, ровно как от фармацевтической индустрии. Человек просто порабощен ими. Сколько людей жалуются на это, не зная, что есть возможность жить и без этой зависимости. А ведь свобода находится не дальше, чем собственный ум. Вы можете изменить свою жизнь в любое время и при любых обстоятельствах. Экология Живя без еды, я заметил, что количество моего мусора сократилось в пятеро. 99% мусора, который остался, это были перерабатываемые материалы, металл, пластик, бумага. Собирая и сдавая все это, я могу еще и заработать, но я предпочитаю зарабатывать на другом. Практикуя жизнь без еды, я засорял природу меньше в примерно в 100 раз. Неужели столько мусора получается от пищи? Да, грубо прикидывая именно так. Нетрудно пронаблюдать, что большая часть мусора это упаковки от еды и пищевые отходы. Также было бы неправильным не посчитать общемировое количество человеческих испражнений, которые попадают в воду и почву. Умножьте среднее количество испражнений человека за жизнь на 6 миллиардов и прибавьте к этому миллиарды килограммов навоза животных, которые выращиваются для пищевых целей. Сколько миллионов тонн фекалий попадает в землю ежегодно Сравним этот рай с современным положением дел на планете. Первое Во много раз меньше мусора. Второе Индустрия использует во много раз меньше природных ресурсов. Количество сожженного угля и нефти гораздо меньше, соответственно меньше производственных выбросов в воздух и в воду. Третье Нет животноводства. Значит не приходится отдавать землю под пастбище, не нужно поливать химикатами, гормонами и антибиотиками. Земля освобождается от миллиардов тонн навоза. Четвертое Нет аграрной промышленности. Почва не истощается, леса не вырубаются под поля и опять же нет химических удобрений. Пятое Производство металла, пластика, стекла и бумаги значительно меньше. Меньше нагрузка на природу, меньше ущерба лесам, меньше упаковочного мусора. Практика жизни без еды большое подспорье для экологии. Это очень легко представить. А ведь выше приведенная картина мира кажется сказочной только сегодня. То, что вы прочли, это реальное будущее Земли, и возможно оно придет даже раньше, чем некоторые люди ожидают. Сфера сознания людей, населяющих Землю, стремительно расширяется, и потребление пищи это также касается. Большая часть всего производства на Земле так или иначе связана с едой. Одна индустриальная ветвь опирается на другую, и изменения в какой-то части индустрии производства неминуемо коснуться всех остальных. С отходом от еды вся земная цивилизация изменится революционно. Есть лишь несколько человек сейчас, которые могут осознать всю картину жизни на Земле, где люди свободны от еды. Жизненная энергия Большинство неедущих наслаждаются гораздо больше жизненной энергией по сравнению с нормально питающимися. Они могут поддерживать физическую и умственную активность в течение многих часов, без какой-либо усталости. Это похоже на ощущение художника, испытывающего мощное вдохновение. Высокий уровень жизненной энергии в умственной сфере выражается в высоком творческом потенциале. В этом состоянии гораздо эффективнее идет изобретательство, творчество, обучение и работа. Многие неедущие сталкиваются с тем, что повышенный уровень жизненной энергии, которая не тратится на переваривание, влияет на продолжительность сна и отдыха. Некоторые неедущие спят всего лишь всего-навсего принять душ и приступить к работе без какой бы то ни было усталости. В периоды неедения я испытал на себе, как после 10 часов работы на компьютере, а он высасывает энергию из человека, мой разум был столь же ясен, как когда я приступал к работе. Я лишь ощущал некоторую зажатость в мышцах от сидения, но и это устранялось легкой разминкой, бегом или плаванием. В периоды, когда я ел, я ощущал усталость и резь в глазах уже к середине дня, к вечеру у меня раскалывалась голова, мысли путались и я делал массу ошибок в работе. Высокий уровень жизненной энергии у неедящих естественен, ничего экстраординарного в этом нет, тело использует до 90% энергии на переваривание и удаление пищи, в некоторых случаях 99%. У неедения нет пищеварения, отсюда и берется прибавка энергии. Можно сказать, что неедящий в 9 раз энергичный человека, питающегося нормально, тем, кто не испытывал это, будет трудно поверить и понять эту разницу. Отчего божественная сущность, именуемая человеком, превратила себя в устройство для переваривания пищи? Легко ощутить, что чем больше человек ест, тем слабее он становится. Хочется ли вам работать после обильной еды? Вы становитесь энергичнее или слабее? Все знают, что после еды наступает расслабление и наваливается лень. Распространенная истина ешь, чтобы быть сильнее, не имеет ничего общего с тем, что есть на самом деле. Чем больше еды попадает в желудок, тем больше работы нужно произвести телу, а значит затратить больше энергии на переваривание и удаление. Едите вы несколько минут, а переваривайте несколько часов, а то и суток. И если тело не справляется с пищеварительной нагрузкой, оно начинает давать сбои, полнеет, болеет, стареет и в конце концов умирает. Лечебное голодание самый эффективный оздоровительный метод из всех известных человечеству. Вот вам новая поговорка «Ешь меньше, будет чище тело, яснее ум, больше сил, и болезни станут обходить тебя стороной». Но разумеется ограничение в еде ниже жизненных потребностей тела. Это другая крайность. Тело и разум должны действовать в паре в рамках одного здравого смысла. Творчество Общеизвестно, что на полный желудок работается и думается не очень здорово. Хорошо поев, совершенно не хочется засаживаться и вообще можно заснуть. Оно и понятно, вся энергия уходит на пищеварение. Если акта пищеварения нет, человек может использовать свободную энергию. Тело и разум работают в паре, один подгоняет и дополняет другого. И чем чище свободнее энергичнее тело, тем яснее, быстрее, креативнее ум. Это испытывает не только неедящие, но и те, кто практикует периодически голодание, после очищения тела проясняется ум, но неедящие в большинстве своем всегда наслаждаются таким светлым состоянием ума. Когда пищеварительные и очистительные процессы останавливаются, человек получает большую прибавку энергии, которая направлена в более высокие сферы, психическую, духовную, ментальную. Гипофиз и шишковидная железа становятся активнее, восприятие расширяется, и человек получает возможность исследовать более тонкую сферу бытия. В уме возникает множество новых идей, мышление идет быстрее и эффективнее, создается впечатление, что ум очистился от тумана или дыма, в котором пребывал ранее. Возникает тяга к творчеству, могут появиться неожиданные таланты, писательские, художественные, организационные, преподавательские, исследовательские и так далее. Моя история может служить примером. С самого начала моей жизни без еды я явно ощущал подъем физической активности и психической чувствительности. В любое время дня и ночи я мог начать что-то писать, рассуждать на любые темы и чувствовал, что могу заниматься этим бесконечно. Какие-то идеи то и дело возникали у меня в голове, только успевай записывать. Иногда я сам удивлялся, откуда я знаю столько всего о предметах, в которых никогда не разбирался. Тогда я понял, как работает сфера интуиции. Именно из нее я получал информацию. Она приходила, стоило лишь направить свое внимание на ту или иную тему или вопрос. Когда я вернулся к нормальному потреблению пищи, а без еды я прожил почти два года, я заметил, что ясность ума и креативность уменьшилась, мышление стало более вязким. Но тем не менее, даже сейчас мой ум яснее, чем до периода неедения. Омоложение Если не брать во внимание ментальную составляющую, то можно сказать, что человек стареет в основном из-за отравления токсинами, излишка жира и низкого уровня энергии. Многие практикующие жизнь без еды и длительного голодания отмечают, что их тела омолаживаются. Это одна из главных причин для многих, чтобы начать жизнь без еды. Процесс остановки и пускания вспять возрастных процессов путем постов и голоданий известное явление, которое исследовано учеными. Эвелин Леви, прошедшая обследование щитовидной железы после перехода на неедение в 1999 году, может быть примером. Обследование показало, что щитовидная железа у нее, 38-летней женщины, была, как у 15-летнего подростка. Только поймите меня правильно, жизнь без еды или длительные голодания не являются полной гарантией омоложения для каждого. Насилие над телом может дать обратный результат, человеку реально не требуется еда, то тело возвращается по возрасту на тот срок, который человеку самому кажется наилучшим. Бессмертные вот кто отлично знает, как сохранять свои тела в хорошей форме без поглощения пищи, хотя вовсе не все бессмертные являются неедущими. Любопытство Среди прочих причин, по которым люди выбирают жизнь без еды, любопытство. А как это? Жить многие недели без пищи, а месяцы, а годы спрашивают себя люди. Если я не попробую, я не узнаю, ибо только личный опыт даст незнание. Опыт других людей это информация, а не знание. Таков ход мыслей любопытствующего неедущего. Для меня лично любопытство одна из основных причин, по которым я еще в 16-летнем возрасте начал экспериментировать с диетами, голоданиями, истощениями, болячками и самолечением. Результаты моих экспериментов побочные эффекты моего любопытства. Благодаря этому я построил свое знание. Я использую его для написания этой книги и чтобы давать советы тем, кто спрашивает. Но помните, эксперименты на себе могут повредить ваше тело или разум, могут повлечь за собой болезни или даже смерть. Некоторые доходят до таких стадий, когда вред нанесенный тела или разум уже необратим. Так что не стоит слепо следовать моему опыту или опыту других таких же экспериментаторов. Подготовка к перемене образа жизни. Вы замечали, как часто люди принимают решения, не имея никакого представления о последствиях этого решения. Люди не только не представляют результата, они даже не могут толком сказать, какова настоящая причина, подтолкнувшая их к этому решению. Люди принимают решения, находясь под влиянием эмоций. Другими словами, можно сказать, что они принимают решения, не до конца обдумав или находятся под влиянием извне. Любая перемена в образе жизни отражается на человеке. Любая перемена, которая происходит с человеком в его физической или психической сфере, влияет на образ жизни. Человек, который начинает жить без еды, может столкнуться с такими изменениями, которые могут испугать его самого и окружающих. Поведение неедущего, его взаимоотношения с людьми, реакции на различные ситуации, да все что угодно могут кардинально отличаться от того, что было ранее. Если вы решили начать жить без еды или хотите практиковать длительное голодание, обдумайте это хорошенько, чтобы предусмотреть все неприятности и осознайте настоящую причину, по которой вы это делаете. Подумайте, готовы ли вы, в основном морально, готовы ли вы к изменениям, которые скорее всего повлияют на взаимоотношения с окружающими. Есть техника индивидуального анализа причин, называемая почему и что из этого. Она описана ниже. Она поможет вам разобраться в настоящих причинах ваших поступков, которые быть может пока не очевидны для вас самих. Эта техника подходит для различных ситуаций, не только для перехода на неедение. Применяя ее, вы заметите большие изменения к без давления общество на вас. Исследование личности. Прежде чем вы решите начинать адаптировать свое тело к жизни без еды, неплохо честно себе ответить на следующие вопросы. Прежде чем отвечать, успокойтесь, побудьте в тишине, чтобы почувствовать, когда появится внутренний ответ. Настройтесь на получение ответов от собственной интуиции. Ответы и оправдания, идущие от разума, не так важны. Не обманывайте себя, прислушивайтесь к чувствам. Относитесь к этому исследованию как к изучению полной картины вашей жизни. Полный анализ может занять как два часа, так и два месяца. Итак, честно ответьте себе. Первое. Зачем я хочу начать жить без еды? Какова моя главная сокровенная цель? Второе. Мой нынешний образ жизни станет препятствием для перехода? Третье. Готов ли я к большим изменениям в отношениях с членами семьи, друзьями, коллегами и прочими людьми? Могу ли я предвидеть, что это будет за изменения? Четвертое. Мое психическое здоровье позволит мне сделать это? Пятое. Путь моего духовного роста включает в себя жизнь без еды? Шестое. Я точно знаю, что могу сделать это и знаю как. Седьмое. Если возникнут проблемы, у кого я спрошу совета? Восьмое. Обговорил ли я с моими ближайшими родственниками это? Знаю ли я их мнение? Девятое. Боюсь ли я? Если да, то чего? Десятое. Полностью ли я отдаю себя отчет в том, что жизнь без еды больше духовный, нежели телесный процесс? Одиннадцатое. Влияет ли на меня общественное мнение? Заставляет ли меня кто-то? Двенадцатое. И все же, зачем я хочу сделать это? Анализ почему и что из этого? Главная задача этой аналитической техники выяснить истинную причину решений принимаемых человеком. Это можно сказать психологический метод интеллектуального анализа, в ходе которого человек вполне осознает сам вопрос, на который отвечал. Результат наиболее честный ответ из возможных, наиболее глубокая причина принятия того или иного решения. Этот метод работает лучше, ибо искренность это основа нахождения истины. Но если вы можете с кем-то быть так же искренны как с самим собой, проходите тест вместе. Лучше проводить этот анализ, записывая все на бумаге. Возьмите большой лист и пишите вопрос в верхнем левом углу. Ответьте на вопрос. Все возможные ответы запишите ниже. От вопросов к ответам проводите линии со стрелками. Так вы сможете воочию наблюдать ход своих рассуждений. На каждый ответ, который вы будете давать, должен приходиться новый вопрос, начинающийся с почему. Ответив на него, задайте новый вопрос, начинающийся с почему. И так до того момента, пока у серии вопрос-ответ не будет логического завершения. После этого задайте вопрос и что из этого и попробуйте ответить на это. Спросив себя что из этого, не давайте интеллектуального ответа, постарайтесь получить его из области чувств. Будьте ментально пассивны, не думайте ни о чем, и тогда ощущения, эмоции, какие-то картины проявятся в вашем сознании как ответ. Инстинкт и интуиция проявляются лучше, когда разум пассивен, когда он молчит и не рождает никаких мыслей. Если ответ приходит из области интуиции или инстинкта в виде эмоций или картинок, знайте, это честнейший и полный ответ. В итоге рисунок на вашем листе бумаги будет похож на дерево. Вы можете использовать по одному небольшому листу для каждого вопроса или целый ватман для всех сразу. В польском языке на вопрос «ну и что с того» уже содержит правдивейший ответ «ничего». Вы в процессе анализа обнаружите такой же ответ в конце каждой ветки вопросов. Вот пример такого анализа «Я решил похудеть». «Почему я решил похудеть?» Ответ первый «Я так больше нравлюсь людям». «Почему я хочу нравиться людям больше?» «Когда люди дают мне знать что я им нравлюсь я чувствую себя лучше». «Почему я нуждаюсь в чем-то положительном ко мне отношении?» «Мнение людей влияет на мою самооценку». «Почему мое настроение зависит от чьих-то суждений?» «Моя самооценка недостаточно высока». «Почему моя оценка недостаточно высока?» «Потому что я люблю его?» «И что из этого?» «И так далее». Ответ третий. «Так мое тело лучше выглядит». «Почему я хочу чтобы мое тело лучше выглядело?» «Потому что я лучше себя чувствую и ощущаю более привлекательным». «Почему я хочу быть более привлекательным?» «Чтобы нравиться людям». «Почему я хочу нравиться людям?» «Вообще то меня больше заводит некто?» «Мне кажется, что его или ее влечет ко мне». «Почему тебе нужно внимание некто?» «И так далее». Ответ четвертый. «Так я могу экономить деньги на пище». «Почему я хочу экономить деньги на пище?» «Мне кажется, у меня недостаточно денег». «Почему я хочу иметь больше денег?» «Так я чувствую себя спокойнее». «Почему без денег я чувствую себя неспокойно?» «Я боюсь, что однажды мне будет не на что жить». «Ну и что?» «Тогда я буду жить в бедности». «Ну и что?» «И так далее». Члены семьи Члены вашей семьи, люди, с которыми вы живете, это те, кто влияет на вас более всех, а соответственно вы на них. Их настрой может как помочь вам, так сделать невозможным достижение желаемого. Важно учитывать этих людей и стараться отыскивать компромиссы, особенно если речь идет о таком глобальном изменении, как переход на жизнь без еды. Для начала ваша главная задача объяснить им, что вы собираетесь сделать и почему. Их помощь будет полезной для вас, и чем лучше они вас поймут, тем меньше препятствий окажется на вашем пути. Помните, что переход на неедение повлечет за собой множество изменений в вашем отношении к миру. Поначалу это может осложнить взаимоотношения в семье и с друзьями. В худшем случае, если взаимопонимания не достичь, единственным возможным выходом может быть разъезд или развод. Энергия и излучение ваших тел будут значительно меняться. Это может спровоцировать дисгармонию между вами и вашими супругой, детьми, родителями или иными членами семьи. Если они не поддержат вас и возникать неприятные ситуации. Дисгармонию будет трудно перенести, так как страх, раздражение, ненависть, злоба и прочий негатив будет проявляться снова и снова. С другой стороны, возможно и иное развитие событий. Энергия ваших тел, излучаемая вами, может подтолкнуть ваших близких к духовному росту. Это называется подъем вибраций окружающим. Как следствие, эти люди возможно заинтересуются нематериальной стороной жизни и настрой по отношению к еде у них тоже начнет меняться. Если вы, несмотря на раздражение семьи, все же решитесь на жизнь без еды или длительное голодание, лучше будет на время уединиться. Важно помнить, что поддержка или осуждение членов семьи часто бывает решающим фактором, который может привести либо к исполнению задумки, либо к полному фиаско. Так что перед принятием важного решения разберитесь в том, на чьей стороне ваши близкие. Коллеги Большинство того, что написано выше о членах семьи, применимо и к коллегам по работе. Совместный труд в течение долгого времени сплачивает людей в коллективе, часто подобно семье. Даже если вы будете достаточно убедительны, чтобы они поверили в то, почему вы теперь не ходите вместо с ними на обед, когда раньше вы всегда проводили перерыв вместе, сможете ли вы достаточно долго скрывать от них правду? Стоит ли обманывать их? Ваш внешний вид и поведение рано или поздно начнут вас выдавать. В зависимости от вашего положения в коллективе и отношения коллег, вы рискуете стать объектом подражания, обожания, раздражения, насмешек и т.д. Так что прежде чем начать, продумайте реакцию окружающих. Может вообще стоит отложить идею перехода на неедение на некоторое время, подождав более удобных обстоятельств. Ваше воображение, благодаря которому вы можете предвидеть реакцию коллег и начальство поможет вам избежать неприятностей. А неприятности могут быть разными от увольнения до подозрений в сумасшествии или вступлении в опасную секту. В любом случае развитие ситуации зависит от вас, от рода ваших занятий, от реакции ваших коллег. Это может быть незначительным или решающим. И если вы сможете предвидеть реакцию людей, вы сможете подготовиться как следует к реализации своего плана. Друзья Ваши знакомые друзья могут повлиять на вашу дружбу. И если ваши встречи проходят в обстановке, где так или иначе присутствует еда, то незамеченным вам не остаться. Представьте себе реакцию людей, которые привыкли встречаться за хорошо накрытым столом. Возможно они поддержат вас или захотят сами изменить свой образ жизни, а может быть напрягутся. Вы можете даже потерять некоторых друзей. Так и узнаете кто был свободны от привязанности к сладкому, соленому, алкоголю, никотину, наркотикам, перееданию и так далее. Но если ваши привычки продолжают давлять над вами, то вы все еще не готовы. Это не значит, что вы не можете стараться, стремиться и пробовать. Также это не значит, что вы обречены на неуспех. Вредные привычки не делают жизнь без еды или длительные голодания невозможными. Однако лечебное голодание один из самых эффективных методов избавления от вредных привычек, в особенности тех, что касаются еды. Статистика показывает, что переход на неедение для человека с вредными привычками не дается безболезненно, даже если этот человек мог подолгу голодать. Наличие вредной привычки указывает на несовершенство в сфере сознания, а стало быть невозможно провести соответствующие изменения на уровень инстинкта, которые позволили бы практиковать жизнь без еды. Если человек живет без еды и при этом имеет вредные привычки, он статистическое исключение. Прежде чем начать переход на неедение, следует озаботиться избавлением от вредных привычек, для этого следует поработать с эмоциями, а уже после освобождаться от еды. Вредные привычки такая большая тема, что можно было бы написать отдельную книгу. Здесь я указываю лишь на то, что вредная привычка ровно настолько, сколько человек позволяет этой программе существовать. Привычки Привычка отличается от вредной привязанности эмоциональной реакции человека. Когда человек отказывается от привычки, прекращает привычное действие, внутри него не возникает никаких эмоций. Само освобождение от вредной привязанности дается труднее и влечет за собой неприятные последствия. Отказ от привычки не так болезнен. Во время адаптации к жизни без еды многие привычки изменятся или прекратят свое существование, в особенности те, что связаны с едой. Например, если вы привыкли каждое утро завтракать с семьей, будьте готовы отказаться от этого. Подумайте о реакции семьи на это, может стоит с ними поговорить. Отказ от различных привычек несомненно окажет влияние на вашу жизнь, в частности на связи в социуме. Такие привычки, как встречи с друзьями в баре, ужин с клиентами, пикники, рыбалка, закупка еды в супермаркете, совместное выпекание пирогов уйдут в прошлое. Отказываясь от всего этого, не повредите ли вы взаимоотношения в семье и с друзьями, не нарушится ли ваш внутренний комфорт. Вдобавок могут возникнуть новые привычки, ведь у вас появится значительно больше свободного времени, которое раньше уходило на все то, что связано с едой. Вы не захотите возможно сидеть со всеми за столом, готовить пищу, мыть посуду. Как вы распорядитесь с появившимся временем? Появятся новые привычки? По правде сказать, пропажа разных привычек не является таким уж большим препятствием на пути освоения нового образа жизни. Однако нужно понимать, что потеря привычек должна идти вам только на пользу. Проанализируйте это. Диета Часто перед тем, как стать независимым от пищи человек сидит на какой-либо диете. Сама возможность неедения есть результат сильного повышения частоты вибраций тел человека. Так что предшествующая перехода на жизнь без еды диета может как облегчить, так и осложнить этот переход. Общими словами можно сказать, что так называемая низкочастотная пища, жареная, вареная, с большим количеством химии еда, ставит начинающего неедящего в невыгодную ситуацию. Путь к повышению частоты вибраций будет дольше. Гораздо лучше переходить на жизнь без еды с так называемой высокочастотной пищей сырые фрукты без химии. Так что зависит от самого человека какую материальную почву для перехода он себе подготовит, облегчит или затруднит себе задачу. Человеческое тело не любит быстрых и масштабных изменений. Плавные изменения часто проходят незаметно. Это следует помнить начиная штурмовать неедение. Человеческое тело отреагирует значительно лучше на пошаговое последовательное уменьшение количества пищи, чем нарезки и полный отказ от нее. Одна из часто встречающихся проблем среди начинающих ЖБЕ вкус. Неедящий ничем не стимулирует свое ощущение вкуса. Многим это кажется скучным и тоскливым. Так что перед началом следует себя спросить тело заставляя его работать контролирует информацию о съеденной еде к примеру реагирует на физические и психические раздражители и стимулы и так далее. Сама по себе работа инстинкта есть программа. Я уже упоминал что программы подвергаются изменениям. Если к примеру мне не нравится реакция на какой-либо стимул я могу внести изменения. Цель изменений модификации удаления или создания новых программ достижения желаемой работы инстинкта. Если я решу что мое тело должно реагировать тем или иным образом на к примеру темноту жару ранения пищу я могу достичь нужной реакции путем перепрограммирования инстинкта и работы по перепрограммированию нужно ввести в сфере интуиции. Инстинкт любит заботу о себе. Чем больше вы заботитесь об инстинкте тем сильнее любите его. Чем сильнее любите его тем преданнее он вам служит. Относитесь к инстинкту как к любимому ребенку или к домашнему животному. Штампы и программы инстинкта суть нужды и реакции человеческого тела на различные ситуации. Наши привычки являются отражением инстинктивных программ. Тот, кто знает как перепрограммировать инстинкт может изменить любой результат любого инстинктивного действия. Это касается и телесных нужд вне зависимости от типа питания. Когда вы духовно готовы стать независимым от еды последнее что остается сделать это перепрограммировать инстинкт в части отношений между пищей и телом. Длительность работы по перепрограммированию зависит от ваших навыков работы с инстинктом. Кому-то может потребоваться лишь секунда или меньше, кому-то 10 лет или больше. Визуализация один из простейших и эффективнейших методов перепрограммирования инстинкта. Это сознательная работа, которая приводит к требуемым изменениям функций тела. Вы можете сделать свое тело больным и с помощью визуализации. Если визуализация правильно запрограммирована, если программист вы сами, то жизнь становится не более, чем увлекательной игрой, в которой вы сами восстанавливаете правила. Эффективная визуализация с заметным результатом. Эта картинка, фильм, созданный вами и дополненной энергией. Для этого требуется 5 условий. Первое. Создайте четкую, реалистичную, живую картинку или фильм с полной детализацией. В восприятии его должны участвовать все органы чувств. Второе. Осознайте достигнутый результат. Думайте о нем в настоящем времени, в совершенной форме. Третье. Ощутите свое состояние таким, каким оно будет во время достижения результата. Четвертое. Будьте уверены, что то, что вы делаете, реальность. Пятое. Насытьте процесс энергии любви. Пояснение. Первое. Первое, что вы должны четко понять, это собственно тот результат, которого вы хотите достичь. Продумайте все детали того, что должно стать результатом визуализации. Создайте картинку, в восприятии которой будут вовлечены все органы чувств. Чем больше ощущений даст вам ваша картинка, тем живее она будет, тем легче пойдет визуализация. Например, если вы визуализируете свой новый дом, представьте себя живущим там со своей семьей. Представьте все разговоры, услышьте их, подключите чувства слуха, шумы вокруг дома, шорохи, скрипы и так далее. Ощутите запах новой краски, чувство обоняния, цветов в саду. Попробуйте что-то приготовленное на кухне, чувство вкуса. Ощутите кожи тепло вашего дома или жар солнца на поляне перед домом. Такой фильм вы должны создавать своим воображением. Создайте только те детали, которые важны для вас, остальное создастся само, не заботясь об этом. К примеру, если местоположение и форма вашего дома имеют для вас значение, создайте это в своем воображении, но если количество окон и оттенок стен для вас не так важны, то не занимайтесь воссозданием всего этого. Не включайте в визуализацию процесс достижения результата, если только для вас процесс не важнее самого результата. Ваша визуализация уже есть конечный результат, то, чего вы хотите достичь. Это важно. Если вы будете представлять процесс достижения, вы ограничиваете сами себя. Есть столько разных путей достижения желаемого, которые мы даже не можем себе представить, и они могут быть лучше, эффективнее и короче. Создавайте только результат, а путь его достижения выберется наиболее гармоничным образом. Если ваша цель здоровье, визуализируйте себя счастливым и избавившимся от всех болезней. Не представляйте никаких методов исцеления, ваше я само разберется, какой из методов применить в вашем случае, и скорее всего вы такой метод даже не сможете представить или подумать. Второе. Осознайте результат вашей визуализации как уже свершившийся. Не думайте о нем как о будущем. Неправильные установки я буду иметь, я буду хотеть, я буду, я стану и так далее. Это значит, что вы так и останетесь желающим, стремящимся и мечтающим, и результат визуализации никогда не проявится в настоящем времени, так и останется в будущем. Но вы-то живете, вы в настоящем времени. В правильной установке я стал, я имею, я являюсь и так далее. Вы создаете в воображении уже свершившийся факт, и именно он и будет являться тем шнурком, на который будут нанизываться обстоятельства, которые в конечном итоге приведут к желаемому результату. Третье. Создаваемая воображением картинка должна стать для вас реальностью. Отбросьте ощущение как будто. Забудьте, что вы воображаете. Живите в этой картинке, которая стоит у вас перед глазами. Если продолжать пример с домом, то вы действительно в нем живете, спите, взаимодействуете с домочадцами и соседями в настоящем времени. Инстинкт не очень хорошо разбирается в этой интеллектуальной иллюзии, называемой временем. Он не знает, что такое время. Инстинкт как маленький ребенок, который еще не научился понимать разницу между завтра и через неделю. Поэтому важно переживать все ощущения здесь и сейчас. Четвертое. Мы уже говорили о разнице между знаю и верю. Если вы знаете, верить вам незачем. Если вы верите, то сомневаетесь, потому что не знаете на сто процентов. Не ясно? Позвольте спросить, вы знаете, что вы в данный момент читаете эту книгу? Или верите в это? Каков ответ? Я знаю, что читаю. Или я верю, что я читаю. Ощутили разницу? Среди всевозможных советов о том, как проводить визуализацию, вы можете наткнуться на такой. Твердо верьте в то, что визуализируете. Ибо вера может двигать горы. Не важно, насколько сильна вера, она всегда сопряжена с сомнением. А вот когда вы знаете, тут уже никаких сомнений нет. Еще пример. Кто-то зовет вас и спрашивает, что вы делаете? Вы отвечаете, похоже на знание на 99,9%, но не на 100%. А вот если он сам увидит, что вы делаете, его вера подтвердится знанием, собственно она превратится в знание, и он сможет сказать, я знаю. Визуализируя что-то, важно знать, что это так и есть, а не верить в это. Но если вам кажется, что вы знаете, но сомнений не отпускает, это означает, что вы все-таки верите, пусть и очень сильно. Что же, это тоже неплохо, уж лучше, чем не делать совсем ничего или мечтать о будущем. Кстати, если вы видели, как кто-то материализует предмет на вытянутой руке, к примеру яблоко, значит вы имели дело с человеком, который знал, что предмет появится у него в ладони из воздуха. Такова сила созидательной визуализации. Пятое. Без достаточного количества энергии визуализация не даст результата. Говоря об энергии, я вовсе не имею ввиду что-то определенное, которое дает наука. Под энергией я подразумеваю то, что человек ощущает, находясь под воздействием эмоций. Эмоция это инстинктивная реакция, а инстинкт это программа. Эмоция это инстинктивный всплеск или задержка энергии. Вспомните какую-нибудь ситуацию, когда у вас сердце ушло в пятки. Вспомните то ощущение энергии, которая текла по телу. Вспомните ощущение энергии во время сильной влюбленности. Вот что я имею ввиду, говоря об энергии, нужной для визуализации. Итак, ваша картина готова. Она реально существует в настоящем времени. Вы точно знаете, что это ваша реальность. Теперь вам только нужна энергия, чтобы материализовать требуемое в физическом мире. Постарайтесь ощутить сильный эмоционально-энергетический прилив. Позвольте любви управлять вами. Не делайте более ничего, доверьтесь любви, ибо вы и есть ее источник. Визуализацию можно сравнить с семенем, посаженным в почву. Энергия и любовь это солнце и вода, без которых семя не прорастет. Так что же делать на практике? Во-первых, сконцентрируйтесь, не позволяйте мыслям блуждать. Расслабьтесь, позвольте любви возникнуть в вашем теле и уме. Ощутите подъем энергии и теперь включайте свою картинку, не забыв сопроводить ее всеми дополнительными атрибутами, о которых говорилось выше. Чем больше любви и энергии вы проводите через себя, тем эффективнее работает визуализация. Ниже я расскажу больше проявлений любви. Пассивное созерцание Созерцание часто ошибочное называемое медитацией это особое упражнение, когда все чувства и ум настроены на восприятие какого-либо объекта или действия. Это может быть что-то материальное пейзаж, картина, человек, это может быть идея, любовь, свет, вера, разум. Также можно созерцать ничто, безобъектное созерцание. Во время созерцания интеллект поддерживает первое фокус внимания на предмете, второе уровень восприятия. Созерцание это одна из множества духовных усиливающих дух, техник, расширяющих сферу сознания, в которой человек живет. Оно развивает человека, дает ему ощутить собственный духовный рост, нащупать верный путь, как результат исчезают проблемы, перестают появляться болезни, открываются новые уровни знания и энергии. Я часто повторяю, самое эффективное решение, самое простое. Созерцание подтверждает это утверждение, потому что процесс прост и эффективен. Безо всякой подготовки любой человек, понявший суть процесса, способен созерцать. Созерцание отлично влияет на развитие детей, ребенок двух лет от роду может уже заниматься этим, если ему объяснить что к чему. Интеллектуальный, духовный и психический рост ребенка, занимающийся созерцанием пассивности, идет значительно лучше. Созерцание дает практикующему все, что нужно на пути духовного развития. По мере роста, расширения сферы сознания, процесс созерцания изменяется необходимым образом, соответствующим современному состоянию созерцающего. Изменения происходят незаметно и естественно, гармонично подстраиваясь под нужды практикующего, поэтому практика созерцания эффективна уже в самом начале. От того, что техники созерцания индивидуальны для каждого человека, процесс и результат тоже будут разниться у всех практикующих. Так что не имеет смысла сравнивать свои практики переживания с опытом кого-то, кто занимается тем же, разве что для расширения кругозора или любопытства. Как проводить пассивное созерцание описано ниже. Сядьте как вам удобно. Постарайтесь расположиться так, чтобы спина естественным образом и без напряжения поддерживалась в прямом состоянии. Можно сесть на стул, касаясь ногами пола, колени согнуты под прямым углом, можно на пол со скрещенными ногами, можно, если вам не трудно, сесть в позу лотоса. Положение тела в любом случае должно быть таким, в котором вы могли бы провести несколько десятков минут без ощущения дискомфорта. Можно и лежать, если вам так уж хочется. Но положение лежа способствует засыпанию. Если уж и лежать, то не в той позе, в которой вы обычно засыпаете. Лучше всего на спине с раскинутыми ногами и руками. Ничто в вашем положении не должно доставлять дискомфорт. Самая суть упражнения уже указана в названии пассивность. Интеллект должен быть пассивен. Ум не должен думать. Он не должен засыпать. Ум обычного человека никогда не спит. Всегда чем-то занят. Обдумывание, решение, творчество. Он реагирует на раздражители и автоматически обрабатывает их. Это одно состояние ума. Другое сон. Но есть и третье состояние, которое ум испытывает очень редко. Полная пассивность. В этом состоянии мыслительного процесса нет. Нет реакции на раздражители. Нет аналитической работы. Это состояние зачастую длится всего несколько секунд между бодрствованием и засыпанием. Иногда его можно отловить утром во время пробуждения. То есть вы осознаете, что еще не спите, но тем не менее уже понимаете, что происходит вокруг. Примерно такое же состояние испытывает ум, занятый пассивным созерцанием. Вхождение в это состояние и поддержание его поначалу трудная задача. Тут нужна тренировка. Обычный человек затруднится с выполнением этой техники. Он скажет либо я думаю, либо я сплю. И правда, начинающие частенько проваливаются в сон во время практики, особенно если занимаются этим в лежачем положении. Но регулярные тренировки приведут практикующего к успеху. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на мыслях, появляющихся в голове. Но это самое важное во всей затее. Не следуйте за мыслями, не развивайте их, не создавайте новые. Не думайте и вовсе. Сфокусируйтесь на недумании, но не думайте об этом. Будьте предельно пассивными, будьте незаинтересованными безразличным наблюдателем проплывающих мыслей и возникающих раздражителей. Как только вы заметили, что следуете за какой-то мыслью, начинается процесс думания, немедленно отпускайте ее и восстанавливайте состояние пассивности. Лишь наблюдайте за возникающими и пропадающими мыслями безо всякого интереса. Этот процесс похож на праздное наблюдение за течением реки. Вы отдаете себе отчет в том, что река перед вами течет, но это вас вовсе не интересует, вы просто смотрите, не следя ни за чем конкретно. Поначалу, когда вы начнете практиковать созерцание пассивности, вы будете замечать, что вам удалось сохранять состояние беспристрастного наблюдателя в течение нескольких секунд, но потом какая-то мысль цепляет вас и вы устремляетесь умом за ней. По мере практики время безмыслия будет увеличиваться. Вначале ум полон мыслей, которые кружатся в нем, возникают и пропадают хаотично. Практикуйтесь и вы заметите, что количество мыслей постепенно снижается. Сигналы от органов чувств будут вас отвлекать все меньше. Ум будет становиться все спокойнее. В конце концов останется единственная мысль не думай ни о чем, не обращай внимания на раздражители. Или так мой ум полностью пассивен, частицу не лучше не использовать. И когда эта последняя мысль исчезнет, свет станет ясно и отчетливо виден. Проблески света могли появляться уже в промежутках между мыслями и раньше, но вы могли их не замечать. Некоторые люди, в особенности те, кто уже практиковал что-то подобное, могут замечать сполохи света даже при первой попытке созерцания. Во время практики созерцания могут слышаться звуки, но их воспринимают не органы слуха, они имеют ту же природу, что и свет. Это проявление я. Я присутствует всегда, но интеллект, занятый повседневной работой, часто даже не замечает информацию, которую транслирует я. Но стоит лишь интеллекту угомониться, я сразу же появляется. И первое проявление и есть этот самый свет и звуки. Чем пассивнее интеллект, тем больше информации от я можно распознать и получить. Чем глубже расслабление и пассивность, тем чище воспринимается проявление я в форме света и любви. И со временем пассивное созерцание ума превращается в созерцание света и любви. Ну а когда вы начнете созерцать любовь, вам уже никакие советы не потребуются, вы и так все будете знать. Расслабление и созерцание будут такими же, но с одной оговоркой. Теперь это уже медитация. Когда интеллект отходит на второй план, появляется любовь и свет, вы находитесь в состоянии медитация начинается, когда интеллект полностью выключается, но не засыпает. Он пассивен, но не теряет осознание и может наблюдать за тем, что происходит в уме. Не вмешивается, не комментирует. Очень трудно описать это состояние интеллектуальными категориями, ибо медитация сама находится за пределами интеллекта. Энергетическая зарядка. Существует ряд техник, которые могут вызывать ощутимый подъем энергии. После их выполнения такие явления, как усталость, сонливость и прочее пропадают. Эти упражнения улучшают токи внутренних энергий человека в его телах и настраивают энергообмен с окружающей средой. Делая эти упражнения, вы не тратите энергию, как происходит во время обычных физических упражнений гимнастики, а получаете ее. Результат этой зарядки не усталость, а наоборот подъем энергии. Освоение этих техник важный этап на пути к существованию без еды. Известно множество подобных систем, в основном они родом с востока. Тхатха-йога, пранаямы, цигун, тайцзы, тибетские упражнения, западные изометрические упражнения, разнообразные визуализации. Существует множество школ, направлений и учений, которые преследуют одну цель – поднять уровень энергии у занимающегося человека. Энергетическая зарядка, выполняемая регулярно и с охотой, хорошо влияет на человека. Тело избавляется от болячек, старится значительно медленнее и умирает значительно позже. В подтверждение тому мастера, живущие сотни лет, выглядящие на 30-40, излучающие здоровье, энергичные и ясные умом. Многие занимающиеся люди отмечают снижение потребности в еде. Голод может полностью исчезнуть в результате достаточно продолжительных регулярных занятий по подъему энергии. Среди занимающихся цигун известное явление би-гу это состояние, когда человеку не требуется еда в течение нескольких дней, недель, месяцев или лет. Состояние здоровья таких людей великолепное, они почти не старятся и часто даже происходит возрастная регрессия, омоложение. Для того, кто смотрит в направлении жизни без еды или просто практикует регулярное голодание, эта информация очень важна. Выполнять подобные упражнения настоятельно рекомендуется во время воздержания от еды. Пренебрежение энергетическими упражнениями во время перехода на жизнь без еды может отрицательно повлиять на здоровье. Решив начать, вам всего-то нужно выбрать свое направление или школу и начать заниматься. Но вы можете выбирать и иной вариант, разработать собственный комплекс, который лучше всего подходит вам индивидуально. Это вовсе не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Можете начать прямо сейчас. Встаньте, закройте глаза, расслабьтесь и сконцентрируйтесь на самом себе. Направьте свое внимание на течение энергии внутри тела, не на движение, не на подрагивание мышц, а именно на энергию. Пусть вас не волнует ваше окружение. Будьте внутри себя, установите внутреннюю тишину и почувствуйте энергию, которая течет внутри вас, втекает вас и вытекает из вас. Как она взаимодействует с окружающей средой? Оставайтесь сконцентрируемым на токе энергии, но не старайтесь ее как-то направлять. Во время концентрации вам может захотеться подвигаться. Пусть мышцы вашего тела сами решают, какие именно движения им нужны. Отдайтесь на волю тела, но не прекращайте внимательно следить за энергией. Тело поможет вам, оно выберет наилучшее положение для оптимального тока энергии. Уровень энергии возрастет. Это ваше созерцание внутренней энергии. Созерцание, визуализация, энергетические упражнения важные элементы на пути осознанного духовного развития человека. Регулярная практика заставляет человека буквально расцветать. Ум становится спокойнее, мысли миролюбивыми и более творческими, а тело постепенно возвращается в свое наилучшее состояние, восстанавливается и молодеет. Один из результатов подобной практики изменение отношения к еде. Потребность в ней может просто исчезнуть за ненадобностью. У практикующего происходит так называемое повышение вибраций, и он источает все больше и больше любви. На тонких планах он будет выглядеть светлее и ярче. Вредные привычки и привязанности Если вы уверены, что можете жить без еды, то скорее всего вы свободны от привязанности к сладкому, соленому, алкоголю, никотину, наркотикам, перееданию и так далее. Но если ваши привычки продолжают давлять над вами, то вы все еще не готовы. Это не значит, что вы не можете стараться, стремиться и пробовать. Также это не значит, что вы обречены на неуспех. Вредные привычки не делают жизнь без еды или длительные голодания невозможными. Однако они представляют из себя немалые препятствия. Факт в том, что благодаря неедению или голоданиям человек может добиться значительного освобождения от вредных привычек. Лечебное голодание один из самых эффективных методов избавления от вредных привычек, в особенности тех, что касается еды. Статистика показывает, что переход на неедение для человека с вредными привычками не дается безболезненно, даже если этот человек мог подолгу голодать. Наличие вредной привычки указывает на несовершенство в сфере сознания, а стало быть невозможно провести соответствующие изменения на уровень инстинкта, которые позволили бы практиковать жизнь без еды. Если человек живет без еды и при этом имеет вредные привычки, он статистическое исключение. Прежде чем начать переход на неедение, следует озаботиться избавлением от вредных привычек. Для этого следует поработать с эмоциям, а уже после освобождаться от еды. Вредные привычки такая большая тема, что можно было бы написать отдельную книгу. Здесь я указываю лишь на то, что вредная привычка есть программа, автоматически функционирующая на уровне инстинкта, которая порабощает человека ровно настолько, сколько человек позволяет этой программе существовать. Привычки. Привычка отличается от вредной привязанности эмоциональной реакции человека. Когда человек отказывается от привычки, прекращает привычное действие, внутри него не возникает никаких эмоций. Самоосвобождение от вредной привязанности дается труднее и влечет за собой неприятные последствия. Отказ от привычки не так болезнен. Во время адаптации к жизни без еды многие привычки изменятся или прекратят свое существование, в особенности те, что связаны с едой. Например, если вы привыкли каждое утро завтракать с семьей, будьте готовы отказаться от этого. Подумайте о реакции семьи на это, может, стоит с ними поговорить. Отказ от различных привычек несомненно окажет влияние на вашу жизнь, в частности, на связи в социуме. Такие привычки, как встреча с друзьями в баре, ужин с клиентами, пикники, рыбалка, закупка еды в супермаркете, совместное выпекание пирогов уйдут в прошлое. Отказываясь от всего этого, не повредите ли вы взаимоотношения в семье и с друзьями, не нарушится ли ваш внутренний комфорт. Вдобавок, могут возникнуть новые привычки, ведь у вас появится значительно больше свободного времени, которое раньше уходило на все то, что связано с едой. Вы не захотите, возможно, сидеть со всеми за столом, готовить пищу, мыть посуду. Как вы распорядитесь с появившимся временем? Появятся новые привычки? По правде сказать, пропажа разных привычек не является таким уж большим препятствием на пути освоения нового образа жизни. Однако нужно понимать, что потеря привычек должна идти вам только на пользу. Проанализируйте это. Диета. Часто перед тем, как стать независимым от пищи, человек сидит на какой-либо диете. Сама возможность неедения есть результат сильного повышения частоты вибраций тел человека. Так что предшествующая перехода на жизнь без еды диета может как облегчить, так и осложнить этот переход. Общими словами можно сказать, что так называемая низкочастотная пища, жареная, вареная, с большим количеством химии и еда, ставит начинающего неедущего в невыгодную ситуацию. Путь к повышению частоты вибраций будет дольше. Гораздо лучше переходить на жизнь без еды с так называемой высокочастотной пищей, сырые фрукты без химии. Так что зависит от самого человека, какую материальную почву для перехода он себе подготовит, облегчит или затруднит себе задачу. Человеческое тело не любит быстрых и масштабных изменений. Плавные изменения часто проходят незаметно. Это следует помнить, начиная штурмовать неедение. Человеческое тело отреагирует значительно лучше на пошаговое последовательное уменьшение количества пищи, чем на резкие и полный отказ от нее. Одна из часто встречающихся проблем среди начинающих ЖБЕ – вкус. Неедящий ничем не стимулирует свое ощущение вкуса. Многим это кажется скучным и тоскливым. Так что перед началом следует себя спросить, смогу ли я жить без наслаждения вкусом. Визуализация Как мы помним, инстинкт строит человеческое тело, заставляя его работать, контролирует информацию о съеденной еде, к примеру, реагирует на физические и психические раздражители и стимулы и так далее. Сама по себе работа инстинкта есть программа. Я уже упоминал, что программы подвергаются изменениям. Если, к примеру, мне не нравится реакция на какой-либо стимул, я могу внести изменения. Цель изменений, модификации, удаления или создания новых программ, достижение желаемой работы инстинкта. Если я решу, что мое тело должно реагировать тем или иным образом на, к примеру, темноту, жару, ранение, пищу, я могу достичь нужной реакции путем перепрограммирования инстинкта. И работы по перепрограммированию нужно ввести в сфере интуиции. Инстинкт любит заботу о себе. Чем больше вы заботитесь об инстинкте, тем сильнее любите его. Чем сильнее любите его, тем преданнее он вам служит. Относитесь к инстинкту как к любимому ребенку или к домашнему животному. Штампы и программы инстинкта – суть нужды и реакции человеческого тела на различные ситуации. Наши привычки являются отражением инстинктивных программ. Тот, кто знает, как перепрограммировать инстинкт, может изменить любой результат любого инстинктивного действия. Это касается и телесных нужд, вне зависимости от типа питания. Когда вы духовно готовы стать независимым от еды, последнее, что остается сделать, это перепрограммировать инстинкт в части отношений между пищей и телом. Длительность работы по перепрограммированию зависит от ваших навыков работы с инстинктом. Кому-то может потребоваться лишь секунда или меньше, кому-то 10 лет или больше. Визуализация – один из простейших и эффективнейших методов перепрограммирования инстинкта. Это сознательная работа, которая приводит к требуемым изменениям функции тела. Вы можете сделать свое тело больным или здоровым, можете стать богатым или бедным, можете научиться материализовать или аннигилировать предметы с помощью визуализации. Если визуализация правильно запрограммирована, если программист вы сами, то жизнь становится не более, чем увлекательной игрой, в которой вы сами восстанавливаете правила. Эффективная визуализация с заметным результатом – эта картинка, фильм, созданы вами и дополнены энергией. Для этого требуется пять условий. Первое. Создайте четкую, реалистичную, живую картинку или фильм с полной детализацией. В восприятии его должны участвовать все органы чувств. Второе. Осознайте достигнутый результат. Думайте о нем в настоящем времени, в совершенной форме. Третье. Ощутите свое состояние таким, каким оно будет во время достижения результата. Четвертое. Будьте уверены, что то, что вы делаете – реальность. Пятое. Насытьте процесс энергией любви. Пояснение. Первое. Первое, что вы должны четко понять, это, собственно, тот результат, которого вы хотите достичь. Продумайте все детали того, что должно стать результатом визуализации. Создайте картинку, в восприятии которой будут вовлечены все органы чувств. Чем больше ощущений даст вам ваша картинка, тем живее она будет, тем легче пойдет визуализация. Например, если вы визуализируете свой новый дом, представьте себя живущим там со своей семьей. Представьте все разговоры, услышьте их, подключите чувства слуха, шумы вокруг дома, шорохи, скрипы и так далее. Ощутите запах новой краски, чувство обоняния, цветов в саду. Попробуйте что-то, приготовленное на кухне, чувство вкуса. Ощутите кожи тепло вашего дома или жар солнца на поляне перед домом. Такой фильм вы должны создавать своим воображением. Создайте только те детали, которые важны для вас. Остальное создаться само, не заботитесь об этом. К примеру, если местоположение и форма вашего дома имеют для вас значение, создайте это в своем воображении. Но если количество окон и оттенок стен для вас не так важны, то не занимайтесь воссозданием всего этого. Не включайте в визуализацию процесс достижения результата, если только для вас процесс не важнее самого результата. Ваша визуализация уже есть конечный результат, то, чего вы хотите достичь. Это важно. Если вы будете представлять процесс достижения, вы ограничиваете сами себя. Есть столько разных путей достижения желаемого, которые мы даже не можем себе представить, и они могут быть лучше, эффективнее и короче. Создавайте только результат, а путь его достижения выберется наиболее гармоничным образом. Если ваша цель здоровье, визуализируйте себя счастливым и избавившимся от всех болезней. Не представляйте никаких методов исцеления. Ваше Я само разберется, какой из методов применить в вашем случае. И скорее всего, вы такой метод даже и не сможете представить или подумать. Второе. Осознайте результат вашей визуализации как уже свершившейся. Не думайте о нем, как о будущем. В неправильной установке «Я буду иметь», «Я буду хотеть», «Я буду», «Я стану» и так далее. Это значит, что вы так и останетесь желающим, стремящимся и мечтающим. И результат визуализации никогда не проявится в настоящем времени, так и останется в будущем. Но вы-то живете, вы в настоящем времени. В правильной установке «Я стал», «Я имею», «Я являюсь» и так далее. Вы создаете в воображении уже свершившийся факт. И именно он и будет являться тем шнурком, на который будут нанизываться обстоятельства, которые в конечном итоге приведут к желаемому результату. Третье. Создаваемая воображением картинка должна стать для вас реальностью. Отбросьте ощущение как будто. Забудьте, что вы воображаете. Живите в этой картинке, которая стоит у вас перед глазами. Если продолжать пример с домом, то вы действительно в нем живете, спите, взаимодействуете с домочадцами и соседями в настоящем времени. Инстинкт не очень хорошо разбирается в этой интеллектуальной иллюзии, называемой временем. Он не знает, что такое время. Инстинкт, как маленький ребенок, который еще не научился понимать разницу между завтра и через неделю. Поэтому важно переживать все ощущения здесь и сейчас. Четвертое. Мы уже говорили о разнице между знаю и верю. Если вы знаете, верить вам незачем. Если вы верите, то сомневаетесь, потому что не знаете на сто процентов. Неясно? Позвольте спросить, вы знаете, что вы в данный момент читаете эту книгу? Или верите в это? Каков ответ? Я знаю, что читаю. Или я верю, что я читаю. Ощутили разницу? Среди всевозможных советов о том, как проводить визуализацию, вы можете наткнуться на такой. Твердо верьте в то, что визуализируете. Ибо вера может двигать горы. Неважно, насколько сильна вера, она всегда сопряжена с сомнением. А вот когда вы знаете, тут уже никаких сомнений нет. Еще пример. Кто-то зовет вас и спрашивает, что вы делаете? Вы отвечаете, что читаете эту книгу. Вы точно знаете. Но тот, кто спрашивает, не знает. Он может только принять на веру. Его вера может быть похожа на знание на 99,9%. Но не на 100%. А вот если он сам увидит, что вы делаете, его вера подтвердится знанием. Собственно, она превратится в знание. И он сможет сказать, я знаю. Визуализируя что-то, важно знать, что это так и есть, а не верить в это. Но если вам кажется, что вы знаете, но сомнений не отпускает, это означает, что вы все-таки верите, пусть и очень сильно. Что же, это тоже неплохо. Уж лучше, чем не делать совсем ничего или мечтать о будущем. Кстати, если вы видели, как кто-то материализует предмет на вытянутой руке, к примеру, яблоко, значит вы имели дело с человеком, который знал, что предмет появится у него в ладони из воздуха. Такова сила созидательной визуализации. Пятое. Без достаточного количества энергии визуализация не даст результата. Под энергией я подразумеваю то, что человек ощущает, находясь под воздействием эмоций. Эмоция – это инстинктивная реакция, а инстинкт – это программа. Эмоция – это инстинктивный всплеск или задержка энергии. Вспомните какую-нибудь ситуацию, когда у вас сердце ушло в пятки или волосы вставали дыбом. Вспомните то ощущение энергии, которая текла по телу. Вспомните ощущение энергии во время сильной влюбленности. Вот что я имею в виду, говоря об энергии, нужной для визуализации. Итак, ваша картина готова. Она реально существует в настоящем времени. Вы точно знаете, что это ваша реальность. Теперь вам только нужна энергия, чтобы материализовать требуемое в физическом мире. Постарайтесь ощутить сильный эмоционально-энергетический прилив. Позвольте любви управлять вами. Не делайте более ничего, доверьтесь любви, ибо вы и есть ее источник. Визуализацию можно сравнить с семенем, посаженным в почву. Энергия и любовь – это солнце и вода, без которых семя не прорастет. Так что же делать на практике? Во-первых, сконцентрируйтесь, не позволяйте мыслям блуждать. Расслабьтесь. Позвольте любви возникнуть в вашем теле и уме. Ощутите подъем энергии. И теперь включайте свою картинку, не забыв сопроводить ее всеми дополнительными атрибутами, о которых говорилось выше. Чем больше любви и энергии вы проводите через себя, тем эффективнее работает визуализация. Ниже я расскажу больше о проявлении любви. Методы перехода на жизнь без еды. Существует масса методов перехода на жизнь без еды. Ровно столько существует перешедших людей. Но весь этот опыт можно попытаться обобщить и привести к нескольким вариантам. Они приведены ниже. Используйте эту информацию как общую направляющую, ибо внутри каждого метода возможны индивидуальные варианты развития событий. Каждый из этих методов заслуживает описания в отдельной книге. Это методы Естественный метод, Духовный, Внезапный, Силовой, 21-дневный процесс, Гипнотический, Альтернативный, Осознанное питание, Попытки, Философско-интеллектуальный, Солнцеедение, Алхимический и Ваш собственный. Естественный метод Собственно, название этого метода говорит само за себя. Цель этого метода приблизить пищевые привычки и шаблоны к наиболее естественному варианту. Человек, дисциплинируя себя, постепенно трансформирует свою диету, приводя ее в соответствие с природой. Иными словами, этот метод можно назвать усовершенствованием рациона. Человек, используя этот метод, оттачивает свои пищевые привычки, удаляя все грубое и неестественное, утончая и облегчая свой рацион. В конечном итоге, единственное, чем человек питается, это высокочастотная энергия. Следующий шаг – жизнь без еды. Итак, в первую очередь, из рациона удаляются самые тяжелые. Тяжело перевариваемые и несущие тяжелую информацию продукты. Жареное, копченое, приготовленное на гриле мясо, жареные и вареные крупы, кукуруза, картофель, рис и так далее, чипсы, попкорн, пицца, выпечка, также подлежат удалению. Следующим шагом удаляются молочные продукты. Некоторые из них утверждают, что кисломолочные продукты являются источником необходимых бактерий кишечника. Но факт, тем не менее, состоит в том, что отказ от этих продуктов идет организму лишь на пользу. Существует немало исследований на эту тему. Если захотите, вы сможете найти соответствующую информацию. Однако, если вас заботит какая бы то ни было бактериальная среда кишечника, вы верите в то, что она для вас жизненно необходима, то можно пить немного капустного сока или сока огурца, предварительно очищенного от шкурки. Далее отбрасывается все сладкое. Шоколад и горький тоже, конфеты, сладкие напитки, все, что содержит сахар. Мед, глюкозу, фруктозу, химические подсластители. После удаления всего вышеперечисленного остаются овощи, фрукты, некоторые крупы, семена, орехи, зелень, рыба, яйца и некоторые сорта мяса и животных жиров. Дальнейший шаг – прекращение приготовления еды. В самом начале мы перестали жарить, коптить и готовить на гриле. Теперь постепенно исчезают из жизни такие понятия, как варка, приготовление на пару, тушение и прочее. Единственный метод, какого бы то ни было приготовления пищи к потреблению, это помыть и порезать. Взгляните на природу. Помыть и разделить на куски – единственное, что делает с едой все живые существа на планете. Кто еще, кроме человека, как-то иначе обрабатывает еду перед употреблением? Известно, что приготовленная еда имеет мало отношения к сырой еде. Вареное яйцо – это совсем иной продукт, нежели сырое яйцо. Выглядеть оно может так же, но если провести химический анализ, станет видно, что это иная субстанция. Кухня – это химзавод в миниатюре, где происходит переработка естественных химических наборов в продуктах в искусственные. И человек потребляет именно этот измененный продукт. Отказ от приготовления еды – шаг к воссоединению с природой. Человек – часть природы. Будучи таковым, мы не можем на 100% адаптироваться к той искусственно измененной пище, которую мы производим на своих кухнях. Возврат к потреблению только естественных химических наборов натуральной пищи, получаемой непосредственно от природы, удивительным образом меняет человека. Движение вперед подразумевает отказ от злаковых – пшеница, рожь, кукуруза и им подобные. Мясо, рыба, если вы еще не отказались от этого на этапе сыроедения. То есть остаются только сырые овощи, фрукты, семена и орехи. Большинство овощей, потребляемых нами сейчас, это результат долгой селекционной работы и генетических экспериментов. Некоторые изменения берут свое начало в глубокой древности. Овощи, если их не культивировать, очень скоро подвергнутся вырождению, одичанию и исчезновению. Овощи слабое звено в природе, именно поэтому нам они тоже не нужны. И так остаются лишь фрукты и орехи, потому что эти продукты производятся природой естественным образом и не нуждаются в человеческой поддержке. Именно они или только они и есть подарок природы человеку. Есть только то, что природа сама дает человеку, значит жить в гармонии с ней. Предки многих людей, населяющих землю, шимпанзе и гориллы едят в основном фрукты. И они полны энергии, сильны и здоровы. Но если их начать кормить едой, приготовленной людьми, они быстро захереют и будут болеть и умрут раньше срока. Один из заключительных шагов на пути естественного перехода на жизнь без еды – потребление лишь фруктовых соков. Соки можно выжимать, можно высасывать их из мякоти фруктов. Покупные соки лучше не пить, потому что они являются искусственно произведенными жидкостями. Их вкус, запах и вид существенно отличаются от того, что дает природа. Потребление этих соков – существенный шаг назад. Далее, выжатые соки следует разводить водой. Все больше и больше воды, все меньше и меньше сока. И через некоторое время для вас останется лишь одна чистая вода. Вы будете пить воду лишь по потребностям своего организма, но и это количество будет сокращаться, пока вовсе не исчезнет потребность в воде тоже. У тех, кто выбирает этот метод, переход на жизнь без еды, может занять от нескольких месяцев до нескольких десятилетий. Сроки зависят от множества факторов, но основной – уровень духовного развития. Первый важный комментарий. Когда вы постепенно отказываетесь от пищи, следите за тем, чтобы не воевать против собственного тела. Борьба обязательно заканчивается победой одной стороны и проигрышем другой. Так что, если вы боретесь со своим телом, оно страдает. Например, вы жить не можете без жареной картошки и едите ее по 3 кг в неделю. В таком случае, вам не стоит отказываться от любимого блюда сразу. Лучше начните проявлять дисциплинированность в еде. Ешьте свою картошку, но уменьшайте ее количество, например, на 1% в неделю. Для тела это уменьшение пройдет незамеченным, аппетит будет удовлетворен, а вы тем самым постепенно сведете употребление картошки на нет. Но у тела есть своеобразная память на приятные ему вещи. И вот однажды, проходя мимо места, где готовят любимую некогда картошку, вы вдруг почувствуете запах и ощутите, как выделяется слюна. В желудке возникает голод и вам нестерпимо хочется, нет, не поесть, а именно картошки. Не пытайтесь себя перебороть, уступите, съешьте немного картошки, насладитесь ее вкусом, жуйте ее долго. В противном случае мысль о картошке может преследовать вас, картошка будет снится ночью и в итоге вы, кроме как о своем неудовлетворенном желании, думать ни о чем не сможете. Тело достаточно хорошо приспособляемо, оно вполне может адаптироваться к вашим пожеланиям, если вы будете вводить изменения постепенно, почти незаметно для него. Да, придется потратить какое-то время. Быстрые, резкие, скачкообразные изменения могут телу навредить. К примеру, переселение из тропического климата в холодный или единовременная потеря веса 120 килограммов принесут телу немалые страдания. Изменение диеты это гигантская перестройка механизмов и процессов тела. И нужно проводить ее плавно, постепенно. Если вы относитесь к своему телу с любовью, понимаете его, то вы дадите ему столько времени, сколько ему нужно для изменений, и оно вас не подведет. Второй важный комментарий. Однако описанный выше способ не есть универсальное руководство для всех. Каждый человек – это отдельный мир, что хорошо одному, невыносимо для другого. Так что вы можете вносить любые изменения, которые подходят вам индивидуально. Положитесь на интуицию, она вас проведет через процесс изменений, лучше, чем любые книги, инструкции или опытные товарищи. Я знаю людей, которые перешли на жизнь без еды через так называемую оптимальную диету Аткинса, состоящую преимущественно из жиров животного происхождения. Это их путь. Третий важный комментарий. Применяйте дисциплину, но не силу. Что есть дисциплина? Это разумно спланированная и системно исполняемая последовательность действий, которые ведут к объективному результату. Дисциплина не подразумевает борьбы, в особенности, если вами движет любовь. Важно понимать разницу между дисциплиной и насилием. Дисциплина ведет к успеху, насилие ведет к поражению. Духовный метод. Материя, в том числе и тело, есть проявление духа тонкого мира. Все, что проявлено на физическом плане, изначально было создано в планах более тонких. И если в духовной сфере человека присутствует мысль о жизни без еды, то рано или поздно это будет проявлено в мире материальном. Используя духовный метод перехода на жизнь без еды, нужно расширить сферу сознания, понимая, что именно в ней начало перехода. А уж тело не отстанет и включится в работу по переходу на свой уровень. Если для сознания жизнь без еды реальная цель, то тело будет вынуждено последовать. Человек может развиваться духовно в разных направлениях. Кто-то следует неким тенденциям, религиям, верованиям, практикам. Один или с единомышленниками. Кто-то уходит в затвор. Кому-то важны наставления, гуру, ангела, высшего я. А кто-то верит только себе. Неважно, как обставлен духовный рост человека. Главное, чтобы он был. Чтобы сфера сознания расширялась и человек получал адекватные результаты на том пути, по которому идет. Вот каким образом духовный рост влияет на переход к жизни без еды. С расширением сферы сознания. Многие привычки человека, в том числе и пищевые, меняются. Из рациона пропадает пища с грубой энергетикой. Потребность в пище вообще уменьшается. И однажды эта потребность исчезает вовсе. Это происходит потому, что человек точно знает, он жив не за счет физической пищи, а благодаря своему я, Богу, Святому Духу, Создателю. Можно называть здесь любые имена. Они одинаково не важны, ибо лишь испытавший это знает истину. Используя духовный метод перехода на жизнь без еды, следует концентрироваться на собственном духовном росте и на освобождении от самой сильной из материальных привязок, от еды. И все получится. А что именно нужно делать, подскажет та традиция, в русле которой человек намеревается развиваться. Внезапный метод. Это скорее и не метод, а событие, которое внезапно может произойти с человеком. И его нельзя рассматривать в отрыве от сопутствующих обстоятельств. Внезапный переход на неедение – результат определенных действий человека. Чаще всего это происходит следующим образом. В один прекрасный день человек осознает, что пища ему более не нужна. Часто бывает так, что при попытке поесть тело отвергает еду, и вообще она не вызывает никаких положительных эмоций. Внезапный переход на жизнь без еды часто бывает с теми, кто ведет духовную жизнь. Усердные молитвы, длительные периоды созерцания, медитации – все это может заставить человека забыть о еде. В жизнеописаниях многих святых, во многих религиозных течениях можно отыскать такие факты. Человек, ведший праведную, исполненную духовного труда жизнь, однажды отказывался от пищи, либо на длительный срок, либо навсегда. В современном мире, где уровень духовности, пусть медленно, но все же растет, тоже нередки случаи внезапного перехода на жизнь без еды. И вовсе не среди святых, монахов или затворников, а среди обычных людей. Справедливости ради стоит отметить, что большинство из них – творческие люди. Бывает так, что художник, скульптор или писатель так вовлекается в работу, что забывает не только о еде, но и о сне. И если его не тревожить, он может несколько дней к ряду без устали творить, не замечая времени, смены дня и ночи, не вспоминая о необходимости поесть. Вспомните самые возвышенные моменты своей жизни. Вспомните, что вам тогда не только не думалось о еде, но и чувство голода было забыто. Это от того, что вы были питаемы любовью. И если поддерживать в себе это состояние любви, все творящие, все пронигающие, то тогда вообще никогда не будет вставать вопрос о какой-либо сторонней энергоподпитке. Также часто бывает, что при внезапном переходе на жизнь без еды не наблюдается никаких неприятных симптомов, о которых было рассказано выше. Переход происходит легко и естественно, просто пропадает аппетит, интерес к материи, называемый едой. И это может длиться дни, недели и даже годы. Чем больше в человеке духовного, тем меньше привязок к материальному, к пище в том числе. Чем больше духовных практик, тем легче бросить есть. Однако не стоит насиловать свое тело. Но как внезапно интерес к еде пропал, также внезапно он может и проявиться. И после короткого или длительного перехода неедения человек бывает возвращается к нормальному рациону. Внезапный переход на жизнь без еды легко отличить от анорексии, которая является психическим заболеванием. При переходе на жизнь без еды нет истощения организма. Тело не теряет вес, не слабеет, оно продолжает находиться в здоровом состоянии и нормально функционирует. Силовой метод. Как вы понимаете, здесь речь идет о переходе на жизнь без еды с применением усилий. Многие люди нетерпеливы или вообще не любят всяческие методы. Им подавай короткую дорогу и немедленный результат. Часто таких людей характеризует сильная воля и упорство в достижении поставленной цели. И уж если они что-то решили, то идут к победе, не обращая внимания на обстоятельства. Такое поведение позволяет достичь многого и жизнь без еды в том числе. Силовой метод весьма незатейлив и не требует особых приготовлений. Даже сейчас, читая эту книгу, вы можете сказать себе «Отныне я больше не ем» или «С этого момента я неедящий» или как-то так. И более от вас ничего не потребуется, кроме вашей решимости. Человек, принимающий такое решение, просто верит, что станет неедящим исключительно потому, что он так решил. На практике нередко бывает, что принявший такое решение начинает производить насилие над телом. Человек голодает, а голодовка со всеми сопутствующими симптомами это не жизнь без еды. Силовой метод перехода на жизнь без еды редко бывает успешен. Проголодав, некоторое время человек возвращается к еде. Другое дело, если его воля позволяет ему выдержать без пищи достаточно долго, чтобы ощутить на себе все плюсы лечебного голодания и, быть может, вылечиться от многих болезней, даже от таких, которые медицина считает неизлечимыми. Во время голодания или поста тело теряет вес. Не нормализирует, а именно теряет, без остановок. И силовой метод оборачивается страданием тела, нарушением его функций и приводит к скелетообразному внешнему виду. Вовсе не каждый, кто вот так вдруг отказывается от пищи использует силовой метод. Чаще просто сфера сознания у таких людей расширена до такой степени, что им достаточно лишь просто одной мысли о переходе на жизнь без еды. И их тела в достаточно короткие сроки адаптируются к новому образу существования. Есть и такие, кто точно знает, что их тела замечательно могут существовать без физической пищи, но по тем или иным причинам продолжают питаться. Для таких людей переход на жизнь без еды не труден, достаточно лишь принять решение. 21-дневный процесс Предостережение Пожалуйста, не проводите 21-дневный процесс, если не прошли внимательно и глубоко не обдумали первоисточник. Книгу Джасмухин «Проническое питание» Неправильно проведенный процесс может угрожать вашей жизни. Описание, данное ниже, далеко не полное и не является инструкцией, я привожу его в данной книге только для полноты обзора методов, хотя сама Джасмухин просила меня не писать о 21-дневном процессе из соображений безопасности читателей. Полное и детальное описание процесса, сделанное Шармейн Харли, содержится в названной высшей книге. Написала ее австралийка Джасмухин, женщина, питающаяся праной и продвигающая по всему миру идею божественного питания, с целью покончить с явлением голода как таковым. До сих пор это самый широко известный метод перехода на жизнь без еды. В следующей книге Джасмухин «Пища богов» содержится ее один более длительный и щадящий метод перехода. Важно знать, что информация о 21-дневном процессе была получена от нематериальных существ, группы единомышленников из Австралии. Джасмухин была одной из них. Суть метода в том, что божественное начало уже присутствует в нас, и нам достаточно лишь дышать, чтобы получать необходимую для жизни субстанцию – прану с каждым вдохом. Это новый метод питания для людей будущего. Это часть человеческой эволюции. 21-дневный процесс разделен на три части по неделе каждая. Первую неделю человек не ест и не пьет при сухом голодании. Для неподготовленного это может быть опасным. Главная опасность – дегидратация, обезвоживание, которое влечет необратимые последствия. И такое уже случалось с некоторыми. Во вторую неделю человек может пить воду или апельсиновый сок на четверть разбавленной водой. На третью неделю содержание сока можно увеличить до 40%. Количество жидкости не ограничено, но нужно выпивать не менее полутора литров в день. Многие проходившие процесс пили не апельсиновый, а какие-то другие соки. Рекомендуется проходить процесс в одиночестве, в отрыве от цивилизации. Было бы идеально, если проходящего процесс ежедневно навещал бы друг, заходящий на несколько минут, проверить, все ли в порядке. Во время процесса происходит психическая и физическая очистка. Телевизор, компьютер, работа, ежедневные дела, ссоры, проблемы. От всего этого человек, проходящий процесс, должен быть изолирован. Важно сконцентрироваться на духовной стороне процесса, без отвлечений. Именно поэтому его лучше проводить, находясь в отпуске и вдали от забот. По моим наблюдениям, люди, интересующиеся этой темой, считают, что 21-дневный процесс есть некая магическая инициация, которая позволяет человеку стать неедущим. Однако, я не знаю лично никого, кто бы стал таковым после прохождения процесса. Другое дело, процесс дал этим людям уверенность в том, что они таки могут жить без пищи. 21-дневный процесс, как таковой, не превращает человека в неедущего или бретарианца. С технической точки зрения, процесс – это комбинированное голодание, сначала сухое, затем на соках. И это очень эффективный метод очистки тела от токсинов, а при соответствующей духовной работе и психике от всяческого мусора. И если сознание не готово, 21-дневный процесс будет лишь очистительной процедурой, а не методом перехода на жизнь без еды. У каждого процесс происходит по-своему. Кто-то не чувствует ничего сверхъестественного и продолжает жить, как жил, но уже без еды. А для кого-то процесс становится самым потрясающим духовным опытом в жизни. У некоторых открываются паранормальные способности. Каждый человек индивидуален и один и тот же опыт переживается всеми по-разному. Гипнотический метод Гипноз – это инструмент для перепрограммирования подсознания. Одна из частей подсознания ответственна за контроль и связь физического тела, психики и части внешнего мира, известной как еда. В случае с рядовыми жителями Земли эта связь носит витальный характер, то есть еда необходима для жизни. Ряд особых субстанций, называемой едой, должен регулярно, своевременно и в нужных количествах поставляться телу для продолжения существования. Но части подсознания могут быть модифицированы. Человек, стремящийся к жизни без еды, программирует свое подсознание так. Человеческое тело функционирует правильно вне зависимости, поставляется в него какая-либо пища или нет. Работая с опытным гипнотизером или проводя сеанс самогипноза, используя индивидуализированный набор изменений подсознания, можно добиться того, что перепрограммирование произойдет. Успех, среди прочего, зависит здесь и от того, насколько гипнабельным будет человек, решивший изменить свою жизнь таким образом. Это довольно рискованный и малоизученный метод достижения неедения. Главная опасность в том, что подсознание могут быть впитаны вредоносные установки. Во время сеанса гипноза подсознание впитывает информацию, как губка в воду, и каждая установка это серьезное перепрограммирование. Важно помнить, что гипнотизер делает внушение не только одними словами. Поведение гипнотизера, его эмоции, окружающая среда, обстановка, звуки, проникающие с улицы, все это дополняет собой внушение, и мы никогда не сможем точно сказать, какая именно мелочь, как и на что повлияет. Именно потому, что в подсознании могут возникнуть какие-то нежелательные программы, я не рекомендую пользоваться этим методом для перехода на жизнь без еды, особенно если вам подходит какой-то другой. Быстро введенные в подсознание изменения, несомненно, повлекут изменения в жизни, и это может причинить страдания. Визуализация, например, гораздо более щадящий метод перепрограммирования подсознания. Этот метод может сгодиться в некоторых экстренных случаях, например, во время голода, причиной которого стала война или какая-то катастрофа. В данном случае будет гумания, загипнотизировав человека, внушить ему, что он прекрасно проживет без пищи, чем позволить ему медленно умереть с мыслью о том, что без еды тело не выживет. Альтернативный метод Данный метод построен на особом расписании приема пищи. Но прежде чем приступить к переходу по этому методу, нужно сократить количество приемов пищи в день. К примеру, если вы едите пять раз в день, начните есть четыре. Привыкнув к этому, перейдите на три раза в день. Нужно дойти до момента, когда вы будете питаться один раз в день, и это будет для вас комфортным. Следующий шаг начать есть через день, то есть день питания единожды в день. День голодания. То есть ваше пищевое расписание будет выглядеть так. Еда, голод, еда, голод, еда, голод. И так далее. Пройдет время, и этот ритм станет для вас привычным. Вы не будете замечать ничего необычного в этом. Вы будете чувствовать, что вам хочется есть лишь каждый второй день. Это произойдет само по себе, но вам уже не надо будет подсчитывать дни или помнить расписание. Дальше переходим на новый график. Одна еда раз в три дня. Сегодня едим, завтра и послезавтра нет. Обратите внимание на то, что день, когда вы едите еду, вы употребляете ровно такое же количество еды, как и тогда, когда вы питались ежедневно. То есть не надо удваивать, утраивать порции, чтобы наесться на два или на три дня вперед. Следуя такому графику, вы придете к тому, что будете питаться раз в неделю, потом раз в две недели. Вам будет лучше облегчить себе рацион, жидкости, фрукты. Не перегружайте пищеварительную систему, внезапно вываливая в нее большие объемы тяжелой еды. После того график, к которому она привыкла, это может сильно ей навредить. Когда вы питаетесь несколько раз в месяц, нет ничего удивительного, если вы вдруг однажды просто забудете поесть. Если вас при этом не мучает приступ голода, то не стоит перекраивать расписание, дождите следующего сеанса еды. Но будьте внимательны к своему телу, альтернативный метод может легко перейти в изнуряющее голодание с истощением, ослаблением или прочими неприятностями. В таком случае пересмотрите свое расписание, укоротите периоды без еды или работайте над расширением своей сферы сознания. Попытки. Вот некто решает начать жить без еды и исключаете из своего мира любую физическую пищу. Такое решение может быть, но не обязательно, принято без подготовки. Человек наблюдает за собой, за своим разумом и телом. И если все идет нормально, жизнь без еды ему дается без проблем. Он начинает считать себя неедущим, бритерианцем или пранаедом. Но если возникают симптомы, указывающие на невозможность жизни без пищи, у человека есть выбор продолжать не есть или вернуться к потреблению пищи. Разумный выбор снова начать есть. Почти все, кто ощущает, что их тела не готовы правильно функционировать без еды, сделали бы так. И так человек начинает есть снова. А свою неудачную попытку он может назвать просто периодом голодания. Человек некоторое время принимает пищу, его тело приходит в порядок, исчезают неприятные симптомы. Он может даже подумать о том, чтобы поесть впрок, чтобы поднакопить немного жировых запасов. Известный факт, чем больше в теле жира, тем дольше человек может выдержать без пищи. Разумеется, лучше не заниматься накоплением жира, это не очень хорошо для здоровья. Чем дольше будет следующий период неедения, тем больше шансов у человека адаптировать свое тело к жизни без еды. Восстановившись, поднабрав жирку, наш герой снова отказывается от еды. И опять, спустя некоторое время, он может вернуться к еде, чтобы опять привести в порядок тело. Но, возможно, это и не потребуется, потому что он может отказаться от еды так, что тело прекрасно заработает и безо всякой еды. Но, возможно, это и не потребуется, потому что может оказаться так, что тело прекрасно работает и безо всякой еды. Но если человек все же начал снова есть, он может повторить попытку в любой момент в будущем. И любая новая попытка может закончиться как возвратом к еде снова, так и переходом на жизнь без еды. Но возможно выбрать иной путь. Продолжая неедение, человек ощущает, что его тело истощается и слабеет, и приближается критическая точка. Критической ее можно назвать потому, что это точка баланса между жизнью и смертью тела. После этой точки есть три пути развития событий. Переход на жизнь без еды, сильное истощение, физическая смерть. Причем второй и третий вариант наиболее вероятны в случае такого безответственного подхода. Конечно, есть исключения, но и они чрезвычайно редки. Балансирование между жизнью и смертью вводит человека в особое психическое состояние, которое не опишешь словами. Это состояние характеризуется повышенной степенью осознанности. Примерно такое же испытывают те, кто переживает клиническую смерть. Кто-то возвращается изменившимся, кто-то остается за пределами биологической жизни. Именно в такие моменты происходят случаи чудесных излечений. Я предостерегаю вас от использования этого метода. Я написал о нем лишь для полноты картины. Чтобы ступить на этот путь, человек должен быть либо высоко развит в духовном плане, либо быть сумасшедшим, либо вообще потенциальным самоубийцей. У кого-то будет шанс выжить, а кто-то почти наверняка расстанется с жизнью. Я уверен, что духовно развитые люди не выберут этот метод, ибо таковые уже отлично знают, что они могут прекрасно существовать безо всяческой подпитки, если уж решат так жить. Но если человек этого не знает, в этом не уверен, то это означает, что он пока не развит в достаточной степени, хотя бывают и исключения. Философский интеллектуальный метод. Этот метод, его также можно было назвать научным, состоит в анализе теоретической и практической информации. Я бы его рекомендовал как дополнение к прочим методам. Человек, интересующийся темой неедения и желающий научить свое тело обходиться без физической пищи, ищет свою доступную ему информацию в книгах и семинарах, интернете и расспрашивает самих неедящих и так далее, ищет всю доступную ему информацию в книгах, на семинарах, в интернете и расспрашивает самих неедящих. Полученная информация анализируется, обдумывается, дискутируется, и если есть возможность, доказывается на практике. То есть это такой же подход, который практикуют ученые. Главная цель – создать мощную интеллектуальную поддержку того факта, что люди действительно могут жить без еды. Второстепенная цель – проанализировать различные методы перехода и выбрать наилучший для себя. Этот метод подходит для тех, у кого интеллектуальное восприятие развито сильнее интуитивного. Но увы, это и есть главная преграда на пути к жизни без еды. Как правило, люди такого склада не имеют успеха в переходе, пока не разовьют в себе духовность в достаточной мере. Хотя я не исключаю, что этот метод в будущем может дать свои плоды, и возможно желающие перейти на жизнь без еды будут просто проходить некий курс адаптации, медикаментозный или оперативный, и становиться свободными от регулярного потребления пищи. Ученые, генетики, неврологи, физики и прочие уже достаточно давно работают в данном направлении, разумеется, неофициально. Солнцеедение. Этот метод в основном состоит из пристального осмотрения на солнце и вхождения босиком по земле. Он уже давно известен и сотни лет практикуется, в основном, жителями Индии. Они утверждают, что это излечивает тело и душу. После длительных тренировок солнцеедение позволяет человеку наслаждаться совершенным здоровьем, хорошим настроением и высоким уровнем жизненной энергии. Исцеляющие факторы здесь солнце и земля. Свобода от пищи появляется позже, как побочный эффект обладания высоким уровнем жизненной энергии. Это происходит почти со всеми солнцеедами, даже с теми, кто не верит в это. Заметное снижение аппетита проявляется обычно после 7 месяцев практики, хотя бывают и иные варианты сроков. Один из тех, кто сделал этот метод широко известным в мире, индус по имени Хиро Ратан Манек. На своем веб-сайте Манек описывает весь метод в деталях. Вот краткое описание метода Манека. Каждое утро на рассвете или ежевечернее, на закате, следует смотреть на солнце, в его самый центр, стоять при этом босиком на голой земле. В первый день смотреть не более 10 секунд. Каждый день увеличивать приложительность смотрения еще на 10 секунд. Таким образом, практикуя каждый день, через месяц смотрения составит 5 минут, а через 9 месяцев 44 минуты. Это максимум, дольше на солнце смотреть нельзя. Второй важный момент в практике – хождение босиком по голой земле как минимум по 45 минут ежедневно, даже в те дни, когда не удалось посмотреть на солнце. Во время хождения на солнце не смотреть. Итого, весь процесс перехода займет около 9 месяцев. После этого срока уже нет необходимости смотреть на солнце ежедневно. Более того, это даже не рекомендуется. Следует делать это лишь время от времени, чтобы поддерживать высокий уровень энергии в теле. Длительность и частота смотрения на солнце, разумеется, зависят от климата, в котором проживают практикующие. А вот хождение босиком рекомендуется продолжать. Если вы живете в таком месте, где восход и закат нет возможности наблюдать ежедневно, то процесс, конечно, займет больше времени. Если вы пропустили несколько дней, не следует в следующий раз увеличивать продолжительность солнечной сессии. После долгого перерыва нужно даже сократить время смотрения на солнце. Для безопасности глаз очень важно закончить смотреть на солнце не позже, чем за час после восхода. Вечером не раньше за час до полного заката. Разумеется, нельзя смотреть на солнце днем, особенно в полдень. Надеюсь, предостережение ясно. Не насилуйте глаза, не смотрите на солнце ни в какое иное время, кроме часов восхода и заката. В противном случае неминуемо повреждение тканей глаза. Также длительные солнечные сессии, при принимаемой бесступенчатой подготовке, тоже могут спровоцировать ожоги тканей глаза. А такие травмы пока официальной медицины считаются неизлечимыми. Алхимический метод. Это самый эффективный метод из известных мне. Он связан с воздействием химических веществ на организм человека. В этом случае неедение проявляется как побочный эффект сильнейшей активации светоносной составляющей физического тела. Химические вещества, чистые и растворенные, используются уже тысячи лет, в основном теми, кто именуется мастерами или инициирующими. И известны под различными названиями, например, манна, философский камень, Святой Грааль, Вибути, Белое Золото, Арме, Ормус и т.д. Чаще всего они выглядят как порошок. Это может быть как чистый химический элемент, так и смесь золота, родия, рутения серебра, меди, ртути, но не металлической их формы. К примеру, не металлическая форма золота выглядит как стекло, а порошок имеет белый цвет. Поискав в интернете, вы найдете немало информации об этом. Используйте в поиске вышеперечисленные слова. Описания чудодейственных веществ, исцеляющих душу, тело и возвращающих к жизни, часто бывают даны в зашифрованном символическом виде. Их можно найти в Библии, Ведах, Коране, древнеегипетских текстах или книгах по алхимии. Секреты этих веществ передаются только тем, кто прошел длительный процесс ментальной и духовной очистки, посвятил много времени занятиям и практикам. Принятие таких веществ неподготовленному человеку может спровоцировать сумасшествие или смерть. Вот описание одной из возможных процедур. Духовно подготовленный человек сперва очищает свое тело девятидневным постом, голоданием. С десятого дня человек начинает принимать внутрь порошок или жидкость, тщательно приготовленную алхимическую композицию, состав которой зависит от преследуемой цели. Прием композиции растягивается на месяц или около того. Это опять же зависит от цели и состава принимаемого вещества. Через 40 дней телу уже не требуется никакая еда. Если, однако, голод все еще появляется, следует продолжать прием, постепенно уменьшая дозу, до того момента, пока чувство голода не пропадает совсем. Всевозможные духовные упражнения во время приема композиции существенно ускоряют процесс, активируют работу различных систем тела, увеличивается эффективность и работоспособность мозжечка и шишковидной железы. Это позволяет человеку открыть для себя новые каналы восприятия мира, новые навыки и умения. Для большинства людей алхимический метод – билет в один конец. Такая резкая активация светоносной составляющей тела практически всегда будет означать психическую травму или смерть. В лучшем случае резко изменившемуся человеку грозит полное взаимное неприятие окружающего мира, отчасти из-за того, что у него разом откроется множество нефизических каналов восприятия. Человек будет перегружен информацией. То, что он увидит и услышит, будет похоже на наркотическую галлюцинацию, хотя таковой и не будет являться. Самое, пожалуй, необычное состоит в том, что мысли такого человека будут материализоваться в разы быстрее, чем у нормального. А это означает, что следить за своим сознанием, генерирующим подчас не совсем благие помыслы, нужно во сто крат тщательнее. В 1995 году Дэвид Хадсон выступил в серии публичных лекций о некоторых веществах, полученных в его лаборатории. Эти вещества имели качество, описанные еще древними алхимиками. Исследования этого и других ученых подтвердили, что некоторые химические составы могут производить с человеком удивительные изменения. Осознанное питание. Осознанное питание, ОП, один из эффективнейших методов перехода на жизнь без еды. Осознанное питание дает вашему телу то, что ему нужно и в нужное время. Вот как это делается, шаг за шагом. Допустим, вы ощущаете голод. Действуйте по ниже следующим пунктам. Первое. Остановитесь ненамного. Расслабьте тело и разум. Спросите себя, а что это со мной? А теперь почувствуйте ответ, не думая о причине голода. Вам нужно именно почувствовать. Чем больше ощущений и чем меньше интеллекта вовлечено в процесс, тем больше сознание проявляет себя. Обдумывание, процесс ограниченный по сравнению со сферой сознания. Так что прочувствуйте ответ на свой вопрос. И возможно на этом этапе голод пропадет. Второе. Вы все еще голодны? Идем дальше. Спросите себя, что именно вам хотелось бы съесть. Вспомните различные виды еды и выберите именно то, что вас сейчас привлекает. Поняв, что это, представьте, что вы это едите. Представьте, как пища наполняет ваш рот и желудок. Теперь снова спросите себя, что это со мной? И прочувствуйте ответ. Если голод пропадает, можете остановиться. Попутно внимательно проследите все свои мысли, возникающие во время процесса. Поймите их, повторите их, рассмотрите их. Будучи изученными, они утратят свою власть над вами и никогда больше не сделают вас голодными. Третье. Если телу впрямь необходима еда, голод на предыдущей стадии не пропадет. Так что продолжайте процесс осознанного питания. Возьмите ту пищу, которую требует ваше тело, но сделайте это осознанно. Осознавайте, обдумывайте, смакуйте каждое ваше движение. Каждый элемент процесса – выбор, распаковка, приготовление, разрезание. Следите за тем, что происходит внутри вас, внутри сознания. Продолжайте спрашивать себя, что это со мной? Старайтесь ощутить ответ. На этой стадии голод может пропасть, а вы узнаете о себе много нового. Если опять не получилось, следуем далее. Вот вы сидите перед тарелкой с той едой, которую так желали. Вот вы сидите перед тарелкой с той едой, которую желали. Медленно возьмите кусочек, продолжая наблюдать за всеми реакциями тела. Спрашивайте себя, что это со мной? Не ищите ответа в разуме, постарайтесь ощутить его. И опять же, на этом этапе голод вполне может исчезнуть. Если нет, действуем далее. Пятое. Откусите кусочек, подержите во рту, прочувствуйте его всем телом, как оно реагирует на проявление столь вожделенной пищи. Чувствуйте, наблюдайте и не думайте. Дальше очень важно. Жуйте пищу долго, не менее трех минут. Чем дольше, тем лучше. Иногда приходится делать это часами. Глотайте только тогда, когда содержимое вашего рта превратится в жидкость и изменит вкус. Не глотайте пищу, пока вкус не изменился, иначе это не будет осознанным питанием. Чувствуйте, но не думайте. Пока вы жуете, вкус пищи может вам показаться отвратительным, и вы не захотите это глотать. Выплюньте ее. Седьмое. Поступайте так же с каждым кусочком еды, пока не наедитесь. Делая это, будьте уверены в том, что удовлетворяете насущную потребность тела. Используя осознанное питание, вы в свое время осознаете то, что делаете. Процесс начинается с ощущения голода или жажды. Проходя через стадии осознанного питания, вы узнаете правду о том, откуда берутся эти ощущения, и что они собой представляют. Если это не есть необходимая потребность тела, то вы не станете есть, тем самым нагружая пищеварительную систему. Лучшая забота о теле давать ему то, что нужно в необходимых количествах, в правильные сроки. Осознанное питание – одна из тех практик, что приближает человека к его «я». Чем сильнее «я» проявляется в человеке, тем лучше он видит, чувствует и понимает окружающий мир, и тем меньше у него возникает вопросов. Иными словами, вы перестаете нуждаться в чем-либо, если вы есть источник всего. Все, что вам потребуется сделать – это позволить этому источнику проявить себя. В обычных условиях нашей ежедневной жизненной рутины «я» задавлено интеллектуальной частью разума. Осознанное питание и иные техники увеличения осознанности делают интеллект не таким болтливым, гораздо более тихим и восприимчивым к голосу интуиции. Так как интуиция напрямую связана с «я», ей известно абсолютно все, она имеет решение для всего и даст вам любой совет, какой бы ни понадобился. Осознанное питание, осознанный сон, осознанные разговоры, осознанные. Что бы вы ни делали осознанно, это заставляет вас становиться более осознанным в целом, расширяет сферу сознания, в которой вы живете. Чем шире эта сфера, тем меньше вопросов, ибо сомнение меняется на знание. Таким образом, переход на жизнь без еды, жизнь без воздуха, жизнь без сна и чувствительности к температуре окружающей среды – лишь вопрос вашего решения. Ваш собственный метод. Всякий человек живет в собственном мире. Так как же можно, если вообще можно, создать метод, подходящий всем, даже в малейших деталях? Как вы думаете, может это кто-то сделать за вас? Самый важный метод для вас – это ваш собственный. Он может содержать элементы из вышеперечисленных методов, а может и нет. Он может быть чем-то совсем иным. Вы должны работать над своим методом, опираясь на уникальную коллекцию ваших знаний, чувств и интуиции. Некоторые люди любят неспешный, системный подход, другие предпочитают получать результат немедленно, даже если для этого потребуются немалые усилия. Прочие идут по серединному пути. Кто-то концентрируется на духовной стороне дела, иным подавать доказательства, ибо для них все должно быть логично. Остальные комбинируют чувство и разум. Имея информацию о различных методах адаптации тела к жизни без еды, вы можете разработать свой собственный метод. Для примера, этот метод может содержать в себе усовершенствование рациона – естественный метод. В то же время, можно заниматься духовными практиками – духовной. Попутно вы можете заметить, что стали питаться не каждый день – альтернативной. Также вы можете решить есть более осознанно, давая телу только то, что ему действительно нужно – осознанное питание. Вы вникнете в тему и изучите все то, что доступно – философской интеллектуальной. Дополнительно, вы можете смотреть на солнце и ходить босиком по земле – солнцеедине. Вы также можете попробовать испытать на себе силу золота – алхимически. Во время практики может оказаться, что что-то идет не так или что-то вам не подходит. В таком случае просто измените метод, создайте свой. Но он и не должен быть неизменимым. Важно то, что вы, что бы вы ни сделали, двигаетесь к намеченной цели. Симптомы. Обращаясь к понятию симптом, я имею в виду обычную неприятную реакцию тела на изменения в питании. Когда вы меняете рацион, голодаете, адаптируетесь к жизни без еды – эти симптомы могут возникнуть, эти симптомы могут возникать, в особенности, если изменения происходят быстро. Я употребляю слово «голодать» в самом широком значении, для удобства. Оно в нашем случае означает изменение рациона, лечебное голодание, переход на жизнь без еды. То есть в этой книге «голодать» вовсе не значит страдать от голода или недоедания. Ниже следующее описание в большинстве своем носит достаточно общий характер и, разумеется, имеет исключение, ибо каждый человек – это отдельный мир. Общее описание, рекомендации и процедуры, как правило, не подходит всем подряд. Лучше воспринимать их лишь как рамки или направления. Информацию следует рассматривать через призму индивидуальности. Интуиция – лучший советчик. Если вы ее хорошо слышите, вам не нужны никакие советы вовсе, но если нет, придерживайтесь здравого смысла. Ниже следующее описание помогут вам в этом. И, конечно, не воюйте против собственного тела. В каждой войне есть потери. А когда вы воюете против самого себя, то кого записывать в эти потери? Лучше любите свое тело и приучайте к дисциплине. Я не стану описывать здесь все симптомы, коснусь лишь самых распространенных. Много всего может проявиться, так как каждый человек реагирует на свой манер. Но если у вас отсутствует страх, маловероятно, что с вами случится что-то по-настоящему плохое или угрожающее жизни. Правильно проведенное голодание никогда не ведет к болезням. Если у вас все же есть какие-то сомнения относительно голодания, советуйтесь с компетентным человеком, лучше всего с врачом, опытным в вопросах лечебного голодания. По моим наблюдениям, лишь около 1% врачей действительно что-то знают о лечебном голодании. Но даже среди тех, кто прописывает лечебное голодание, есть такие, кто порой дает вредные рекомендации. Но уж лучше такой врач, чем тот, кто вообще ничего не смыслит в этом самом эффективном методе физического лечения, известном на Земле. Ниже описанные симптомы носят временный характер. Они могут длиться от нескольких секунд до нескольких недель. Они могут проявляться поодиночке, а могут скопом. Они могут применять интенсивность проявления. Некоторые люди их вовсе не замечают и, следовательно, не имеют никаких проблем. Некоторые, напротив, так тяжело переживают симптомы, что им кажется, что уже и смерть близка. Но у большинства людей, имеющих нормальное здоровье, симптомы будут проявлены недолго. Правило здесь такое. Чем больнее человек, тем тяжелее и длительнее будет проявление симптомов. Так происходит от того, что симптомы – суть проявления процесса очистки и исцеления тела и ума, который обязательно происходит во время голодания. Симптомы. Страх, слабость, обезвоживание, головокружение, обмороки, тошнота и рвота, потеря веса, истощение, боль, психическая нестабильность, иная реальность, кожные изменения, озноб, жар, потеря зубов, потеря волос, опухание суставов, иные. Страх. Для голодающего страх может быть самой большой проблемой. В голодании, да и в других жизненных ситуациях, нет ничего более страшного, чем сам страх, ибо он становится наибольшей опасностью. Если вы боитесь голодать, либо не делайте этого вовсе, чтобы себе не навредить, либо проводите голодание под присмотром того, кому вы доверяете настолько, чтобы утратить чувство страха. Очень многие люди, внезапно лишенные пищи, погибали спустя всего несколько дней, когда настоящий процесс голодания еще и не успевал начаться. Заставлять человека голодать, когда он этого боится, опасно для его жизни, не столько из-за отсутствия пищи, сколько из-за страха. Если страх к вам пришел уже во время голодания, то чем больше вы будете бояться за свое здоровье и жизнь, тем скорее следует закончить голодать. Страх по иным поводам тоже имеет разрушительный характер. Голодающий человек более восприимчив к страху, и в его случае страх может причинить большее зло. Страх есть состояние полного отсутствия любви, созидательной силы жизни, как было описано ранее. Это состояние заставляет жизнь исчезать. Чем меньше любовь проявляется в человеке, тем меньше у него жизненной силы и тем больше страха. Страх есть состояние полного отсутствия любви. То есть, если вы чувствуете страх, значит вы гасите в себе любовь. Единственный источник жизни существования вашего тела и разума. Если вы позволите любви, источником которой являетесь, проявить себя, то страх пропадает. Страх и любовь никогда не появляются одновременно. Если вы хотите избавиться от подступающего страха, используйте это упражнение, которое высвободит любовь, находящуюся в вас. Сядьте или лягте в расслабленной позе. Пусть вокруг вас будет тишина. Утихомирьте свой ум. Дышите свободно и спокойно. Сосредоточьтесь на ощущении любви, источником которой вы являетесь, и которая естественным образом лучится в вас. Почувствуйте, что внутри вас бьется источник вашей жизни. Он бьет настолько мощно, насколько ваш ум может позволить ему это. Пусть он проявит себя в полную силу. Пусть он, как солнце, зальет любовью вас и все вокруг. Ощущайте любовь в себе и вокруг вас. Ничего не пытайтесь создать или придумать. Просто позвольте любви проявиться такой, какая она есть. Слабость. Чувство физической слабости – один из самых распространенных симптомов. Но кто-то может сказать, что слабость – это нормальное явление. Некоторые люди, особо сильно привязанные к пище, ощущают слабость уже после нескольких часов голодания. Чувство слабости сигнализирует, что тело начинает чувствовать изменения в графике поставки пищи. График сбит, тело реагирует. Кто-то может и не ощутить слабости вовсе, такое бывает редко. Кто-то почувствует ее лишь несколько раз, а с кем-то она пробудет весь период голодания. Независимо от причины появления и длительности, слабость указывает на понижение уровня жизненной энергии. Что с этим делать? Зависит от ситуации и от человека. Кому-то, кто физически активен, лучше немного отдохнуть. Кому-то, кто напротив ведет пассивный образ жизни, будет неплохо прогуляться, размяться, проехаться на велосипеде и скупаться. Во время голодания умеренные физические и энергетические упражнения идут только на пользу. Когда тело двигается, энергия течет лучше, вымывая застой в самых укромных уголках этого тела. Не рекомендуется делать силовые и изнуряющие упражнения, лучше те, в которых ум сосредоточен на токе энергии по телу. Изометрическая гимнастика, йога, цигун, тайцзи действуют очень благотворно. Хорошо заниматься этим регулярно, исключая те моменты, когда телу нужен полноценный отдых и оно требует сна. Во время голодания человек может проводить часы и даже целые дни в абсолютной пассивности. Сил нет ни на что, даже выйти прогуляться. Остается только лежать и отдыхать. Возможно, потребуется больше сна. Эти явления вызываются выбросом в кровь токсинов, которые в обычном состоянии человека хранятся в тканях и отравляют организм мало-помалу. Хорошо бы вам примечать, когда и чего желает ваше тело. Неразумно заставлять его спать, когда ему требуется разминка. И наоборот, не нужно его насиловать упражнениями, когда хочется полежать и отдохнуть. Если эта стадия длится слишком долго, к примеру, более трех дней, и вы не обнаруживаете никаких болезней, то будет все же лучше взять себя в руки и попробовать проделать какие-нибудь упражнения на повышение энергетики. Если слишком много лежать, спать и отдыхать, тело слабнет. А ему в этот период очень нужна энергия. Кровяное давление снижается, скорость кровотока падает, метаболизм замедляется. Становится медленный процесс очистки и самоисцеления. В этом случае упражнения будут только в помощь и пойдут на пользу. Если слабость не исчезает даже после трех недель голодания для человека с нормальным весом, то это сигнал к тому, что нужно возобновлять потребление пищи. Но это не аксиома, так как у такого симптома могут быть и иные причины. Например, борьба организма с болезнью, недостаток свежего воздуха, слишком жаркая погода, слишком тяжелая работа и так далее. Так что принятие решения о продолжении неедения или возврата к приему пищи зависит от индивидуальных условий и состояния здоровья человека. Обезвоживание. Если вы решили не употреблять жидкости, то это называется сухим голоданием. Статистика утверждает, что человек способен прожить без воды не более 12 дней. Сколько именно вы сможете оставаться без воды зависит от нескольких факторов. Главный из них, конечно же, реакция инстинкта, но и такие, как влажность воздуха, температура, физическая активность, уровень минеральных веществ в теле, наличие жировой прослойки тоже очень важны. Безопасный срок при нормальных условиях около 4 дней. Во время сухого голодания при оптимальных условиях тело использует от 0,1 до 1 кг жира в день для производства воды. Те, у кого есть избыточный вес, могут продержаться дольше без жидкости, чем те, у кого сухощавая конституция. Если человек не готов к сухому голоданию или проводит его слишком долго, тело может обезводиться. Длительное обезвоживание приводит к необратимым изменениям в тканях и впоследствии к смерти. Проводя сухое голодание, следует пристально следить за сигналами тела. Уровень обезвоживания на 2% выражается в сильной жажде. Если обезвоживание достигает 10%, это уже угрожает жизни. И такое голодание следует прекратить. Видение, галлюцинации, судороги, обмороки от обезвоживания – все это указывает на то, что человек балансирует на грани жизни и смерти. В этом случае необходимо немедленно ввести в организм воду. Питье, прием ванны, клизма с теплой чистой водой – это экстренные меры гидротации. И разумеется, человека следует показать врачу. Упущенное обезвоживание необратимо. Это означает, что попытки ввести в организм воду не увенчаются успехом. Функции организма, ответственные за поглощение воды, отказывают, и за этим следует смерть. Если вы не уверены в том, что сможете распознать признаки приближающегося обезвоживания, лучше, чтобы ваше сухое голодание проходило под надзором специалиста в данной области. Головокружение и обмороки Это тоже часто наблюдаемый симптом. Некоторые из тех, кто длительное время голодал, смогут похвастаться тем, что и не испытали их. В особенности люди с пониженным артериальным давлением подвержены этим неприятностям. Таким людям следует применять особые меры, чтобы давление не падало ниже критической отметки, ибо это может быть опасно для здоровья. Если вы один из таких людей, вам будет лучше начать с серии небольших голодовок, постепенно увеличивая их продолжительность. За это время тело частично почистится и научится реагировать на пониженное давление. Другое решение, не очень хорошее, пить травяные препараты во время голодания, в малых дозах и только при появлении симптомов. Но гораздо лучше делать энергетические упражнения, заниматься акупунктурой, акупрессурой, делать массаж и прочие похожие процедуры, направленные на подъем кровяного давления. Многие прекращают голодать из-за головокружения и обмороков. Эти симптомы могут выбить из колеи даже вполне уверенного в себе голодающего и заставить его усомниться в истинном состоянии здоровья. Но головокружение и обмороки не так уж опасны сами по себе, как могут быть неприятны их последствия. Вот на этом стоит сконцентрировать внимание. Самое важное тут не упасть во время проявления симптомов и не получить какую-нибудь травму. Головокружение От легкого до потери сознания чаще всего вызвано низким уровнем кровяного давления или низким уровнем сахара в крови. Во время голода тело претерпевает поистине революционные изменения и одно из следствий этого – скачки кровяного давления. Низкое давление ощущается в основном между первой и пятой неделей голода. После очистки тела и адаптации к жизни без пищи оно стабилизируется на оптимальном уровне. В будущем такой симптом тоже может проявлять себя. Это будет зависеть от индивидуальных особенностей человека и от таких факторов, как потребление жидкостей, чай, кофе, температура и влажность воздуха, атмосферное давление и прочее. Но скачки давления сами по себе не так страшны. Особо пристальное внимание нужно уделить собственным телодвижениям. Резкие движения, быстрая перемена позиций тела, к примеру, отлежание к вставанию, могут привести к скачкообразному понижению давления. Если вы собираетесь встать, лучше обопритесь на что-нибудь и вставайте медленно, не спеша. Если вы ощущаете головокружение, прекратите движение, сядьте или лягте. При резких движениях может возникнуть потемнение в глазах. Лучше заранее научиться себя вести при появлении таких симптомов, как потемнение в глазах. Оно происходит из-за того, что кровь резко отливает от головы. В этом случае помощь будет следующая. Нужно принять такую устойчивую позицию, в которой голова оказалась бы ниже торса. Встаньте на колени, опустите локти на пол, вытяните руки вперед, опустите голову вниз, между руками, так, чтобы увидеть собственные бедра. Если головокружение не проходит, лягте на спину и положите ноги на что-нибудь, так, чтобы они оказались выше торса. Если головокружение не проходит очень долго, или при этом симптом проявления слишком часто, следует подумать о прекращении голода и проконсультироваться с врачом. Вполне возможно, что стоит проверить уровень сахара в крови, тошнота и рвота. Это частые симптомы для тела, в котором происходит процесс самоочистки. Тело голодающего не тратит энергию на пищеварение. Эта энергия идет на очищение. В процессе растворения, разжижения, застарелых залежей грязи в различных закоулках организма, в кровь периодически вбрасываются разнообразные токсичные вещества. Кровь доставит их к выходу, чтобы тело их выбросило. Но так как кровеносная система едина, загрязненная кровь успевает пробежаться по всему телу, не исключая и мозг, тот его участок, который ответственен за тошноту и рвоту. Другая причина, по которой могут возникать эти симптомы, язвы, абсцессы, кисты, не до конца зажившие раны, гнойники, опухоли, любые поражения внутренних органов, о чем голодающий может и не знать. Тело в процессе голодания вскрывает все эти образования и пытается избавиться от них любым возможным способом. Так что в этом случае лучше помочь своему телу и немного потерпеть. Возвратки еды в такой ситуации, конечно, избавят от проявления симптомов, но и остановят незакончившийся очистительный процесс. Для примера расскажу историю одного человека. В 40-летнем возрасте он устроил себе длительное очистительное голодание. Надо сказать, в детстве его лечили медикаментами, содержащими ртуть. На 9-й день голода он внезапно почувствовал себя плохо. У него началась сильная рвота, после рвоты ему сразу стало легче. В рвотных массах он обнаружил ртуть, около четверти стакана. То есть его тело с детства носило эту ртуть в себе. И лишь во время голода эти закрома открылись и отравляющее вещество было выброшено. Тошнота и рвота не должны вызывать особого беспокойства. Проблема уходит сама, со временем. Нужно лишь подождать от нескольких часов, в редких случаях до нескольких дней. Прогуливайтесь, посещайте места с чистым воздухом, делайте упражнения. Движение ускоряет процесс очистки от токсинов. Также, если хотите, можно вызвать рвоту с помощью теплой воды. Очень хорошо помогает избавиться от выводящихся в кишечник токсинов клизма. Если во время рвоты отделяется кровь или желчь, стоит проконсультироваться с врачом. Но скорее всего это будет означать, что ваше тело еще не закончилось очисткой и ему нужно голодать чаще. Акт рвоты приносит облегчение, потому что тело выбрасывает яд. После ощущается прилив энергии и человек чувствует себя лучше, чище изнутри. Потеря веса. Это тот симптом, случай которого следует рассматривать индивидуально. Когда полный человек избавляется от лишнего веса, это явление благотворное. Но если вы были и без того достаточно худы и теперь еще больше потеряли вес, стоит задуматься о возможности истощения. И если в первом случае нужно продолжать голод, то во втором лучше вернуться к еде. Также индивидуальными являются скорости и объемы потери веса. Как правило, эти показатели стабилизируются после первых дней голода. Быстрая потеря веса в первые дни, как правило, идет за счет очистки кишечники и разнообразных отложений и избавления тела от лишней воды, что особо заметно во время сухого голодания. Если в первую неделю голодания тело может терять около килограмма в день, то дальше потеря веса будет составлять лишь килограмм в неделю. В редких случаях потеря веса может составлять и 15 килограммов за день. Я знаю двух человек, чьи тела отреагировали на голод таким образом. Но бывают и такие, кто теряет всего несколько килограммов за весь период голодания. Так что, сами видите, нет никаких четких правил относительно потери веса. Во время сухого голодания потеря веса идет быстро от того, что подкожный жир расходуется быстрее, из него высвобождается вода. И если для полного человека это благо, то для тех, у кого худощавое телосложение, быстрая потеря веса может быть опасной. Потерю веса, как и иные симптомы, возникающие во время голодания, конечно, стоит оценивать, подключая здравый смысл. В среднем, человек нормального телосложения способен продержаться без еды около двух месяцев. И если в это время вес продолжает снижаться до опасных величин, это означает, что инстинкт еще не подготовил тело к жизни без еды. Человек, которому кажется, что он слишком полный, несмотря на то, что он на самом деле слишком тощий, называется анорексиком. Голодание или переход на жизнь без еды не для анорексиков. Этим людям в первую очередь нужно разобраться со своим психическими расстройствами. Анорексия психологическое заболевание. Истощение Истощение может возникнуть от того, что тело принуждается голодать слишком долго. Истощение наступает от слишком большой потери веса и недостатка строительного материала для нормального функционирования органов. Также возникает дефицит жизненной энергии. Истощенного человека хорошо описывает поговорка «одной ногой в могиле». Следующий шаг – оставление физического тела – смерть. Если это не является целью, будет разумно вособновить прием пищи. Обычно человек, нормально питающийся физической пищей, не слишком полный и не слишком тощий, переносит голодание вплоть до 7 недель без какого бы то ни было ущерба для тела. Но после этого срока может проявиться дефицит строительного материала для тела. И оно начнет давать сбои. Иными словами, этот процесс можно описать, как тело поедает само себя. То есть, клетки отмирают, но не заменяются новыми. Жизненные функции начнут отключаться одна за другой, когда дефицит начнут испытывать клетки нервной системы, включая мозг. Итак, если уже прошел месяц, а ваше тело все еще слишком слабо, у вас нет сил ни для какой физической активности, вы не можете встать с постели утром и не излучаете радость и оптимизм, это явные признаки того, что голодание нужно прекращать. Инстинкт еще не научился получать питание для тела из нематериальных источников. Не боритесь с собственным телом, не вредите ему. Гораздо мудрее будет вернуться к нормальному питанию. В будущем, имея больше опыта, лучше поработав с инстинктом, можно будет попытаться снова. Боль Вы можете ощущать боль в любых частях тела. Головная боль самый частый симптом, обычно он проявляется первым. Другие виды боли в области сердца, желудка, печени, почек, суставов, позвоночника, кишечника, мышечные боли могут проявляться в любое время и длиться от нескольких секунд до нескольких дней. Боль в том или ином органе во время голода означает, что тело избавляется от причины болезни. Орган восстанавливается, приводит себя в норму. Так что боль больше причины для радости, нежели для беспокойства. Чем сильнее и продолжительная боль, тем, видимо, больше проблема в болящем органе. Бывает так, что орган начинает о себе напоминать болью только во время голода. А до начала голода человек мог и не знать о своей проблеме. Чем дольше голод, тем больше очагов болезненности, тем вернее можно говорить о процессе очистки и самовосстановления тела. Но бывает и так, что в воршествии нескольких счастливых месяцев без еды вдруг появляется колющая боль в области сердца. В данном случае, скорее всего, можно говорить об энергетических переменах, например, повышение активности чакры. Реакции на восприятие боли высоких вибраций, а самоочистки ауры. Эта боль не является следствием физических изменений тела. Другая, довольно частая причина возникновения боли во время голода – движение внутренних органов. Некоторые органы уменьшаются в размере, теряя жировые наслоения. Из-за этого органы стремятся найти новое, более выгодное взаимное расположение. Такие явления часто можно наблюдать в брюшной полости. Я вспоминаю, как ощутил боль в брюшной полости в июле 2001 года. Боль длилась около двух недель. Было неприятно, я не мог дольше нескольких минут сидеть с прямой спиной или лежать, вытянувшись. Только когда я сгибался, боль исчезала. Причиной боли стало увеличившееся пространство под диафрагмой. Кишечник опустел, уменьшился в размерах. Печень и почка избавились от жира и стали занимать меньше места. И диафрагме пришлось работать напряженнее, ведь у нее исчезла привычная снизу поддержка. Помимо энергетических изменений и движения внутренних органов, боль может возникать и по иным причинам. Это уже повод для обращения к врачу. Приведу еще один пример из личного опыта. На четвертый месяц неедения я вдруг ощутил сильную острую пульсирующую боль в правой части живота и в области мочевыводящих путей. Эту боль я мог бы сравнить с той, что испытывает рожающая женщина. Я немедленно отправился в больницу, где умолял о любом обезболивании. После нескольких часов обследования врач сказал, что что-то заблокировало мою уретру. То есть, лишь после 4 месяцев неедения камень, что находился у меня в почке, сдвинулся и прошел в уретру. Боль была такой сильный от того, что камень оказался чересчур большим. И теперь вы понимаете, что боли могут иметь самую разнообразную природу и иногда причина боли может быть опасной для здоровья. В этом случае следует обращаться к врачу, но вовсе не нужно прекращать голодать. Психическая нестабильность Многие из голодающих спрашивают меня, отчего так много злобы, раздражительности, ненависти возникает во время голода. Людей интересует, откуда вдруг берется огромный поток негативных эмоций. Члены семьи с трудом выносят такого изменившегося родственника. Настроение у голодающего становится непредсказуемым. Бывают вспышки ярости, агрессии, человек может внезапно накричать или расплакаться, но через секунды настроение вновь меняется на благостное. Иные проявления депрессия, потеря интереса ко всему происходящему, печаль. Люди испытывают состояние, когда ничто не имеет значения. Угрызение совести, потеря интереса к жизни, даже желание скорейшей смерти, вот такие проявления бывают у психической нестабильности. Вышеописанные состояния несомненно пройдут, ибо это есть процесс очистки психики. Голодание касается не только физического тела, оно очищает и все прочие тела человека. Чистится и разум, высвобождаются психические блокады. К слову, очистка разума заставляет людей видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Именно поэтому однажды может прийти понимание, что жизнь есть не что иное, как игра, и ее ценности и смысл ровно такие, какими ум их создает. Что переживает человек, только что открывший для себя свой путь жизни на этой земле? И ее ценности и смысл ровно такие, какими их сделает ум. Что переживает человек, только что открывший для себя суть своей жизни на земле. Еще одна причина психической нестабильности может крыться в нематериальных и астральных ментальных паразитах, которые вдруг начинают терять связь со своим донором. Эти паразиты питаются эмоциями и мыслями. Большинство жителей Земли подкармливают подобных существ. Как правило, такие паразиты присасываются к людям, у которых близко лежат страх, агрессия, ненависть и прочие сильные негативные эмоции. Чем чаще и чем сильнее человек реагирует на раздражители, тем больше пищи получает паразит и тем больше новых едоков присасывается. Когда человек становится более стабильным в эмоциональном плане, держит под контролем свои эмоции и мысли, паразитам это не нравится. Голодание вообще смягчает эмоциональное проявление, но паразиты тоже голодают, и чтобы вернуть себе привычный рацион, они начинают провоцировать человека на проявление отрицательных эмоций. Тут важно не поддаваться. Со временем, поняв, что их донор более не собирается их питать, они отстанут. Сухое голодание, проводимое вкупе с созерцанием любви и света, исключительно эффективно очищает от паразитов. Другая причина для изменения эмоциональных реакций кроется в повышении чувствительности к внешним раздражителям. Голодание постепенно очищает все тела человека и обостряет все системы восприятия, физическое и не физическое. Так что человеку, ставшему более чувствительным, нужно некоторое время, чтобы приспособиться к новым ощущениям. Слишком сильные раздражители, да очистки не воспринимавшиеся таковыми, могут нервировать человека. К примеру, тот уровень шума, который ранее воспринимался нормально, теперь может казаться невыносимым. Помимо прочего, человек может столкнуться с неожиданным и беспричинным возникновением всеобъемлющей радости, вселенской любви, легкости. Все эмоциональные проявления, имеющие место во время голодания, результат очистки. И у каждого человека этот процесс происходит индивидуально. В любом случае беспокоиться по этому поводу не стоит. Напротив, это причина для радости. Некоторые люди во время голодания могут проявлять так называемые паранормальные способности. Получение информации из иных, не физических измерений – рядовой случай. Неподготовленный человек может подумать, что это что-то не так с его психикой, да и окружающие могут счесть его психически нездоровым и вынести еще одно суждение о том, как вредно голодать. В психиатрических лечебницах лечится множество экстрачувствительных людей. Врачи не понимают, что творится с их пациентами и назначают препараты, снижающие мозговую активность. К тому же именно врачи убеждают этих людей в том, что они чем-то больны, а члены семей присоединяются к этому гипнозу. Такие люди нуждаются в информации о тех мирах, измерениях, которые они могут воспринимать, а не в ядовитых лекарствах. Многие из этих людей по-настоящему высокоразвиты, но в данный момент просто заблудились и им нужно больше узнать о собственных возможностях. Психическая нестабильность может проявляться довольно длительное время, несколько месяцев или даже лет. Индивидуально подобранные умственные упражнения хорошо помогают привести в норму психику и контролировать ум и чувство. Если во время голода вы столкнулись с эмоциями или реакциями, от которых вам хотелось бы избавиться, стоит заняться практикой созерцания света и любви. Чем больше света и любви вы позволите себе излучать, и меньше неприятных эмоций будут вам досаждать, а со временем аура окончательно очистится от всех нематериальных паразитов. Иная реальность После нескольких недель голодания или раньше вы можете заметить, что ваше восприятие мира изменилось, изменилось и ваше поведение и образ мыслей. Некоторые вещи, явления, действия изменили свою ценность в ваших глазах. Например, вы наблюдаете за людьми, но чувствуете себя отчужденным, будто вы присутствуете в театре и смотрите постановку. Вы не ощущаете себя участником процесса, вы как бы вне его, вообще вне этого мира. Многие вещи, которые вы делали или к которым стремились, могут стать неважными, никчебными, хотя раньше все это имело для вас значение. Вы можете ощутить, что многому учитесь как бы заново. Вождение машины, глажка, печатание, все это может казаться новым опытом. То, что вы раньше делали автоматически, вдруг начинает требовать особого внимания, будто вы позабыли, как это делается. А иные дела, которые раньше требовали сосредоточенности, теперь делаются легко, почти на автомате. Вы вдруг начинаете замечать звуки, запахи, виды, на которые раньше не обращали внимания. Замечаются физические изменения. Это состояние можно сравнить с опытом наркотического расширения сознания. Иными словами, сфера восприятия этого мира теперь у вас изменилась. Вы удивляетесь себе, окружающие вас люди удивляются тому, какой вы стали. Что же случилось? Множество изменений. То, из чего состоит ваш ум, изменилось в первую очередь. Разум стал спокойнее. На химическом уровне поменялась работа желез внутренней секреции. В крови стало меньше адреналина и больше эндорфина. Это состояние может продлиться довольно долго. Длительность в каждом индивидуальном случае может разниться. В любом случае, это хороший повод изучить себя. Беспокоиться здесь не о чем, если нет физического истощения. Наслаждайтесь своим новым состоянием. Кожные изменения. Кожа это орган, несущий множество функций, и выделительную в том числе. Через кожное сало и пот выводятся ненужные организмы вещества, отсюда различные запахи, идущие от кожи. Проще говоря, кожа связана с кишечником через печень. Считается, что по состоянию кожи можно определить состояние толстого кишечника и печени. Но разумеется, кожа отражает еще и другие факторы. Когда тело исторгает из себя яд, оно может сделать это несколькими путями, в том числе и через кожу. В этом случае возникает зуд, воспаление, экзема. Если у человека есть проблемы с кожей, почти наверняка они проявятся во время голодания. Изменения на коже могут быть следствием активизации какого-то застарелого заболевания. Но в большинстве случаев не стоит прерывать голод, блокируя тем самым процесс очистки. Со временем по мере избавления от причин болезни очистится и кожа. В особых случаях, когда человек продолжает голодать, невзирая на истощение, кожные изменения сигнализируют о сбои в работе иммунной системы и о проблемах, с которыми тело не в состоянии справиться само. В этом случае следует снова начать есть. Суммиря вышесказанное, можно утверждать, что аллергическое высыпание и прочие кожные проблемы в основном не повод для прекращения голодания, исключение последний случай. Озноб Если вы или ваши родственники проходили через опыт голодания, то вам должно быть известно, что такое озноб во время голода. Несмотря на то, что окружающая температура нормальная, у человека холодные руки, ноги, нос, уши. Может даже проявиться легкий насморк, будто человек простудился. Все это может иметь место безотносительно того, как тепло человек одет. Я сам видел и разговаривал с неедящими, одетыми по-зимнему, хотя на улице было плюс 25. Их руки были синими от холода, лицо выражало страдания, и они сами были укутаны во множество одежд. Один мой знакомый как-то сказал на это, это не просто переносить, но я уже привык к тому, что мне холодно, когда я голодаю. Человек ощущает холод не потому, что он владеет несоответствующим климату или погоде образу. Хотя, конечно, общественное мнение сформировало установку на то, что тело испытывает холод или тепло в зависимости от окружающей температуры. Главная причина ощущения температуры в количестве и методе распределения жизненной энергии в теле человека. Проще говоря, чем больше у человека энергии, тем комфортнее он себя ощущает, даже невзирая на окружающий мороз. То же и с жарой. Как бы жарко нормально. Но если энергия не достает или человек не знает, как ее использовать, чтобы контролировать собственную температуру, он по-прежнему будет зависим от жары и холода. Можно сделать вывод, если вы во время голодания мерзнете, можно помочь себе, сконцентрироваясь на распределении внутренней энергии. Для освоения этого будут полезны визуализации, энергетические упражнения и контрастный душ, будет описан ниже. Все это может сделать человека безразличным к холоду. Много горячего питья не лучший выход. Во время питья и чуть погодя вам, конечно, будет тепло, но все же со временем вы перегружаете тело лишней жидкостью и даете лишнюю работу выделительной системе. Потоки энергии в теле отвечают за наше восприятие холода и тепла. Вы легко обнаружите, что ощущения жарко и холодно субъективны и зависит от умения управлять внутренней энергией. Физические факторы, влияющие на ощущение тепла в основном отражают работу кишечника, печени и селезенки. Если с этими органами что-то не в порядке, они препятствуют свободной циркуляции энергии. Очистка кишечники печень в этом случае чистится автоматически, поможет человеку наладить энергообмен. Это позволит не мерзнуть зимой и не сильно потеть в жару. Жар Тело повышает свою внутреннюю температуру во время борьбы с паразитами. Это обнаруживает очаги бактериального заражения и начинает очистку. При этом бактерии попадают в кровоток и циркулируют по всему телу, вызывая повышение температуры. Так проходит естественный процесс самоисцеления. Если жар возник во время голода, лучше всего будет просто дождаться когда он исчезнет сам собой. Пейте больше теплой воды, ни чай, ни кофе, ни сок. Лягте в кровать, отдыхайте, спите больше. Как средств почти всегда ошибочное действие, ибо оно сбивает естественный механизм термоконтроля и отравляет тело химией. Но разумеется, если температура очень высока, то следует вызвать врача. Было бы лучше, если бы врач имел представление о лечебном голодании. Потеря зубов. Через пару недель после начала голода вы можете почувствовать, что зубы немного раскачиваются. Кажется, что если раскачать один из них пальцем, то можно вынуть без труда. Также можно ощутить, что что-то сочится между зубами, гной. Изо рта идет очень неприятный запах. Это тоже один из этапов самоочищения тела. Так проявляется очистка черепных пазух. Многие не подозревают, что пазухи забиты гноем, потому что узнать об этом можно только во время очистки голодом. После этапа ослабления зубы восстанавливают свое прочное положение в десне и даже держатся еще лучше. Течь слизи и гноя тоже останавливается, так что нет повода волноваться, что все зубы повыпадают. Однако если имеет место какая-то болезнь десен или повреждение зубов, то зуб может и выпасть или может начаться кровотечение из больного места. В этом случае разумеется следует посетить донтиста. Что до болезни десен, то здесь стоит подождать. Скорее всего ткань сама восстановится после некоторого с мужчинами. Каждый человек в среднем теряет от 50 до 100 отдельных волос в день. Это нормально. Если больше, можно говорить о проявлении симптома потери волос. Если в первые 40 дней голода волосы выпадают больше обычного, беспокоиться не нужно, если только речь не идет об истощении. Даже если выпало много волос, позже вы заметите, что они растут с новой силой и выглядят здоровее. Если тело исхудало и волосы начали выпадать после шестой недели голодания, скорее всего это означает, что началось истощение. Это тот случай, когда голод уже не идет на пользу. Полным людям нечего опасаться истощения, им сначала нужно достичь состояния гармоничного тела. Выпадение волос временное явление. Вместо выпавших вырастут новые. Опухание суставов Проявляется в первый или во второй месяц голода. Суставы опухают, но боли нет. Также могут болеть суставы, бывшие ранее поврежденными, теперь они восстанавливаются настолько, насколько это возможно. Питье жидкостей, содержащих соли, также может спровоцировать опухание суставов. Также слишком много обычной воды может повлиять на проявление этого симптома. Если суставы опухают при сухом голодании или при нормальном потреблении воды, это означает, что они чистятся, избавляются от накопившейся соли. Делать ничего не надо, только ждать. Опухоли сойдут через некоторое время. Принимать какие-либо химические вещества было бы ошибочно. Иное. Каждый проходит через голод по-своему. Есть множество симптомов телесных и психических, которые могут проявиться во время голода. Важно в это время держать в уме привлекательную картинку с самим собой, находящимся в изумительном состоянии здоровья, счастья и гармонии. Излишнее внимание направленное на проявившийся симптом только усилит его и причинит больше неудобств. В большинстве случаев достаточно лишь подождать, чтобы симптомы исчезли, ведь они суть проявления самоочистки тела. Телу нужно время для уничтожения токсинов, которые в нем накопились. Ваша задача не терять осознанности, не утрачивать присутствие здравого смысла и не допускать никакого страха. На что обратить внимание? Я встречал многих людей, которые пытались насильственно адаптировать свое тело к жизни без еды. В большинстве случаев тела этих людей испытывали страдания. Это происходит от недостатка знаний о работе тела и внутренних органов. Эти люди не понимали, к чему может привести такая насильственная адаптация. Неедение это не пост, не лечебное голодание, не диета. Это совершенно иной образ существования тела и духа. и важно понимать эту разницу. Во-первых, стоит определиться с причиной, то есть взвесить все за и против, продумать все возможные результаты и принять ответственное решение, которое приведет только к хорошему, но не к плохому. Принимая такое решение, нужно следовать не только голосу разума, но и учитывать состояние и потребности тела. Если переход на неедение приносит больше проблем, чем позитива, процесс нужно прекращать. Жизнь дает нам возможность совершать множество попыток, так что не стоит насиловать себя и пытаться уместить все свои страдания в одну единственную попытку. Каждая попытка обогащается новым опытом, и чем больше опыта вы накопили, тем полезнее это для вас и для других людей. Чем больше здравого смысла, тем меньше места для ошибки. Я часто говорю людям, жизнь не заканчивается, так что если вам что-то не удалось сейчас, вы сможете довести дело до конца потом, время у вас всегда есть. Вам решать, для чего его использовать. вы решили стать неедящим? Вы составили план, подготовились, вы старались, но ничего не вышло? Да или нет? И что из этого? В любом случае, вы приобретаете новый опыт, узнаете что-то новое о себе, о своем теле, о самом неедении как таковом. Путь по-прежнему открыт, мир по-прежнему существует, вы по-прежнему живете и творите свою жизнь. Уединение Уединение очень полезно для многих, кто практикует голодание или переход на жизнь без еды. Причем под уединением имеется ввиду не только уход от контактов с людьми, но и отказ от всяческой привычной социальной деятельности, работы, чтения новостей и домашних забот. Лучше всего будет найти место, которое никак не связано с вашим домом. Отличный вариант где-то на природе, вдали от городов, дорог и вне всяких контактов с друзьями и родственниками. Многие решают уединиться полностью, без какой-либо возможности встретиться с кем-то и получить помощь. Это не очень дальновидно с точки зрения безопасности. Хорошо взвести все предпосылки, прежде чем решиться на полное уединение. Прислушайтесь к себе, услышьте свой внутренний ответ. Почему уединение так важно? Необходимо, чтобы внутри вашего разума воцарилась тишина, чтобы внимание обратилось вовнутрь, на духовную сторону жизни. Помимо простой тишины, уединившийся человек отрезан от всевозможных раздражителей, шума улиц, новостей, пустых разговоров и так далее. Это позволяет лучше сконцентрироваться на процессах, происходящих в психике. Во время уединения хорошо заниматься всевозможными медитациями, созерцанием, энергетическими упражнениями. Когда ничего не отвлекает, все эти практики выполняются лучше и приносят больше пользы. Без нажима Лучше не бороться с собственным телом, ибо тело есть храм духа. Тело неотъемлемая часть человеческого существа. Дух, душа, без тела уже не может называться человеком. Борьба приносит страдания и потери. Если вы боретесь с собственным телом, кто в итоге проиграет? Как развивается тело человека, который все время его насилует и борется? И как развивается тело того, кто питает его любовью? Тело управляется инстинктом, которому требуется обучение, в той же мере, в которой оно требуется маленькому ребенку. Так что если вы не смогли перейти на жизнь без еды в отведенные вам сроки, то возможно вам еще нужно доработать некоторые духовные стороны дела, а не изматывать себя еще более длительным голоданием. Тело подскажет вам, что ему нужно, если вы настроены на то, чтобы услышать его. А для такой настройки достаточно лишь подумать об этом. Каждое тело по-своему общается со своим хозяином посредством ощущений. Я много раз наблюдал, как люди принуждают себя отказываться от разнообразных продуктов – картофель, мороженое, мед, рыба и прочее, убеждая себя в том, что эти продукты плохие, потому что они вредят телу, убивают его и так далее. Эти люди шли напролом, игнорируя ощущения тела, которое просило той или иной пищи. Такое поведение вредит телу, а вред проявляется в плохом настроении, неудовлетворенности жизнью, боли и прочих неприятных проявлениях. И только после того, как люди удовлетворяли нужды своих тел, их настроения и здоровье улучшались. То есть, как только прекращалась борьба и восстанавливались полюбованные отношения с телом, оно отвечало адекватно. Советы о питании, об адаптации, о переходе не так важны, как сигналы вашего собственного тела. Если вы их получаете и относитесь к телу с любовью, оно развивается наилучшим образом. Дисциплина по отношению к телу позволит вам брать от тела столько, сколько оно может дать. Что такое дисциплина в данном контексте? Это систематические занятия с телом, исполненные здравого смысла и любви, с целью чего-либо достичь. Дисциплина это не насилие, ибо она изначально настроена на благо. Благодаря ей, тело может приспособиться ко многим вещам, о которых ранее и помыслить было невозможно. Очень важно уметь различить дисциплину и насилие. Разница тут может быть не совсем очевидна. Когда вы полагаетесь на ощущение тела и обладаете правильными знаниями, вам и так понятно, где заканчивается дисциплина и начинается насилие. Это умение очень важно в процессе воспитания тела, особенно когда вы отрабатываете всяческие привязки, переедание одна из них. Не очень-то верьте информации. В этой области, где вы еще не очень хорошо освоились и о которой информации немного, возможно возникновение недопониманий. Это справедливо и для неедения, и для методов адаптации к жизни без еды. Некоторые распространенные сведения порой убеждают людей в том, что тот или иной метод является неизбежным и обязательным на пути к жизни без еды. Вот пример. Информация о 21-дневном процессе, как о чем-то необходимом для перехода на жизнь без еды, довольно крепко засела в общественном сознании. Это пример общего недопонимания вопроса и показатель недостатки информации о теме в целом. Руководствуясь соображением безопасности, вы станете запросто принимать непроверенную информацию. Лучше будет посоветоваться с разбирающимся человеком. Как кто-то уже говорил, любая информация полностью или частично может быть правдивой или ложью. Все, что написано в книгах, даже в тех, что считаются великими или святыми, все, что говорят люди, считающиеся авторитетами или святыми, может иметь те же качества. Вот почему стоит больше полагаться на собственную интуицию и чувства, нежели на то, что вы прочли или услышали. То, что для одного правда, для другого таковым может не казаться. Всякий человек это отдельный мир, и в одном мире что-то сработает, а в другом нет. Да, одна и та же информация может быть и ложной, и правдивой одновременно. Если ошибка может стоить здоровья или жизни. Вот еще пример. Я встречал людей, которые прошли через 21-дневный процесс, веря, что именно он сделает их неедущими. И, потерпев ряд неудач, эти люди по-прежнему пытались понять, в какой части они ошиблись. Им и в голову не приходило, что весь их путь от начала и до конца был ошибочным. Они приняли на веру неверную информацию о том, что 21-дневный процесс может превратить человека в неедущего. В одиночестве или нет? Примите решение о том, будете ли вы во время перехода на жизнь без еды или во время длительного голодания быть в контакте с кем-то, кто бы о вас заботился. Вы должны полностью доверять этому человеку, у него должны быть достаточно опыта в теме, чтобы во время посещений контролировать ход процесса и давать советы. Если вы не хотите ни с кем встречаться лично, советуйтесь по телефону. Такой контроль нужен для того, чтобы проверить, все ли с вами в порядке, не нужно ли чего, помощь, совет, массаж. Если вы из тех, кого любые посещения будут скорее раздражать, чем приносить пользу, позаботьтесь о том, чтобы никто не нарушал вашего уединения. Оповестите родных и близких о ваших планах, расскажите о сроках вашего затвора. Даже если вы решили совсем никого не видеть, оставьте себе возможность кого-то вызвать в экстренном случае. Галлюцинации и видение Чувствительность голодающего или переходящего на жизнь без еды человека повышается довольно сильно. Человек может начать галлюцинировать, видеть несуществующие вещи. Если это происходит не все время, это нормально. Но если частота галлюцинации повышается, стоит обратиться к специалисту. Причиной галлюцинации может стать кратковременное мозговое расстройство, это не беда. Хуже, если эффект проявляется часто, это может означать более серьезное функциональное нарушение, и в этом случае требуется лечение. Слишком продолжительные, вредные для здоровья голодания, могут повредить телу, и это станет причиной галлюцинацией. В этом случае голодание нужно прекратить. Важно научиться различать галлюцинации и видение. Видение это наблюдение за объектом нематериального мира или иного времени, которое становится возможным из-за повысившегося уровня восприятия человека. Очищение тела раскрывает новые возможности мозга, и человек может обрести так называемые паранормальные способности. Одна из них умение видеть иные миры, измерения или существ их населяющих. Галлюцинации суть доказательства того, что в теле что-то идет не так, может быть процесс адаптации идет слишком быстро. Также этот симптом может спровоцировать временное отравление токсинами, выходящими из организма. А видение следствие развития сверхчувствительности, пробуждение паранормальных способностей. Это не галлюцинации, и это не нужно лечить, это нужно изучать, научаться, обращаться с этим, интерпретировать это. Осведомленные в этой теме люди могут оказать существенную помощь в понимании и освоении ваших новых способностей. Здоровье Некоторые считают неедение чем-то вроде лечебного голодания. Они считают, что жизнь без еды метод оздоровления, но неедение отличается от голодания. Неедение это образ жизни, который принимает для себя здоровый человек. Лечебное голодание это метод приобретения этого здоровья. Лучше не начинать переход на жизнь без еды, если со здоровьем не все в порядке. Сперва следует привести здоровье в норму, а уже затем начинать применять на себе жизнь без еды. Процесс перехода станет куда более неприятным и болезненным, если вы не долечили что-то до конца. Многие считающие себя здоровыми попросту не обращают внимания или не замечают симптомов различных болезней. Чаще всего это касается заболеваний печени, почек, толстого кишечника. К примеру, многие жители западного общества имеют в своем кишечнике колонии грибов-паразитов, иными словами микоз кишечника. Такие паразиты могут жить и в других органах. Это безболезненно, незаметно для человека, но все же болезнь, от которой однако можно без труда избавиться. Для перехода на жизнь без еды есть одно противопоказание – умственные расстройства. Лучше даже не упоминать о факте возможности жизни без еды в присутствии больного умственного неполноценного человека. Но если такой человек все же решил перейти на жизнь без еды, этот процесс нужно строго контролировать. Температура тела Если вы живете не в тропическом климате, во время перехода на жизнь без еды, следует обратить внимание на общий симптом – ощущение холода. Руки и ноги становятся ледяными, даже если температура окружающей среды не ниже 25 градусов. Человек может мерзнуть и при более высоких температурах. Если ощущение холода вам мешает, обратите на это пристальное до 35 градусов, следует принимать меры, ибо это уже не есть рабочая температура. Если вы мерзнете, но к еде возвращаться не хотите, начните одеваться теплее и регулярно выполняйте энергетические упражнения. Прибавьте к этому соответствующую визуализацию, к примеру, где вы представляете собой источник тепла, греющий все вокруг и греет как огонь. Если все же чувство холода длится долго, в сравнении с другими голодающими. Стоит проверить печень и селезенку, есть шанс, что они работают недостаточно эффективно. Если конечности долгое время остаются холодными и синеют, согрейте их. Перед сном надевайте теплые носки и перчатки, это помогает, но все же не является решением проблемы. Носки и перчатки, а также пледо, одеяло и свитера не добавят вам жизненной энергии. Лучшим решением будет то, которое позволит вам получить больше энергии. Настоящий неедящий практически независим от температуры окружающей среды, он будет чувствовать себя комфортно при достаточно широком спектре температур. Телу, особенно претерпевающему революционные изменения, может потребоваться немного дополнительного тепла. Это помогает сохранить жизненную энергию для обогрева и для иных дел, к примеру, духовных занятий. Именно поэтому переход на жизнь без еды легче проходит жизненной энергии по телу. Раньше вас обогревало тепло, вырабатываемое физической пищей. Теперь нужно научить инстинкт согревать тело и сберегать энергию без привлечения внешних ресурсов. Питье при неедении. Ошибочно заставлять свое тело, как потреблять излишне много воды, так ограничивать его в ней. Пить воду или иные жидкости нужно ровно только в тех количествах, которые требуют тело в данный момент. Переизбыток или недостаток воды вредит телу. Когда вы пьете слишком много, вы перегружаете пищеварительную систему, нагружаете почки. Избыток воды может вызвать отекание ног и лица. Также это приводит к увеличению отделяющейся слизи, которая удаляется с кашлем и насморком. Вода замечательный растворитель и энергоноситель, но перебор с ней требует количества токсинов. Это не так. Тело не унитаз, промывка ему не требуется. Более того, много воды может даже ухудшить процесс освобождения токсинов. Лучшее решение пить столько, сколько требует тело. Пейте, когда ощущаете жажду, но не голод. Пейте медленно, пусть льна перемешивается к тому, что вы пьете. Промывка толстого кишечника. Клизма процесс описанный в огромном количестве научных трудов и кажащийся многим чем-то неприятным. В сущности, это полезное дело. Полностью эту тему здесь не описать, но если попытаться сформулировать кратко, то чем чаще и глубже, тем лучше. Толстый кишечник – орган, устланный впитывающими тканями. Они абсорбируют все, что могут, и поставляют эти вещества в кровь, которые затем разносят их по всему телу. Внутренняя в кишечнике возникают зоны, в которых начинают накапливаться неустранимые залежи всевозможных отходов, под которыми могут зреть очаги воспалений. Но даже чистые, эти волоски отличная среда для размножения всевозможных микробов, бактерий, грибных культур и иных паразитов. Жизнедеятельность паразитов измеряет химическую структуру кишечника, и та флора, которая нужна человеку, погибает. Отравляется кровь, а за ней все тело. В этом кроется большинство причин болезней, которым поврежден современный человек. Доктора, практикующие гидроколонотерапию говорят, что после нескольких хороших промывок кишечника можно увидеть то, что человек съел несколько лет назад. Неустраняемые отложения с годами нарастают, нарастают, увеличиваясь в объеме, часто превращаясь в фекальные камни. Внутренний просвет кишечника в таких местах сильно уменьшился, что является причиной запоров. Попутно эти отложения травят человека через стенки кишечника и кровь. В конечном итоге печень перестает справляться со своими обязанностями и токсины начинают беспрепятственно блуждать по телу. Человек испытывает непрекращающееся отравление. В конечном итоге печень перестает справляться со своими обязанностями и токсины начинают беспрепятственно блуждать по телу. Человек испытывает непрекращающееся отравление. Это часто видно по лицу и даже по коже человека. Часто болезни, хроническая усталость, головные боли, быстрое старение, мутные или желтые глаза – вот признаки отравления всего тела, которое началось с толстого кишечника. Очистка кишечника изнутри возвращает ему его функции и оздоравливает тело. Когда человек прекращает есть, кишечник замедляет работу, а потом и вовсе останавливается. Остатки пищи, тем не менее, остаются внутри вместе с невыведенными фекалиями и слизью. Новая пища в кишечник не поступает, перистальтики нет, а значит нет позывов к естественному очищению. И вот эти отходы постепенно теряют жидкость. Кишечник всасывает все, что может, вердеют и присыхают к стенкам кишечника. В таких местах могут возникать очаги воспалений. Но все это можно вымыть водой – простой и эффективный метод. Во многих случаях это возвращает человеку здоровье, а иногда и спасает жизнь. Да-да, клизма по-настоящему спасает жизни. В случаях очень многих заболеваний – хорошее глубокое промывание кишечника может устранить причину болезни. Некоторым клизма кажется отвратительным процессом. Я говорю таким людям, можете не мыться изнутри, если не хотите. Но знаете, вместе с потоком воды могло бы выйти то, что вы копили в себе долгие годы – разминка. Многие голодающие или переходящие на жизнь без еды жалуются на слабость в теле, которая иногда сопровождается мышечной болью. В некоторых случаях возможно даже атрофия мышц. Человек ощущает слабость, он устает гораздо быстрее, чем когда питался. Простая физическая работа требует огромных усилий, дыхание сбивается, ноги дрожат. Такая мышечная слабость возникает из-за гиподинамии. Когда мышцы мало работают, они начинают атрофироваться. У голодающего или человека, ускоренного переходящего на жизнь без еды, если он не нагружает свои мышцы, атрофия может наступить довольно быстро. Тело нуждается в протеине, и оно берет его из мышц, считая их в данный момент наименее нужной тканью. То есть, если вы хотите, чтобы мышечная масса не изменилась, вам требуется упражнение. Без особых перегрузок, без насилия. Пусть ваши мышцы работают регулярно, но не на пике возможностей. 100 приседаний можно развить, к примеру, на 5 подходов за день. Легкий бег или плавание очень хороши для мышц. Энергетические упражнения, описанные выше, будут хорошим подспорьем. Они не утомляют мышцы, приводят в норму энергосистемы человека, благотворно влияют на тело. Хорошо знать некоторые из этих техник, но вовсе не обязательно становиться йогом или идти заниматься в какой-то клуб. Вполне достаточно самостоятельных занятий, просто по какому-нибудь учебнику. Умеренная физическая активность показана во время голодания, но помните, что процессы, происходящие в вашем теле, могут идти у всех по-разному. И если вы чувствуете полную невозможность что-либо сделать или куда-то пойти, все же разумнее будет лечь и отдохнуть. Подойдите к решению со здравым смыслом. Возврат к еде. Признаки начинающего истощения таковы. Непрекращающаяся вялость и слабость. Тело худеет. Тело теряет вес, полкило в неделю тоже считается потерей веса. Настроение плохое и не улучшается. Если эти признаки налицо, значит пришло время вернуться к еде. Если продолжить голодать, а неедением это состояние назвать нельзя, то тело постепенно придет в негодность и его придется покинуть. Иными словами, можно будет сказать, что человек умер от голода. Вместо того, чтобы мучиться от голода, лучше оценить ситуацию, подумав о ней не как о сверхнем успехе, а как о ценном опыте. Я в таких ситуациях обычно говорю, жизнь не заканчивается, и то, что вы не испытали сейчас, вы сможете испытать позже. То, чего не добились сейчас, придет к вам в будущем. Так что не стоит волноваться и страдать, ибо если вы страдаете, вы ограничиваете свое излучение любви. В следующий раз вы подойдете к делу с более расширенным сознанием, и все пройдет лучше. Может быть, вы достигнете какой-то стадии развития, когда само явление приема физической пищи отпадет от вас, перестанет иметь к вам отношения безо всяких усилий. Не боритесь с телом, к хорошему это не приведет. От борьбы случаются раны и потери. Так что, если возврат к еде – самое разумное решение в данный момент, стоит это решение принять. Мир вокруг вас не разрушится, если окружающий вдруг узнает, что вы более непросветленный мастер. Возврат к еде, неправильно проведенной, можно усугубить состояние своего здоровья, сделав его еще хуже, чем оно было до начала голода. Процесс обратной перестройки тела на прием пищи сравнив с ускорением ростом тела младенца. В первую очередь, тело строит из себя из того материала, который получает. А если оно получает не те материалы, оно слабеет, его структура ухудшается, возникает болезни, раннее старение, одрыхление. Самое разумное решение для возврата к еде – начать практиковать осознанное питание. Этот метод дает телу столько еды, сколько ему реально нужно и тогда, когда нужно. Благодаря этому методу, голодавший и истощавшийся человек восстановится в замечательной форме. Иногда возврат к еде бывает важнее самого лечебного голодания. Если вам не хватает терпения заниматься осознанным питанием, следуйте принципам правильного питания, описанным ниже. Вот три самых основных. Первое. Ограничивайте количество своей еды, даже если страдаете булимией. Чем меньше времени прошло с окончанием голода, тем меньше еды. Увеличивайте количество медленно и постепенно. Обжорство может проявиться неожиданно, если вы не проконтролируете его, это сильно навредит телу. Были смертельные случаи среди людей, которые отпраздновали выход из голода обильной едой в ресторане. Сперва пейте фруктовые соки, сильно разбавленные водой. Пейте медленно, капли за капли, хорошо смешивая со слюной. Далее вводите несоленые овощные соки. После можно начинать есть фрукты маленькими кусочками. Прожевывать их следует до жидкого состояния. Потом овощи. Их нужно жевать еще дольше, чем фрукты. Третье. Чем ближе к природе, тем меньше приготовлена еда, тем лучше потребляемый вами строительный материал для тела. Так что старайтесь есть пищу сырой, ту, которая возможна, конечно. Есть люди, которые, вернувшись к еде, так и не пошли дальше стадии питания только фруктами и овощами. Они питаются так без какого-то прицела на жизнь без еды. Контрастный душ. Контрастный душ следует начинать с обливания теплой водой. В какой-то момент резко сделать его до такой горячей, которую сможете стерпеть. А затем резко настолько холодной, которую стерпите. Обливайтесь ею в течение 10 секунд. Снова очень горячая. Обливайте тело несколько десятков секунд и опять холодная. Повторите это несколько раз. Заканчивая следует холодной водой. Она закроет поры тела и заставит течь энергию изнутри наружу. Контрастный душ стимулирует капиллярное кровообращение. Капилляры под воздействием контрастных температур будут сжиматься и расширяться. Это позволит им очиститься от наслоений, накопившихся на внутренних стенках. То же происходит и с порами кожи. Они открываются и закрываются. Это их очищает от сала и грязи. В этом случае можно даже не пользоваться мылом и гелем, не отравляя тело. Заканчивать контрастный душ горячей водой целеобразно, если после душа вы собираетесь идти спать. Можно даже не вытираться. Пусть кожа подышит открытыми порами. Поначалу, когда выходишь из холодного душа, ощущается холод. Но через некоторое время он сменяется чувством тепла из-за повышения энергетической активности тела. Тепло приходит сразу после обтирания. Особенно хорошо это ощущается, если сразу после душа начать заниматься энергетическими упражнениями. Если горячая вода недоступна, постарайтесь проявить смелость и окатите себя ледяной водой или примите холодную ванну. Это очень благотворно влияет на тело, в особенности, если вы устали или простужены. Это отличный метод подстегнуть иммунную систему. Правда, для тех, кто все время мерзнет, это, пожалуй, не лучшая идея. То, как человек ощущает температуру окружающей среды, зависит от его внутренней энергии, от ее количества и качества. Два человека одинакового телосложения, одинаково одеты, находящиеся в одном и том же месте, могут по-разному ощущать температуру. Когда энергия течет снаружи внутрь, внешние факторы, внушение, свет, температура влияет на человека, сильнее влияет на человека, чем в обратном случае. Ток энергии изнутри наружу, делает человека менее подверженным влиянием извне. Некоторые люди так дают проявиться активности своего «я», что все их действия можно сравнить с солнечным теплом. От таких людей исходит тепло, душевность, доброта, любовь. И это ясно чувствуется. Вокруг тел таких людей, в особенности вокруг головы, можно наблюдать свет. Эти люди не ощущают тепла или холода, только если сами не захотят. Неудачи. Опыт и знания, полученные во время неудачных попыток, дают вам больше возможностей и для успеха в будущем. В следующий раз, благодаря прошлым ошибкам, вы подступитесь к телу с большей уверенностью, ответственностью и осведомленностью. Переход на жизнь без еды – это касается в полной мере. Неудачная попытка перехода – ценный опыт, учитывая который, в следующий раз вы будете действовать мудрее. Он приносит больше пользы, чем вреда. Прежде чем приступить к новой попытке, убедитесь в том, что тело здорово и не истощено, а инстинкт хорошо подготовлен к заданию. Перед началом хорошо проделать духовные упражнения и практики. Концентрируйтесь не столько на неедении, сколько на расширении сферы сознания и программировании инстинкта, ибо неедение – навык, принадлежащий не телесной, а духовной области. Умение сосредотачиваться, созерцать, медитировать окажет вам огромную помощь. Важно не начать переживать из-за неудачной попытки. В этом случае может появиться чувство вины перед собой, а это только усугубит ситуацию. Это создаст дополнительные препятствия на вашем пути к совершенству. Если цель не достигнута, вовсе не нужно объявлять себя проигравшим или неудачником. Вам может только казаться, что вы ничего не добились. На самом деле сделан еще один шаг – прислушайтесь к себе. Может вы вовсе не стремитесь к отказу от еды, а вам нужен сам процесс, опыт. Неудачу в переходе на жизнь без еды и возврат к еде вы можете рассматривать как возвращение домой из интересного, полного впечатлений путешествия. Важно помнить о той пользе, что принесли вам дни без еды. Во время попыток перехода важно ощущать в себе любовь, ибо она есть энергия, создающая жизнь. Тело нуждается в этих ощущениях, в особенности в трудные моменты. Причины, по которым мы едим. Почему человек ест? Что заставляет его помещать в свое тело материю, именуемую пищей? Вопрос может показаться странным. Вроде бы ответ очевиден, потому что человек ощущает голод. Тогда позвольте спросить, а когда и при каких обстоятельствах возникает чувство голода? Человек ест по многим причинам, вот некоторые из них. Первое. Насущные потребности тела. Второе. Эмоции. Третье. Привычка. Четвертое. Беспристрастие. Пятое. Вера и страх. Шестое. Скука. Седьмое. Решение измениться. Восьмое. За компанию. Девятое. Вкус, запах, вид. Десятое. Бедность. Нужда. Одиннадцатое. Принуждение. Двенадцатое. Награда. И тринадцатое. Заземление. Причин, по которым человек ест, необходимы для того, кто стремится к жизни без еды. Это позволяет лучше понимать свою собственную психику и тело. Насущные потребности тела. Человеческое тело периодически нуждается, хотя существует и исключение, в особых веществах, получаемых извне. Таких веществ сотни. Обобщенно они известны под названиями жиров, углеводов, белков, минералов, энзимов и прочее. Тело хорошо работает, если эти вещества своевременно и в должных количествах поступают в него. Но позвольте спросить, кто точно знает, сколько, чего и когда должно поступать в тело? Каждое тело уникально и существует в уникальных обстоятельствах. Так можно ли выработать единые общие диетические рекомендации для всех? Ответ на первый вопрос очевиден. Никто не знает этого точно. Второй вопрос также прост. Такие рекомендации не могут существовать. Общей диеты, подходящей для всех, не бывает. Добавлю, что идеальная диета должна все время меняться. Что хорошо для человека сегодня, уже не подходит ему завтра. Человек – это процесс. Он постоянно находится в состоянии изменений. Изменяются и его условия жизни. Так значит, и диета тоже должна меняться. Насущные потребности тела. Вот единственный критерий выбора рациона. В этом случае тело получает только то, что ему реально нужно. Все иные причины, влияющие на выбор диеты, так или иначе будут телу вредить. Правда, они могут принести удовлетворение в чем-то ином – социальная адаптация, удовольствие, успокоение и так далее. Насущные потребности тела нужно удовлетворять. В противном случае тело начнет болеть и разрушаться. Есть метод, который позволяет различить от чего возникает голод. От насущных потребностей тела или от какого-то эмоционального аспекта. Суть метода в том, что человек, испытывающий желание съесть что-то определенное, должен представить себе, что ему съесть это не удается. Если эта визуализация проходит без какой бы то ни было эмоциональной реакции, значит это насущные потребности тела. Если эмоциональная реакция есть, ее нужно изучить. Скорее всего, она базируется на какой-то разновидности страха. Метод осознанного питания описаны выше. Развивает в практикующем навык развлечения на сущности потребности тела и эмоционального желания поесть. Осознанное питание помогает выбрать диету и поддерживать ее без труда. Эмоции. Эмоции очень часто заставляют человека есть, особенно если человек живет в обществе, где еды в достатке. В сфере инстинкта у жителей такого общества существует масса блокированных эмоциональных реакций, чувств, мыслей и представлений. Они там копятся от рождения, некоторые берут свое начало в предыдущих жизнях. Интеллект не знает об их существовании. Когда подсознание не справляется с решением возникающих проблем, оно призывает на помощь интеллект. Если у интеллекта нет времени или желания справляться с задачей, в работу вступает инстинкт. А он полагается на простейший и ближе всего лежащий вариант решения – включить чувство голода. И внимание таким образом полностью отвлекается от проблемы и устремляется на задачу устранения голода через поиск еды. Вот в этот момент-то и стоит спросить себя, а чувствую ли я голод, еды требует мое тело или мой разум. Увы, мало кто начинает так рассуждать при возникшем чувстве голода. Люди скорее начнут бессмысленно внедрять разнообразную пищу в свои тела, а тела в результате страдают, ибо перед ними встает задача по переработке и удалению того, что ей на самом деле не было нужно. Если человек во время возникновения голода не анализирует, откуда он взялся, он просто плывет по течению, по простейшей программе, предлагаемой инстинктом. И никакие проблемы в эмоциональной сфере не решаются, они просто отодвигаются на потом. Во время голодания многие заблокированные эмоции вскрываются, и это может показаться человеку весьма неприятным. Человек начинает переживать, нервничать, он быстренько связывает свое состояние с голодом и приходит к простейшему решению, чтобы избавиться от плохого настроения, надо поесть. Но вместо очередного блокирования стоит разобраться, откуда что берется. Если проследить природу возникновения голода и устранить ее в зародыше, пропадет и голод. Процесс очищения психической сферы неразрывно связан с голодом. Здесь мы открываем для себя еще одну роль, которую играет пища на планете Земля. Это своеобразный наркотик, позволяющий людям забыть на время то, что им неприятно. Передозировка этого наркотика ведет к полноте. Голод также может возникать из-за паразитов, живущих в человеке, например, в кишечнике. Они могут влиять на центр чувства голода в мозгу, убеждая его в том, что телу требуется определенная пища. Очень многие люди любят сладкое, жить без него не могут. Сладости – лучшая пища для паразитирующих организмов. Привычка. Привычка – это действие, проявляемое при особых обстоятельствах. Привычка тесно связана с процессом поглощения пищи и является причиной того, почему люди едят, не испытывая насущных потребностей тела. Человек не задумывается, зачем он ест, нужно ему это или нет. Он ест, потому что привык это делать. Одна из самых распространенных привычек – привычка питаться за столом в обеденное время. Завтрак, обед, ужин, перекус. Человек привыкает к расписанию, а оно не имеет ничего общего с насущными потребностями тела. Другая привычка касается типа еды. Чай без сахара с печеньем на полдник, кофе со сливками и сахаром на завтрак, мороженое во время ходьбы по улицам, чипсы перед телевизором. Вот лишь некоторые распространенные пищевые привычки. Вы можете добавить в этот список свои. Человек выбирает еду по обстоятельствам и по привычке. Это происходит из-за влияния общества. Привычка настраивает тело так, что оно, попав в определенные обстоятельства, начинает испытывать голод, а точнее желание съесть что-то определенное. Так общественное влияние программирует инстинкт. От привычки избавиться гораздо проще, чем от пристрастия. Как различить привычку или пристрастие? Посмотрите на эмоциональную реакцию. Если отказ от действия не вызвал эмоционального всплеска, то это была простая привычка. Попытка избавиться от пристрастия, скорее всего, будет сопровождаться неприятными эмоциональными вбросами. Может даже реагировать тело, раздражительностью, злостью, приступами ненависти. Иными словами, чем меньше эмоциональный отклик, тем слабее пристрастие. А четкой границы между привычкой и пристрастием нет. Пристрастие. Еда – это одно из самых мощных пристрастий человека. Человек становится зависим от еды и питья вообще, или съедания и выпивания чего-то особенного. Пристрастие похоже на привычку. Но при попытке избавиться от него, тело и психика начинают сопротивляться. Чаще всего человек пристращается к сахару, кофе, прохладительным напиткам, молочным продуктам, хлебу, мясу. Когда пристрастившийся вдруг решается избавиться от пристрастия к определенному продукту, тело начинает усиленно требовать именно его. К примеру, при попытке отказаться от мяса, тело будет пытаться заполучить его, постоянно напоминая вкус мясных блюд, заставляя всплывать в памяти вид и запах. Пока требование не удовлетворено, настроение ухудшается. Человек ни о чем, кроме мяса, не может думать. Оно ему может даже сниться. Здесь легко ошибиться, приняв эти сигналы за насущные потребности тела или за активность паразитов. Человек, не освоивший метод осознанного питания, не сразу поймет, если поймет вообще, откуда взялось это желание и нуждается ли тело реально в куске мяса. Но с регулярной практикой осознанного питания навык вырабатывается, и такая задача перестает представлять трудность. Сильное желание съесть что-то может быть вызвано и паразитами. В человеке живет огромное количество паразитов. Многие из них влияют на вкусовые предпочтения. Можно сказать, паразиты порабощают человека, заставляя его есть то, что им нужно для их роста и развития. Организмы класса плесени, а это самый распространенный паразит, обитающий в кишечнике землян, могут превратить человека в закоренелого сладкоежку. Чем сильнее пристрастие к еде, тем труднее дается голодание, и проводить его в одиночестве гораздо неприятнее. Пристрастие к еде проявляет те же симптомы, что и пристрастие к алкоголю, наркотикам или табаку. Человек живет с этим пристрастием с рождения. Именно пристрастие к еде является причиной того, что человеческое тело нормально функционирует менее 100 лет, и почти всю жизнь только старится. Вера и страх. Эти факторы часто влияют на то, какой рацион выбирает себе человек. Вера в незаменимость тех или иных продуктов строится на страхе того, что без них тело непременно заболеет и умрет. Помимо прочего, человек может верить, что получение каких-то особенных веществ принесет ему пользу. Вот некоторые примеры. Я привожу лишь ошибочные взгляды. Питье молока делает зубы и кости крепче, потому что в молоке содержится много кальция. Человек нуждается в разнообразной пище. Человеку необходимо есть фрукты и овощи. Мясо необходимо для роста, так как оно является источником витамина В. Каждый должен выпивать не менее двух литров воды в день. Нужно есть часто, но понемногу. Тому, кто тяжело работает, следует усиленно питаться. Ешь побольше и вырастешь большим и сильным. Эти и многие другие убеждения передаются из поколения в поколение. Им следует вслепую, и подчиняют свой рацион. Люди, верящие в это, едят только потому, что верят, что еда оказывает влияние на их тела. Отсюда же берутся всевозможные диеты, очистительные для похудения, оздоровительные и т.д. На самом деле тело самодостаточно. И ему реально требуется лишь ум, управляющий им. Чем сильнее человек верит в то, что телу требуется что-то извне, тем больше он ставит тело в зависимость от внешних факторов. Каждый человек – это отдельный мир, и нужды у всех одинаковыми быть не могут. Поэтому не может существовать общих правил рациона. Единственный правильный рацион – это насущные потребности тела. Очень распространено убеждение, что человеку нужно побольше есть, чтобы обеспечить себя силой и энергией для тяжелой работы. Человек, предполагающий, что пища – это что-то вроде топлива для двигателя, наиболее предрасположен к перееданию. Это утверждение не лишено оснований, ибо недополучение того, что требуется для насущных потребностей тела, действительно может привести к ослаблению тела. Но это не значит, что чем больше съешь, тем сильнее будешь. Однако и насущные потребности тела поддаются регулировке и управлению инстинктом. Волжные верования приводят к тому, что человек потребляет пищу, вредящую ему и перегружающую. К примеру, утверждение «человек должен есть много фруктов» – неверно. Не нужно дополнять рацион фруктами, нужно, чтобы их доля была в рационе пропорционально больше. Вы сами видите, что верования и страхи, связанные с пищей, больше вредят, чем приносят пользы. Особенно страдают беззащитные дети, так как они не в состоянии сами регулировать свой собственный рацион и вынуждены подчиняться заставляющим их есть родителям. Есть еще мнение, что недоедание предложенной порции – оскорбление судьбы, и она обязательно в будущем отомстит за это недостатком еды. Люди верят, что кальций, содержащийся в молоке, укрепляет костную ткань, и поэтому нужно пить молоко. Увы, все обстоит иначе. Питье молока в больших количествах, особенно произведенного промышленным способом, лишь негативно влияет на тело. Подробное объяснение процесса потребовало бы отдельного разговора, касающегося влияния разных продуктов на человека. Так или иначе, питание, спровоцированное не насущными потребностями тела, а страхами или убеждениями, вредно. Скука. Скука и еда часто бывают связаны. Вспомните, вы когда-нибудь начинали что-то есть только потому, что было нечего делать, в ожидании чего-то, для того, чтобы убить время. Занятость, поглощающая человека во время приготовления еды, поглощение ее и после уборки со стола, мытья посуды, дает иллюзию заполненности жизни, когда больше нечем заняться. Если вам скучно, вместо еды можно помедитировать, заняться энергетическими упражнениями. Еда из-за скуки перегружает организм, становится виновником потери времени, денег и энергии. Человек, решившись есть что-то от скуки, как правило, выбирает продукт из-за вкуса. Выстраивается цепочка. Скука, желание от нее избавиться. Временное повышение настроения. Как вы сами можете заключить, такая зависимость не может не быть пагубной. Часто это приводит к полноте и возникновению всевозможных болезней. И до пристрастия здесь недалеко. Решение измениться. Оно, как правило, базируется на предполагаемой пользе, которая принесет изменение диеты. Такое решение человек принимает исходя из внешнего вида своего тела, здоровья, настроения, состояния психики. Самый распространенный повод – похудение. Все знают, что избыток еды ведет к ожирению. Значит, снижение ее потребления и изменение качества приведет обратный эффект. Решившись, человек выбирает что, когда и в каких количествах ему есть. Во время составления диеты человек руководствуется своими знаниями и верованиями. Решение изменить диету, как правило, принадлежит людям, заинтересованным в сознательном саморазвитии. Человек выбирает из массы продуктов те, которые будет потреблять. Он выбирает время приема пищи. И если это происходит согласно насущным потребностям тела, такая диета позитивно влияет на человека. Если нет, скорее всего, она принесет вред. Особое решение – отказаться от еды навсегда. Собственно, о чем эта книга. И в этом случае необходимо учитывать насущные потребности тела. Если решение отказаться от пищи не идет вразрез с насущными потребностями тела, то переход удастся и принесет только пользу. Если нет, только вред. Если ваше желание отказаться от еды не поддерживается насущными потребностями тела, будет правильно поработать над их изменениями посредством визуализации, например. За компанию. Социальные обычаи и условности очень часто принуждают человека есть. Чаще всего во время всяческих застолий потребляется излишне много пищи. И оно вовсе не того качества, которое потребно для насущных потребностей тела. А окружающий побуждает съесть и попробовать еще что-то. И условия для приема пищи самые неподходящие, много разговоров и отвлечений. Менять привычки нелегко, но нужно, если касается вашего здоровья. Можно и в компании питаться правильно, но делать это труднее, потому что невозможно сфокусироваться только на себе и своих ощущениях. Вы можете представить себе какое-то празднество без еды. Если заранее проинформировать участников об этом, многие скорее всего не придут вовсе. Вкус, запах и вид. Эти факторы могут быть так привлекательны, что человек съест и выпьет что-то, даже не ощущая голода и жажды. Так называемое кулинарное искусство – значимая часть человеческой культуры. Но вкусно выглядящая еда, форма, цвет, украшения часто вовсе не такая уж и вкусная. Очень много вреда человек причиняет себе, используя приправы. Соль, сахар, специи, усилители вкуса, вещества, улучшающие внешний вид, запах – это все сочетается с приправами. Почему их использование вредно? Потому что они своим действием изменяют естественные качества еды и вводят в заблуждение тело, обманывая его систему восприятия. Это безвкусно, это пресно, и если человек так отзывается о пище, значит в данный момент она ему не требуется. Для тела лучше всего будет вовсе не есть непривлекательную пищу, а не улучшать ее приправами. Чувство вкуса работает в тесном контакте с насущными потребностями тела и обманывать его не стоит. Если телу что-то действительно требуется, чувство вкуса отзовется о еде, как об изумительной, прекрасной и даже если она недосоленая и без перца. Может даже быть так, что если пищу чем-то приправить, она перестанет быть привлекательной. Картошка без соли может быть замечательной на вкус, если она правда нужна телу в данный момент. Но если она не требуется, то вкус ее будет пресным и непривлекательным. Лесные ягоды, клубника, земляника, смородина вкусны сами по себе. Но если они телу не нужны, нам кажется, что они недостаточно сладкие. И мы начинаем добавлять сахар, взбитые сливки и так далее. Приправы, обманывающие тело вкусом, заставляют человека съедать больше, чем нужно. И это не то, что нужно для насущных потребностей тела. В итоге человек ест только из-за вкуса, а не из-за насущных потребностей тела. Приправы делают человека зависимым. Соль, сахар, перец, самые распространенные пищевые наркотики. Отказ от приправ очень благотворен для человека. Так можно более полно полагаться на чувство вкуса, лучше понимая, что именно требуется телу в данный момент. Принцип прост. Если пища без приправ кажется нам невкусной, она нам не нужна. Есть люди, которые на приправах сделали особое состояние. Фастфуд весь построен на скрупулезно разработанных вкусовых композициях. Вкусная в кавычках еда продается хорошо. Обман вкуса приобрел поистине планетарные масштабы, оборачиваясь ожирением, болезнями и смертями. Бедность, нужда. Это заставляет людей жалеть о недоеденной пищи. Лучше съесть или оставить на потом, чем выкинуть. В обществе не принято выбрасывать еду, это зазорно. Считается, что такое поведение может привести к нищете. Это явление целиком проистекает из человеческих страхов. Повторно разограв пищу, ухудшает качество пищи. Приготовленная пища портится быстрее, чем сырая, а разогретая еще быстрее. Люди, испытывающие тяготы голода во время войны, всевозможных катастроф, имеют особое отношение к еде. Они убеждены, что пищу ни в коем случае нельзя выбрасывать. Они постоянно помнят о миллионах голодающих по всему миру, и выбрасывание еды вызывает у них сильное чувство вины. Мой дедушка, очень сердечный человек, был таким. Он предпочитал съесть вареную картошку, пролежавшую в холодильнике несколько дней, а не выбросить ее. Даже если не был голоден. Он даже держал свинью, чтобы не выбрасывать пищу, а хоть кого-то, но кормить отходами. Принуждение. Что касается еды, принуждение – самый распространенный и самый серьезный вред, наносимо родителям детям. Принуждение детей съедать больше, чем они хотят. Есть то, что они не хотят. Кто с этим не сталкивался? Дети должны быть свободны в вопросе количества съедаемой еды. Ребенок себя голодным не оставит. Разумеется, родителям следует ограждать детей от свободного выбора таких продуктов, как сладости, чипсы, писта, фастфуд и т.д. Также не стоит злоупотреблять молочными продуктами и выпечкой. Часто родители идут на различные уловки, чтобы заставить детей поесть. Им говорят, что может случиться что-то плохое, если тарелка не будет чиста, что их кто-то заберет или что-то в этом роде. Это принуждение в чистом виде, это вредит психике ребенка и впоследствии может проявиться каким-то нарушением взаимоотношений уже повзрослевшего ребенка с пищей. Вопрос времени приема пищи тоже часто становится поводом для принуждения. Ребенку не дают есть тогда, когда он хочет и заставляют дожидаться момента, когда еда будет приготовлена. И, соответственно, в полагающееся для еды время, если ребенок не оказывается голоден, его заставляет есть все до последней крошки. Так называемый пищевой режим, которому человек старается следовать и к которому пытается приучить своих детей, вполне может не согласовываться с насущными потребностями тела. Запреты на какие-то продукты – это тоже насилие. Вполне возможно, если человек точно знает, что он хочет съесть, так проявляются его потребности тела. Награда. Награда в виде еды, как поощрение самого себя или кого-либо. Веская причина покушать. Вам случалось утешать себя или баловать чем-то вкусненьким? К примеру, такой нервный был день, я заслужил право съесть что-то хорошее. Я не сдал экзамен, утешу себя мороженым. Мы молодцы, давай отпразднуем это в ресторане. Эта проблема, скорее всего, идет с детства. Часто родители поощряют детей какими-то лакомствами – за выполненную работу или сделанное задание. Возникает стойкая привязка, сделанное дело – приятный вкус во рту. Еда в утешение или в награду тоже не согласуется с принципом насущных потребностей тела. Это еще сильнее привязывает человека к пище. Если вы, разобравшись в себе, обнаружите такую привязку, постарайтесь ее удалить. Избавившись от нее, вы почувствуете себя свободнее. Заземление. Это особая причина, и она, как правило, связана с процессом перехода на жизнь без еды. Потребление пищи заземляет человека, не позволяет ему уж очень высоко воспарить в небеса духовности, в том случае, если он еще не совсем готов к этому. К тому же, некоторым неедящим нужно балансироваться между материей и духом. Одна из функций пищи – поддерживать связь между человеком и физической материей, в частности землей. Грубо говоря, еда нагружает человека, чтобы он не воспарил к небу, как воздушный шар. Но избыток еды может перегрузить человека, и он так и никогда не поднимет глаза в небеса. Для некоторых неедящих, которые еще не научились балансировать между материей и духом, прием пищи – вспомогательный фактор для контакта с земным миром. Вот почему неедящие время от времени съедают что-то. Чем ниже вибрации еды, тем дольше и плотнее человек заземлен. К примеру, стакан морковного сока заземляет человека не сильно и на короткое время, а вот жирный гамбургер этого же веса пригвозит к земле надолго. Неедящие по-разному оценивают внезапно возникшее желание поесть. Некоторые говорят, что просто хотят поддерживать в форме свое чувство вкуса, которое они выработали за всю жизнь. К тому же редкое желание что-то съесть иногда бывает проявлением к насущных потребностей тела. В этом случае пища идет на пользу. Обычные неедящие люди тоже иногда нуждаются в заземлении. Часто это люди, сосредоточенные на духовной стороне жизни. В знак уважения я называю таких людей ангелами. Им приходится иногда есть что-то тяжелое, чтобы не выпадать из контакта с окружающим миром. Если контакт с землей ослабевает, о таком человеке говорят «выпал из реальности». Одним из проявлений такого выпадения может стать болезнь. Я знаю людей со слабым контактом с землей. Они страдают от этого, потому что, к примеру, им трудно найти хорошую работу или удержаться на ней. Если их рацион загрубить, они смогут лучше настроиться на вибрации окружающего мира и жить в нем, и по его законам станет легче. То, что называется смертью от голода, не всегда случается по причине истощения. Многие умершие в результате прекращения приема пищи люди ушли не из-за голода, а от того, что их контакт с материей стал слишком слабым. Ослабевание этого контакта ухудшает, а затем делает вовсе невозможным существование в физическом теле. И его приходится покидать. Бывает, что человек сознательно покидает тело на всегда, предпочитая жить в иных мирах, где материальная составляющая не так давлеет. Лечебное голодание. По статистике, голодание является эффективнейшим физиологическим методом лечения. Это самый быстрый и самый дешевый метод для избавления от большинства серьезных заболеваний, таких как рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, экзема, астма и т.д. Постоянного улучшения здоровья, омоложения, избавления от токсинов и паразитов, подъема уровня энергии, улучшения состояния психики. Множество людей в мире страдают так называемыми болезнями цивилизованного общества. Зачастую такие болезни считаются неизлечимыми, и лечебное голодание может справиться с ними. В каждом индивидуальном случае срок лечебного голодания может варьироваться от одного дня до, иногда и нескольких месяцев и лет. Но в случае с обычным среднестатистическим жителям цивилизованного общества, без лишнего веса, максимальный срок голода составит 6 недель, чаще всего выбирают сроки от 7 до 28 дней. Практически каждый психически здоровый человек может голодать, если только он не боится этого и его не заставляют. Эмоции, а не недостаток еды, просыпающийся в человеке, страх вот что убивает. Вот несколько основных методов лечебного голодания. Первое. Сухое голодание. Ничего не попадает в тело, ни пища, ни вода, ни одной капли. Второе. Обычное голодание. Единственное, что человек может в себе принять, это чистая вода. Третье. Голодание с травяными настоями и отварами. Можно употреблять только их. Четвертое. Голодание на соках. Хотя вернее, это было бы назвать жидкостной или соковой диетой. Человек пьет только соки, фруктовые или овощные. Сухое голодание. Согласно принципу, лучшее решение – простейшее решение. Сухое голодание, во время которого в рот нельзя брать ни капли воды, производит мощнейший очистительный и оздоровительный эффект в теле. Чтобы довести процессы совершенства, по идее, лучше даже не прикасаться к воде, даже не мыться. Тело должно забыть о существовании воды на весь период голодания. Можно утверждать, что одна неделя сухого голодания по эффективности равна 2-3 неделям обычного голодания с водой. Такое голодание может длиться от 1 до 14 дней. Это зависит от некоторых факторов. Чем суше воздух и чем больше его температура, тем меньше человек сможет обходиться без воды. Чем больше физической активности, как и вследствие испарения через поры, тем меньше срок без воды. В нормальных условиях – температура, влажность, физическая активность – средний человек в умеренном климате может голодать в сухую до 7 дней. Тело может слегка обезводиться во время такого голодания. Это не страшно, но нужно следить, чтобы обезвоживание не стало слишком сильным. Сильное обезвоживание – необратимый процесс, и безфункциональное повреждение телу уже не восстановится. В критических случаях обезвоживания наступает смерть. Обычно в первые 4 дня человеку не требуется никакая помощь, но в последующие дни нужно пристально следить за уровнем гидротации тела, например, по состоянию кожи. Еще один важный фактор, влияющий на период сухого голодания – количество разнообразных веществ, которые должны быть удалены из тела. Например, если человек любит соленую пищу, это значит, что в его теле излишки соли. Это осложнит и укоротит сухое голодание. В некотором случае разумно было бы сначала эти излишки удалить, например, несколькими днями обычного голодания с водой. Вот пример правильной процедуры. Вы начинаете с обычного голодания на воде. С 8 дня вы прекращаете пить воду. Так вы вступите в сухую фазу, уже избавившись от соли и большинства веществ, которым требуется вода для растворения и удаления. Обычно после 2-3 дней обычного голода жажда пропадает, так что через неделю вы без проблем расстанетесь с водой. Голодание с водой. В этом случае во время голодания можно употреблять только воду и ничего более. Это должна быть чистая вода, лучше всего дождевая или топленый снег, собранный вдали от всевозможных загрязнений. Можно также использовать дистиллированную воду. В этом случае ее следует охладить до появления кристаллов льда, а потом дать прогреться естественным способом до комнатной температуры. В воду ничего нельзя добавлять. Ни соль, ни сахар, ни сок, ни чай, ни кофе, ни мед. Вода с примесями возбуждает процесс пищеварения, и это не даст организму перейти в режим внутреннего питания с выключенным пищеварительным трактом. Голодание, когда не включился режим внутреннего питания, путь к быстрому истощению. Симптомы этого ухудшающееся настроение, быстрая потеря веса. Этот процесс опасен, если его затянуть. Он может привести к смерти. Голодание на воде может продолжаться от 1 дня до нескольких, в особых случаев до 12 месяцев. Голодание на воде может продолжиться от 1 дня до нескольких, в особых случаях до 12, месяцев. В целом продолжительность зависит, среди прочего, от накоплений подкожного жира и физической активности голодающего. В среднем, чтобы сжечь 1 кг жира, требуется от 2 до 4 дней. Со временем скорость потери веса уменьшится. Короткие голодания тоже хороши, но более полезно продолжительное голодание от 2 недель. Это минимальный срок проявления хорошего исцеляющего эффекта. Если вы никогда не голодали, стоит для начала потренироваться. Первое голодание может длиться всего 1 день. Сделайте несколько дней перерыва и поголодайте 2 дня и 2 ночи. Еще недельный перерыв и можно голодать 3 суток. Повторите с перерывами несколько трехдневных голоданий. Когда вы поймете, что ничего экстраординарного в этом нет, можно планировать более длительные сроки. Попробуйте 4 или 5 дней. Увеличивайте сроки, пока не достигнете 2 недель. К этому времени вы ощутите, что готовы проголодать и больше. Голодание в течение 7 недель или менее творит с телом и здоровьем чудеса. Тело омолаживается, это медицинский факт. Это заметно и по состоянию здоровья, и по настроению. Уходят практически все болезни, но некоторые, например, запущенный рак, могут потребовать и больших сроков. Кожа становится мягче, пропадают морщины, восстанавливается качество и цвет волос. Прекращается и их выпадение, волосы снова могут начать расти. Тело становится красивым, не только благодаря исчезновению жира. Голодавшие с целью оздоровления люди рассказывают о существенных изменениях в теле и психике. Если вы никогда не голодали, вы не знаете, что такое по-настоящему хорошее здоровье. Часто можно услышать такие комментарии. Но есть одна опасность, которая может привести к самому худшему – к смерти. Это страх. Общественное мнение, под гнетом которого живет большинство людей на земле, диктует нам истину о том, что человеку необходимо питаться, и что без пищи человек страдает, заболевает и умирает. Что ж, если вы в это верите, вам не стоит сразу проводить 40-дневное голодание. В вашем случае тело может и впрямь отказать только из-за вашего убеждения. Вам стоит попробовать короткое голодание, которое дадут вам больше знаний о работе собственного тела и его возможностях. Неедение и голодание. Тело человека может существовать без пищи довольно долгое время. Продолжительность зависит от нескольких факторов. Сфера сознания человека. Количество мышечной и жировой тканей. Состояние психики. Температура окружающей среды. Физическая активность и т.д. Самый долгий период голодания – ненеедение. Голодание, зафиксированное документально, длился более 15 месяцев. Голодавший выпивал лишь по 2 стакана воды в день. Голодание длительностью в 3 месяца. Голодание длительностью в 3 месяца не представляет из себя ничего экстраординарного и опасного для здоровья человека. Ниедение отличается от голодания следующим. Изменение веса тела. Состояние. Способ питания тела. Изменение веса тела. Когда человек прекращает вводить в тело пищу и воду, стартует процесс очистки. Он длится в первые несколько дней, а в некоторых случаях может растянуться на несколько недель. Тело освобождается от веществ, препятствующих его нормальному функционированию. Тело человека нуждается в воде, как в растворителе для многих этих веществ, которые успели приобрести кристаллическую или иные связующие формы. Сколько воды нужно? Немного, одного литра или даже одного стакана в день вполне достаточно. Разумеется, это зависит от физической активности, климата и индивидуального строения тела. После завершения процесса очистки, тело снижает свою потребность в воде до нескольких граммов в день. Питье может стать совсем ненужным, если условия окружающей среды являются подходящими. Питье влияет на вес тела. Если голодающий пьет столько, сколько требует его тело, вес снижается до состояния наивыгоднейшего для конституции человека. Этот уровень может умеренно отличаться от того, что в обществе принято считать нормальным, и от того, что указано в специальных таблицах. Тело обладает правильным весом в том случае, если нет явного перебора или дефицита, и вид и форма этого тела приятны глазу окружающих. Вряд ли вы скажете, что у человека все в порядке с весом, если его тело представляет собой скелет, покрытый кожей. Человек с правильным весом ощущает себя очень хорошо, ибо все системы его организма работают безупречно. Разница в правильном весе двух людей одинакового роста может достигать 15%. Это индивидуальные особенности конституции. Во время голодания вес человека, не находящегося в состоянии истощения, стремится к правильному весу. Этот уровень будет достигнут за время, которое зависит от количества жира, воды, мышечной ткани человека, его физической активности и сферы сознания. Если человек обладает большими излишками жировой ткани, такой период может растянуться до нескольких месяцев, что происходит с телом после того, как оно достигло правильного веса. Если человек может жить без пищи, то есть он является потенциальным неедящим, то вес тела останется стабильным. Но если человек еще не готов к жизни без еды, вес его тела продолжит умешаться, и тело будет демонстрировать признаки истощения. Это происходит от того, что тело не переключилось на иной образ питания и начинает пожирать само себя. Так можно довести себя до голодной смерти. Состояние. Первые несколько недель без еды ваше состояние будет меняться. Не нужно особенно беспокоиться по поводу головокружения, слабости, тошноты и невыразительных болей. И невыразительных болей, возникающих в этот период. Это признаки самоочищения тела. Через 2-3 недели, в зависимости от начального веса человека, может быть и больше, состояние придет в норму. Более того, вы только тогда, может быть впервые в жизни, ощутите, что такое настоящее совершенное здоровье. В вашем распоряжении окажется недостижимый ранее уровень энергии, воли к жизни, физической и психической активности и творчества. Что происходит дальше? Если вы можете жить без еды, ваше состояние не изменится и будет продолжать вас радовать. Хорошее настроение, счастье, довольство собой, оптимизм, позитивный настрой – так проявляется ваше новое состояние. В здоровом теле – здоровый дух. Но если вы не способны жить без пищи, вас будут одолевать слабость, вялость и настроение будет плохим. И станет только ухудшаться по мере усиления необходимости в пище. В этом случае будет разумно вернуться к еде. Способ питания тела Строительный материал для тела неедущего берется из света, источник которого находится в «я» – сфере сознания каждого человека. Неедущий не питается ничем в привычном смысле этого слова. Строительный материал тела обычного человека, не неедущего человека, поступает извне, в форме пищи, напитков, воздуха и разнообразных излучений. Если есть недостаток в таком строительном материале, тело проявляет признаки разрушения, дефекты и функциональные нарушения. Итог. Если вы не едите уже несколько недель и по-прежнему ощущаете себя хорошо, и вес тела не снижается, это скорее всего означает, что вы можете жить без еды. Но если после нескольких недель, а именно 40 дней, такова статистическая норма для человека средних параметров, ваш вес опустился ниже приемлемого уровня, и вы плохо себя чувствуете, то это сигнал о возможном повреждении тела. В этом случае нужно вернуться к обычному питанию. Сущности и неедине. Люди, живущие на земле, считают пищу чем-то необходимым. Иными словами, человек – это существо, которое считает пищу неотъемлемой частью своей жизни. Потребление пищи – это особый опыт, приобретаемый во время жизни на земле. Среди прочих предназначений, из-за которых существа поселяются на земле, важную роль играет опыт питания. Весь опыт, связанный с едой, приготовление, вкусы, запахи, наслаждения, болезни, боли и так далее, достаточно привлекательны для того, чтобы появиться на земле только ради этого. Именно поэтому в случае недостатка пищи или насильственного голодания человек умирает, покидает физическое тело. Он не получает того опыта, за которым явился. На других планетах и в других мирах, в других измерениях взаимоотношения существ с едой иные. Спектр таких существ огромен, от тех, кто не питается вовсе и даже не имеет органов питания, до тех, кто полностью зависит от пищи и даже порой составляет с ней единое целое. Существ, населяющих вселенную, можно разделить на три группы. Материальные существа, частично материальные существа, нематериальные существа. Нематериальные существа. Общее их свойство состоит в том, что их тела невидимы и неощутимы человеком, хотя более чувствительные люди могут их видеть и ощущать. Тела таких существ не имеют того, чтобы мы назвали внутренними органами. Они могут принимать любую форму по своему желанию. Можно догадаться, что такие нематериальные существа не имеют ничего общего с материей, именуемой едой. Средний житель их мира может вообще не подозревать о существовании такого понятия. Еда недоступна для них, и именно поэтому некоторые из этих существ мечтают об опыте материальной жизни, чтобы можно было соприкоснуться с едой. В этом случае они приходят жить на планеты, подобной Земле. Жизнь в этих условиях трудна для них, ибо они живут в состоянии постоянного неудовлетворимого желания. Такие сущности при возможности заселяют или паразитируют тела людей и делают их склонными к всевозможным пищевым нарушениям или наоборот стремящимся к жизни без еды. Еда для них – смысл их жизни, часть необходимого материального опыта, и умение оказываться от пищи тоже является ценным опытом. Я встречал таких людей. Многие из них не подозревают о своей проблеме с едой или неедением. Я по возможности им объяснял, что к чему. С этой информацией они могли бы более осознанно выбирать направление пути к еде или неедению. Такой человек, скорее всего, или слишком худой, или полный, но излучает добро и тепло, рядом с ним хорошо, у него чувствительная ангельская натура, и имеются проблемы с едой, или он стремится к неедению. И имеются проблемы с едой, или он стремится к неедению. Можно предположить, что это гость из менее плотного мира, пришедший сюда за материально-пищевым опытом. Как правило, чем более выражен тот или иной пищевой уклон в сторону объедания или в сторону стремления к неедению, тем короче земной опыт этого существа, частично материальные существа. Плотность их тел варьируется от практически неощутимой и невидимой, похожей на туман, до такой, которую могли бы продемонстрировать человеческое тело без скелета. Такое существо может быть похоже на дымчатое привидение, на что-то жидкое, желеобразное, пластичное. Потрогать или даже проникнуть рукой внутрь такого существа – интересный опыт, если он вам это позволит. Пища таких существ тоже весьма неплотной консистенции. Их еда – железнообразная и жидкие субстанции, газы, огонь, излучение, эмоции и других существ. Среди них множество вообще неедущих. Такие существа чаще выбирают иные планеты для жизни. На Земле жизнь для них трудна, ибо связана с быстрой потерей энергии. И, разумеется, в нашем плотном мире их рацион весьма беден. Материальные существа – это те, кто жестко привязан к материальному миру через пищу. Материальные существа так связаны с плотным миром, что разрыв даже одной связи, такой как еда, может быть для них смертельным. Люди – яркий представитель этого класса сущностей. Чем материальнее человек, чем более он приземлен, тем труднее дастся ему отказ от физической пищи. Это важная информация, она демонстрирует, как можно воспитать в материальном существе некоторые качества нематериального. Но, как и все другие изменения, эти изменения должны происходить плавно и разумно, в противном случае, возможно, неудачи. Сотрудничество ради развития. Одна из развивающихся черт современного человечества состоит в том, что оно открывает все новые и новые свои возможности, неизведанные и мощные. Этот рост происходит благодаря расширению сферы сознания всего человечества. Одна из таких возможностей – умение жить, наслаждаясь совершенным здоровьем, без необходимости внедрять в свои тела какую-либо пищу. Пока эта возможность малоизвестна, но она распространяется все шире. Одна из причин того, что люди не идут по лучшему для себя пути, состоит в недостатке информации. Предрассудки, ложные убеждения, недопонимания – все это вызвано нехваткой знаний. Сегодня человек не знает практически ничего о своей возможности жить без еды. Именно поэтому я считаю необходимым дать людям максимум научно исследованной и доказанной информации, чтобы была возможность, опираясь на нее, выбрать новый, более прогрессивный путь развития. Я открыт для сотрудничества с учеными врачами и журналистами и всеми, кто заинтересован в серьезном исследовании феномена неедения и целебного голодания. Цель такого сотрудничества – создать серьезную научную базу, которую можно было бы применять на пользу людям. Тем более, что явление неедения – очень интересная тема для академических работ и диссертаций. Пожалуйста, не бойтесь общественного мнения. Имейте смелость взяться за исследование этой темы непредвзято и с открытым сердцем. Я с радостью помогу всем, кто захочет сотрудничать со мной. Открытое письмо ученым и врачам. Я приглашаю к сотрудничеству, которое поможет человечеству узнать больше о своих растущих способностях, избавиться от болезни, жить здоровой жизнью и победить убийственный голод на земле. Научные данные о неедении и о целебном голодании – ценный материал для исследования медицинской науки. Изучая тех, кто практикует голодание, и тех, кому уже не нужна никакая пища, мы обретем массу ценных знаний. Это поможет нам лучше узнать себя самих. Это важнейший шаг на пути обретения эффективнейших методов лечения, предупреждения болезни и умения вообще никогда не испытывать проблем со здоровьем. Я верю, что помимо меня есть масса людей, которые готовы предложить свою помощь в изучении темы, касающейся телесных и психических функций неедящих. Увы, не секрет, что большинство не верят в высокую эффективность лечебного голодания и умение жить вообще без пищи. Но тем не менее, существует немало ученых, не боящихся касаться этой темы. Это одни из тех наиболее открытых умов, которые, ломая общественные убеждения, доказывали, что люди не могут летать, что Земля плоская, что Солнце вертится вокруг Земли и так далее. И я надеюсь на сотрудничество с такими учеными. Я готов к общению. Открытое письмо СМИ. Важность публикаций, информирующих о развитии человеческих возможностей и избавлении от проблем голода на Земле, о победе над болезнями, о новом образе жизни и о свободе от малипуляций, трудно переоценить. Многие люди, протестуя против чего-то, объявляют голодовку. Таким образом, они хотят привлечь внимание средств массовой информации. Они создают сенсации для достижения общественных интересов. Многие начинают жить без еды тихо и анонимно. Благодаря такому своему умению, они могут наслаждаться множеством полезных явлений. Одна из причин, по которым люди выбирают жизнь без еды – желание обрести свободу от страданий, причиной которых становятся болезни и нехватка еды. Для всеобщего блага необходимо публиковать информацию о людях, которые отказались от пищи или голодают во имя оздоровления собственных тел. Очень важно, чтобы СМИ публиковали правду об этих явлениях и разрушили общественно ложные представления, которые ограничивают людей. Таким образом, СМИ внесут вклад в освобождение людей от малипуляций. Многие неедущие, которые не таят своих умений, готовы с радостью о себе поведать СМИ. Главная цель такого сотрудничества – проинформировать людей об их потенциальных умениях и о той силе, которая в них таится, и которая способна позволить по-настоящему самостоятельно управлять своей жизнью. Часто задаваемые вопросы. Зачем нам дан пищеварительный тракт? Ответ очевиден, чтобы переваривать и удалять все, что попадает в тело. Человеческое тело – это машина, управляемая в основном инстинктом и работающая по так называемым законам природы, набор программ, составляющих их материальный мир. Человеческое существо обладает свободной волей, которая проявляется в творческом начале интеллекта, так что мы можем примерить на себя любой жизненный опыт, такой, какой решит испытать наше «я». Человеческое тело – инструмент, с помощью которого мы исследуем материальный мир. Инстинкт, творящий и поддерживающий тело, подпадает под влияние социального внушения, и получается так, что большинство из наших установок и правил не наши, а чужие, создаваемые массами других людей задолго до нас. И если тело родилось в обществе, где принято есть, то оно обретает все органы и системы, необходимые для полной адаптации в этом обществе. Если тело рождено в обществе неедущих, оно либо не станет запускать эти системы вовсе, либо не будет их развивать. Набор функций человеческого тела определяется тем обществом, где родилось это тело. Человеческое тело очень гибко и хорошо приспособляемо к разным условиям. Именно это дает нам широкие исследовательские возможности для изучения физического мира. Тело – самая сложная, самоуправляемая машина в природе. И наши исследовательские инструменты чувства с легкостью могут адаптироваться к тем условиям, которые нам встречаются. Система пищеварения и выделения – инструмент, который позволяет нам исследовать часть материального мира, именуемую едой. Покуда человек ведет это исследование, испытывает вкусы, свойства, переживает болезни, связанные с пищей, алкогольное пенение и прочее, инструмент работает. Но как только исследование заканчивается, пищеварительный тракт становится ненужным и вполне может выключиться, атрофироваться, как происходит у многих неедящих, или перестроиться на какую-то иную работу. Почему люди умирают от голода? Не голод сам по себе становится причиной смерти. Недоедание, плохая пища, страх – вот что убивает человека. Так работает программа инстинкта. Потенциально каждый человек на Земле может стать неедящим. Но потенциал не означает, что у человека есть необходимый навык. Потенциал означает возможность, которую можно развить и реализовать. Если такой навык не развит, тело погибнет от недополучения пищи. Жизнь без еды открыта только для тех, кто правильным образом изменил функции своего тела, программы своего интеллекта, связанные с получением пищи. С рождения жить без пищи могут только те, кто появился на свет в обществе неедящих. У них эти программы уже изначально настроены на отсутствие какой бы то ни было еды. Инстинкт не умеет думать, он работает строго по программе. Если в вашей программе записано, что тело умирает без еды, то так оно и будет. Неедящий знает, что это не так, и поэтому его тело функционирует нормально. Почему неедящий не занимается распространением своих знаний там, где люди умирают от голода? Спрашивайте об этом каждого встречающего неедящего. И каждый ответит по-своему. Если вы спрашиваете меня, то вот вам мой ответ. Моя задача – ответы на вопросы. Я – источник информации. Я никого не ищу, никому ничего не навязываю. Спросите – я отвечу, если смогу. Поэтому я посещаю те места, куда меня приглашают. А приглашений из мест, где люди страдают от голода, у меня нет. Если бы было, я бы решил ехать туда или нет. Вот еще информация. На земле живут люди, которым выгодно держать других людей в состоянии голода. Неизлечимых болезней, неграмотности, загрязнений природы и прочее. Это люди с большими деньгами и властью, которые готовы пойти на многое, чтобы масса зависящих от них людей оставалась в бедноте. Ибо бедными и голодными всегда легче управлять. Они готовы сделать многое за плошку риса или кусок хлеба. Люди, распространяющие учения о неедении в таких местах, могут подвергнуть своей жизни опасности. Спросим лучше, а почему сильные и влиятельные организации, занимающиеся спасением голодающих и беженцев, также не проявляют интереса в распространении знаний о неедении? Почему простые и эффективные методы, проверенные временем, не применяются в тех местах, где они могли бы спасти массу жизней? Вы сами найдете интересные и шокирующие ответы на эти вопросы, если копнете тему поглубже. Почему ваши семинары платные? Потому что я пока еще живу в этой иллюзии, где распространено убеждение, что кусочки металла и бумаги являются универсальным средством обмена, и иногда даже ими можно оценить человеческую жизнь. Деньги наш бог, а мы его рабы. Мы сами себя такими сделали. Во время семинара лектор делится информацией, которую сам собрал. Информация была и есть в свободном доступе. Кто хочет, может ее найти. Но если вы не хотите искать сами, вы идете на семинар и покупаете ее в готовом виде, систематизированную, проанализированную, хорошо поданную. Лектор – человек, который что-то вложил в сбор информации, возможно, даже испытал ее на себе. Информация и знания бесплатны, но время и ресурсы, потраченные лектором, чего-то стоят. Переезды, переписка, аренды помещений для семинара – все это требует денег. Деньги – предмет обмена. Никто не обязан ими пользоваться. Кто-то может жить и без них, но если они у вас есть, вам выбирать, на что их обменять. Можно обменять их на участие в семинаре. Можно придумать именное назначение. Есть такие учителя, которые дают информацию бесплатно. У них на это свои причины. Примеры. Кто-то настолько освободился от условности мира, что деньги для него более не имеют значения. Кто-то считает, что не заслужил денег. Кто-то сознательно обрекает себя на жизнь в нищете и служении людям. Многие верят в то, что духовные знания должны даваться бесплатно. Учителя строят особые кармические взаимоотношения со своими учениками, давая им знания бесплатно. Они делают это сознательно или бессознательно. Не беря денег, они делают студентов должниками, то есть их нынешние ученики должны будут как-то отплатить своему учителю в будущем, в этой, а возможно, и в следующей жизни. Если вам кажется, что вы можете по какой-то причине получить важную информацию бесплатно, скажите об этом тому, кто ее дает. Объясните свою позицию. Вы можете предложить в обмен какой-то предмет, услуга или еще что-то. У вас всегда есть выбор. Я не верю в то, что люди могут жить без пищи. Как вы это докажете? Я не собираюсь никому ничего доказывать. Я имею некоторый опыт, который я изложил в данной книге. Возможно, она кого-то убедит. Человек, живущий на земле, собирает свой опыт самостоятельно. И каждый действует своим уникальным методом. Люди строят себе свои миры. И все они разные, несмотря на то, что могут иметь общие элементы. Доказать что-то можете только вы сами себе, невзирая на то, что говорят или пишут. Это для вас не может служить доказательством. Вы можете определить для себя какой-то уровень доверия, который будет для вас служить мерилом правдивости. Так что если вы не верите в жизнь без еды, вы правы. Это ваша правда. Что есть правда для одного, для другого может быть ничего не значит. То есть, правда относительно. Если для кого-то жизнь без еды реальность, вовсе не обязательно, что для других все то же самое. Один живет без еды долго и счастливо, другой умирает при первой же попытке. Так один предмет может быть одновременно и правдой, и ложью, возможным и невозможным. Собирайте информацию, анализируйте ее, стройте собственный мир. Возможность строить собственные миры, оставаясь толерантным к окружающим, есть высшее проявление всеобщей взвоимной свободы воли. Откуда неедущие берут энергию для жизни? Когда человек задумывается о жизни без еды, он часто спрашивает себя об этом. Откуда берется энергия? Человек уверен, что энергия, требуемая для жизнедеятельности тела, строительство новых клеток, работа органов, мысли, эмоции приходит откуда-то извне. На этом базируются научные исследования, как она на него влияет, как расщепляется, как его влияние на тело всевозможных химических веществ, минералов, белков и прочее. Ученые изучают работу тела, строят гипотезы, вводят законы и теории, а все остальное принимается на веру. Не углубляясь в предмет очень сильно, можно сказать, что человек живет на том, что ему, как верится, дает энергию. Если вы верите в то, что картошка, хлеб и яблоки дают вам энергию, так оно и есть. Если вы уверены, что солнце поставляет вам жизненную силу, то в вашем случае это так. Если кто-то верит, что живет воздухом, питается праной или светом, так и происходит. То, во что верит человек, то его и питает. Для неедущих это тоже справедливо. Кто-то берет энергию от солнца, кому-то необходима прана из воздуха. А если вы уверены в том, что вы сами по себе являетесь источниками энергии, то так оно и есть. Но одной веры мало, нужно точное знание и чистое ощущение. Только в этом случае вы не нуждаетесь ни в чем извне. Высшее Я, как представитель сознания, создает все. Это главный мотив данной книги. Я есть сознание, и все вокруг есть мое творение. Я знаю, что я – источник моей жизни. Это не просто объяснить, хотя я попытался как смог. Это не просто понять интеллектом. Интеллект не чувствует, он только думает, анализируется, поставляет, создает. И ему не понять вышеописанного. Пока вы не почувствуете это, ваш интеллект будет сильно или слабо протестовать. Все зависит от сознания и от опыта. Физики изучают физический мир и описывают его в понятиях интеллекта. Они создают больше всевозможных гипотез, чем было в самой смелой фантастике еще несколько десятилетий назад. Если вы интересуетесь физикой, элементарными частицами, волнами, энергией, квантовыми излучениями, вы получаете интеллектуальное объяснение. Об авторе этой книги. Я появился в материальном мире 2 июня 1963 года в 6.45 утра. Еще в подростковом возрасте я начал интересоваться всевозможными паранормальными феноменами. Сферы моих интересов, включая йогу, биоэнерготерапию, духовное развитие и все, что с этим связано, как следствие я заинтересовался темой здорового питания, самоздоровления и лечебного голодания. Когда я был подростком, в Польше было нелегко достать литературу эзотерического толка. Я смог найти лишь несколько безумно дорогих скопированных книг. Существовали организации, которые проводили собрания и семинары, посвященные так называемым паранормальным темам. Я старался посещать их все по возможности. В 1984 году перед службой в армии, избежать я ее не мог, я провел 4 месяца в духовной семинарии. Это дало мне представление о религиозной жизни. С 1989 года я 3 года путешествовал по странам Востока как преподаватель языка эсперанто. В этот период я смог найти множество эзотерических книг. Когда я имел возможность, я читал и практиковал то, чему научился. По возможности я посещал Центр Духовного Развития, но не читая книги, не посещая духовные места, не общаясь с просветленными, я не находил того, что, как сейчас понимаю, искал. Теперь я знаю, что это всегда находилось во мне, и я сам источник этого. Чем больше я углублялся в себя, тем лучше понимал, что я из себя представляю, и что во мне имеется. Оно было во мне всегда, с самого начала. Все, что нужно было сделать, это дать этому проявиться. И никакие духовные мастера не могли мне дать то, что было уже во мне. Они могли быть лишь источниками информации, могли направить мое внимание на это. Карьера. После окончания института в 83-м году, я работал химиком в Институте органического синтеза в Польше в течение года. В этот период я много ездил в Европе, практикуюсь в эсперанто и участвую во встречах эсперантистов. В 88-м году я решил уйти из института и отправился на Восток учить людей языку эсперанто. Побывав в более чем 30 странах, я понял смысл польской пословицы «путешествия учат». Никакая школа не даст столько опыта и знаний. В Тайване я организовал небольшой бизнес, открыл издательство, опубликовал книгу и издавал журналы МОНО. По возвращению в Польшу я открыл школу иностранных языков. Несколько месяцев спустя моя жена, китаянка из Тайваня, приехала ко мне, и мы стали жить вместе в Польше. В 96-м году я закрыл школу и начал новый бизнес – торговая компания «Росперос». Мы занимались компьютерами и поставкой их из Тайваня, ремонтом и апгрейдом. Фирму закрылась в 2005-м году, и на это мои изыскания в бизнесе прекратились. Я решил направить всю свою энергию на достижение целей. Эксперименты. С 1979 года, с 16 лет, я ставил на себя эксперименты, идя по пути духовного совершенствования. Мое решение начать жить без еды 1 июля 2001 года явилось одним из шагов на пути в одном из экспериментов. В июле 2001 года моя семья уехала на отдых. Все это время я работал, как обычно, в офисе. Каждый день я занимался созерцанием, готовя свое тело к изменениям. Я планировал провести все изменения за 3 или 5 недель, но у меня это заняло больше времени. Многое из того, что я испытал, не было мне в новинку, так как я ежегодно с 16 лет проводил очистительные голодания. Решив начать жить без еды, я просто забыл про пищу. Позже я понял, что для большинства людей кажется невозможным вот так просто взять и забыть про еду. Вот поэтому я решил подробно описать все, что предшествовало переходу на жизнь без еды. Так я начал писать эту книгу. Продолжая экспериментировать на себе, я понял, что полученные знания лучший результат опыта. Следующим шагом был возврат к идее, и я стал прислушиваться к ощущениям тела, зависимого от пищи. Так я накапливал знания, чтобы поделиться именно с людьми. Ко времени первого издания книги я не решил, когда я начну переход снова. Я оттягивал решение, пытаясь кооперироваться с учеными, врачами, ясновидящими и прочим, которых могла бы заинтересовать эта тема. Некоторые заинтересовались, но либо их интерес оказался поверхностным, либо их остановило общественное мнение. Для меня жизнь без еды видится наиудобнейшим вариантом. Она принесла мне много пользы. Только это помогало мне держаться, несмотря на усиливающееся давление со всех сторон. Я понимал, что у меня в жизни есть некие задачи, которые необходимо выполнить, но неедение, как ни странно, мешало мне. Так я прекратил фазу неедения в марте 2003 года. Задачи. Я знаю, зачем я здесь. Я знаю о тех задачах, которые мне нужно решить. Именно они определяют мое существование на Земле. Я их опишу. Распространять знания о работе некоторых частей человеческого тела, о потенциальных возможностях человека в физической и психической сфере, о решениях, которые помогут людям жить более осознанной жизнью, продемонстрировать возможности самооздоровления и перепрограммирования тела, продемонстрировать решение, как суметь жить более чистым образом, близким к природе, рассказывать о сознании, любви и свете, о связях людей и иных сущностей. Вопросы. Переход на жизнь без еды был бы неизмеримо труднее, если бы не было ответов на вопросы, приведенных ниже. Эти ответы я искал в собственном многолетнем опыте голоданий и перехода на жизнь без еды. Правильное питание тела. Эффективное самоисцеление даже тех болезней, что признаны неизлечимыми. Правильное лечебное голодание. Эффект, производимый пищей на тело. Причины, по которым человек ест. Подготовка тела к жизни без еды. С подросткового возраста я экспериментировал с телом. Я строил гипотезы и теории и проверял их на собственном опыте. Разрабатывал методы. Теперь я в состоянии дать ответы на выше приведенные вопросы. Толстый и больной. Я практиковал неедение с июля 2001 по март 2003. Это дало мне огромный багаж знаний, которым я могу делиться с людьми. Продолжение неедения после марта 2003 года не позволило бы мне выполнить некоторые из моих задач. С сентября 2002 года я пытался прекратить неедение, но все оттягивало это, так как мне очень нравилось находиться в этом состоянии. Но все же я нашел в себе силы вернуться к еде. В то время я запланировал следующее. За год набрать вес до 130 килограммов. Я никогда не испытывал такого опыта и не мог полностью понять, как чувствует себя человек с избыточным весом и что происходит в его теле и психике. Заболеть чем-то, что считается неизлечимым, например, раком, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а затем излечиться от этого самостоятельно. В марте 2004 года я прекратил вышеописанный эксперимент. Я многое понял и больше не хотел себя мучить. Я чувствовал себя хуже, чем мог вообще представить. К тому же я должен был начать осуществлять свои иные планы. В марте 2004 года я снова перестал есть. В тот день я снова забыл о пище. Так как на этот раз у меня было 30 килограммов лишнего веса, я имел возможность сравнить два разных старта процесса перехода на жизнь без еды. Описание всего этого есть на моем сайте Britarian.info Я понял, что такое быть полным и что такое похудеть. Мой вес снизился до 100 килограммов и это было трудно. Теперь я знал, почему полные люди голодают с таким трудом, хотя голодание им нужно, как рыбе нужна вода. Полный человек более привязан к еде. Ему требуется мощная сила воли, чтобы пройти курс лечебного голодания. Это похоже на курс лечения наркотической зависимости. Я изучил многое из того, что касается полноты. Это расширило мои знания о человеческой природе. Чтобы описать все это, потребуется отдельная книга. Однако я должен сказать, что мой опыт может отличиться от чего-либо еще. Я проводил эти эксперименты с целью узнать больше, а затем поделиться личными ощущениями. Цель. Вся моя работа по расширению сферы сознания стремится к некой цели. Я должен распространить информацию. Я собираю, обрабатываю и распространяю информацию, связанную с сознанием, любовью, светом и жизнью. Работа человеческого тела, возможностями адаптации тела к различным условиям, жизни существ, обитающих вне Земли, в основном людей, жизни существ, обитающих вне Земли и связью с ними, использованием энергии так, чтобы она не уничтожила Землю, индивидуальными возможностями человека по сознательному саморазвитию. К примеру, данная книга посвящена второму пункту, работе человеческого тела. Спасибо. Я хочу сказать спасибо вам, читатель. Если вы прошли эту книгу, значит она была написана для вас. Цена книги. Я не жду никакой оплаты за книгу, я разместил ее в интернете в свободном доступе и не предъявляю на нее никаких авторских прав. Вы можете делать с ней все, что вам захочется. Каждое действие имеет реакцию. Причина, следствие, закон кармы. Позвольте объяснить. Хорошо известен физический закон сохранения энергии. Энергия не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Она просто меняет свою форму. Похоже, закон действует промеж людей. Если кто-то что-то для вас делает, и вы это принимаете, то вы становитесь должником этого человека. Так проявляется первичная карма. Я имею в виду, что приняв эту книгу, вы вступили в некие взаимоотношения со мной, то есть стали в некотором смысле моим должником, если вы только вне закона кармы и если я сам не ваш должник. Это так, даже несмотря на то, что я даже не жду от вас никакой оплаты. Я просто объясняю, как устроены взаимоотношения. Понимание этих зависимостей должно подсказать вам, что делать. Например, вы можете ничего не предпринимать, ибо вам кажется, что ничего такого в этой ситуации нет. А может быть, вам покажется справедливым восстановить энергетическое равновесие, отплатив мне каким-то образом. Если вы так решите, то можете послать мне какое-то количество денег, которое тратите на еду всего за три дня. Или можете предложить мне какую-то услугу, работу, помощь, все то, что вам покажется подходящим. Я еще раз повторюсь, я ничего от вас не жду. Единственная причина, по которой я написал это объяснение, состоит в том, что я хотел, чтобы вы узнали как можно больше о законе действия и противодействия, причине и следствия, сохранении энергии и законе кармы. Йохим Верден Продолжение следует...